Венесуэлу с помощью предателей и заговорщиков. Ранее президент призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы провести специальную сессию, чтобы определить политический вектор развития. Напомним, 1 мая Мадуро заявил, что его правительство готово принять специальный план изменений для того, чтобы исправить допущенные ошибки. За день до этого оппозиция вновь сделала попытку госпереворота. Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в столице Венесуэлы рядом с военной базой Карлота. Оппозиционный лидер призвал жителей страны и армию завершить операцию «Свобода», цель которой — свержение главы государства Николаса Мадуро. В китайском Циндао завершились учения морское взаимодействие 2019. В последний день маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС «НОАК» провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям. Упражнения прошли в акватории Желтого моря. Согласно легенде, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и сменец Чанчун обнаружили неопознанное судно-нарушитель, в роли которого выступил танкер «Иркут». Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника. В ходе маневров было отрепетировано десантирование на корабль с воздуха и конвоирование судов-нарушителей. Морская часть китайско-российских учений стартовала в порту Циндао 1 мая. Цель – улучшение управления совместными действиями по обороне на море и противодействию угрозам безопасности. С обеих сторон в учениях были задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты. «Достигнут высокий уровень взаимодействия между моряками российского флота и ВМС НААК, для того, чтобы достигнуть более высокого уровня боеспособности наших флотов. То, что мы увидели на эзминцах Арбин и на других кораблях, показало высокую выучку китайских моряков. Надо в дальнейшем развивать, то есть учения нужно расширять, усложнять задачи». В Москве состоялась вторая репетиция парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовало 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и ракетные комплексы. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты войск московского гарнизона, учащиеся военных вузов, училищ и кадетских корпусов. Руководил репетицией министр обороны России Сергей Шойгу. Посмотреть на прохождение войсковых подразделений собрались сотни зрителей. В тот же день тренировочные полеты над столицей провела авиация Воздушно-космических сил России. Напомним, первая репетиция парада победы прошла в Москве 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади намечена на утро 7 мая. В Фиджи завершилось 52-е годовое собрание Азиатского банка развития. Мероприятие собрало министров финансов, управляющих центробанков и руководителей предприятий стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тема встречи в этом году – процветание через единство. Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе собрания заявил, что Азиатский банк развития должен выступать за равные и взаимовыгодные условия для всех участников внешнеэкономических отношений в регионе и стимулировать их развитие. Он призвал разработать несколько стратегий для помощи развивающимся государствам в зависимости от конкретной ситуации и ускорить реформу глобального управления. Министр приветствовал поддержку банкам программ регионального сотрудничества и развития их интеграции с китайской инициативой «Пояс и путь». Коллега Лю Куня из Монголии в ходе мероприятия назвал этот проект стимулом для укрепления отношений с соседями. Монголия рассматривает инициативу «Пояс и путь» как отличную возможность для развития. Исторически наша страна была частью Великого Шелкового Пути. Поэтому мы делаем все, чтобы установить новые связи с другими странами и извлечь все лучшее из этой возможности. В Китае завершились четырехдневные выходные в честь Дня труда. Для туристической инфраструктуры страны они оказались одними из самых загруженных в году. За первое число мая жители КНР совершили 195 миллионов внутренних поездок. Драйвером для турпотока служили не только достопримечательности, но и местная кухня разных провинций. С подробностями корреспондент CGTN. В этом году майские праздники в Китае продлились не три, как обычно, а четыре дня. И это закономерно отразилось на показателях внутреннего турпотока. Число поездок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%. Доходы от туризма на 16%, превысив 17 миллиардов долларов. Железные дороги совершили 50 миллионов пассажирских перевозок. Авиалинии почти 7 миллионов. Одну только международную садоводческую выставку в Пекине за четыре дня посетило 320 тысяч человек. В Чунцине, на юго-западе Китая, спросом у туристов пользуются экстремальные виды спорта. Мне очень нравятся прыжки с парашютом. Я чувствую себя летящей в небе птицей. На объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на майские – настоящее столпотворение. Гору Тайшань на востоке Китая за четыре дня посетило 300 тысяч человек. В уезде Уюань на юго-востоке, который часто называют самым красивым уездом страны, приезжие наслаждаются сочетанием жилой архитектуры и природы. Здесь действительно красиво, как будто я гуляю среди моря цветов. Многие путешествуют в другие города ради гастрономических открытий. Одна из точек притяжения для гурманов – город Чунцин. Еда в Чунцине горячая и острая, она бодрит. В южно-китайском Шуньде приветствуют сладкоежек. Город славится конфетами и десертами. Молочный крем здесь особенный. Кус молока очень сильный и очень приятный. Статистика показывает, что все более популярными в Китае становятся семейные поездки. А это, в свою очередь, стимулирует и общий турпоток, и объем доходов в отрасли. Александр Дегтярев, CGTN. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за развитием событий вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Это не сцена из фантастического фильма, а обычный эпизод работы одного из шанхайских ресторанов. За прием и доставку заказов, а также развлечения посетителей здесь отвечают сервисные роботы. В индустрии кейтеринга всегда был дефицит рабочего персонала, так что мы решили использовать роботов для обслуживания клиентов. Площадь нашего зала около тысячи квадратных метров. Обычному ресторану такого размера потребовалось бы по меньшей мере 15 официантов. Нам же достаточно всего 5 машин. Это еще и хорошая реклама. К нам приходят и дети, и пожилые люди. Всем интересно посмотреть на роботов своими глазами. Благодаря прогрессу в промышленном производстве и в разработке технологий искусственного интеллекта, сервисные роботы больше не экзотика. Используют их не только в кейтеринге, но и почти во всех сферах. Еще совсем недавно умные машины были задействованы лишь в сборочных цехах и исследовательских центрах. Теперь же они стали частью повседневной жизни. Это не только эффективно, но и весело. Мы воплощаем науку в реальность. В прошлом мы могли предложить своим клиентам только виртуальный опыт. Сейчас же они могут управлять самыми настоящими мехами, то есть боевыми роботами, о которых мы так много читали в фантастических книгах. Любой человек может стать частью машины. Мы также выяснили, что в современной индустрии развлечений появляется большой спрос на хай-тек, то есть технологические развлечения. Судя по всему, границы между реальностью и научной фантастикой быстро стираются. По определению Международной Федерации Робототехники, сервисных роботов можно разделить на две категории. Машины для домашнего и для профессионального использования. Первые облегчают жизнь своим владельцам и делают ее более комфортной. Вторые заточены на конкретной операции в той или иной сфере науки или производства. Например, в энергетике используются умные машины для проверки безопасности оборудования. Это профессиональные сервисные роботы. Индустрия сервисных роботов в Китае сейчас находится на этапе становления. Большая часть существующих на рынке умных машин пока не может похвастаться богатым функционалом. Но с развитием технологий искусственного интеллекта и ростом спроса со стороны потребителей, ситуация будет меняться, а роботы становятся все более способными. Мы рассчитываем, что со временем роботы будут обладать шестью основными чувствами, присущими человеку. Глаза, уши, нос, язык, тело и интеллект позволят им понимать и интерпретировать выражения человека, принимать решения, а в перспективе обзавести системами визуального, эмоционального и поведенческого интеллекта. С нашей точки зрения, сервисных роботов необходимо очеловечить и обучить нашим культурным кодам. Это и будет основным отличием между сервисными и промышленными роботами. Прорыв в исследованиях технологий искусственного интеллекта существенно ускорил прогресс робототехники. За последние 30 лет роботы стали заметно умнее и способнее. Сервисные роботы сейчас используются все шире. И это особенно заметно с 2015 года. Они могут заниматься и уборкой дома, и охраной, и проверкой товаров в супермаркете, словом, способные выполнять множество функций. Теперь у нас также есть умные машины с современным дизайном. Они задействованы, например, в сфере образования, и могут общаться с детьми. Такого рода коммуникация — это новшество, которое интересна и родителям, и всей индустрии в целом. Современные технологии позволили создать и роботов, которые способны подменить человека для проведения работ в особо опасных условиях. Правда, рынок для них пока не очень большой. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это господин Гаусин, руководитель отдела глобальных продаж компании Juntai Securities. Большое спасибо, что пришли к нам в студию Гаусин. Сегодня мы поговорим о роботах. Я очень рада, потому что это одна из моих любимых тем. Но сначала хочу вас спросить, в чем заключается преимущество и недостатки использования этих очень дорогих умных машин в таких местах, как рестораны, где они заменяют официантов, или же в торговых центрах, где они подменяют продавцов, или даже вместо торговых автоматов? Сейчас нам лучше сразу же определиться с понятиями. О каких работах мы будем говорить? О тех, что мы видели в фантастических фильмах? Пока мы еще далеко от таких технологий. С другой стороны, в ситуациях, о которых вы только что упомянули, у нас уже есть, так сказать, полуроботы, которые вполне себе успешно работают. Теперь насчет того, какие у них есть преимущества и недостатки. Плюсы в том, что они экономят много времени, и с точки зрения банков и магазинов много денег, ведь им больше не нужно нанимать так много людей, как раньше. Во-вторых, роботы могут предложить клиентам и посетителям больше услуг. В тех же банках нам не так давно приходилось выстаивать длинные очереди, чтобы решить элементарный вопрос. Сейчас там стоят автоматы, и любой может очень быстро разобраться со своей проблемой. Это очень эффективно. Но минус в том, что вы теряете часть потребительского опыта. Заходя в ресторан, я хочу увидеть улыбку на лице официанта. Человеческий фактор, да? Да, именно так. Хочется какого-то общения с официантами, хочется обсудить заказ. К тому же, может, они уже знают, какие блюда я люблю, если я появляюсь там не в первый раз. Проблема в том, что роботы лишают вас такого общения. Ну, не знаю, я как-то не привыкла заводить друзей среди официантов. Но я все же понимаю, вы приходите в знакомую закусочную, обмениваетесь парой слов с персоналом, и они уже знают, какой кофе вы любите получать по утрам. Как именно его сварить и что в него добавить. Для многих в этом есть определенная сентиментальность. Очень сентиментально, да. Точно. И еще, они никогда не ошибутся, правда? Так вот, мы создаем роботов, хотим, чтобы они были умнее и даже эмоциональнее, но на деле мы не видим большого разнообразия. Не видим роботов, которые ведут себя точно так же, как и люди. И многие отраслевые эксперты, которые специализируются на разработках в области искусственного интеллекта, или же инвестируют в эту сферу, разочарованы темпами развития этого сектора. Они говорят, вообще-то мы думали, что к этому времени у нас уже появятся летающие машины. В чем же преграды для развития? Думаю, главная причина в том, что мы плохо понимаем саму человеческую природу. Чтобы создать очень способного и умного робота, который сможет делать работу вместо нас, нам нужно понимать, как мы сами функционируем. Мы до сих пор мало что знаем о том, как люди думают, как мы можем двигать руками. Тайн и загадок все еще очень много, и именно поэтому так сложно создать робота, который будет умнее человека. Или таким же умным, как человек, даже приблизительно. Но я часто слышала, что все, что может делать человек, может делать и машина, причем делать это даже лучше. Наверное, когда это время наступит, мы подумаем, ого, что же мы создали? Эти роботы во всем справляются лучше меня. Думают быстрее, действуют быстрее, анализируют быстрее. Так что же теперь остается мне? Так все-таки, не опасно ли это, создать робота, который намного умнее человека? Знаете, множество известных людей уже бьют тревогу, в том числе и Эллен Маск. Он говорит, вы не догадываетесь, с чем вы имеете дело, с роботами лучше не связываться, вы не хотите создать машину умнее вас самих. Что вы об этом думаете? Я с этим согласен. Это довольно страшно. Мы все слышали об Альфа Гоу. Он выиграл у самых известных во всем мире игроков в настольную игру Гоу. Еще пару лет назад об этом никто не мог бы и подумать. Во всех книгах я читал, что компьютер может победить человека в шахматах, но никогда не возьмет верх в Гоу, потому что это очень сложная игра, и с такими комплексными вычислениями справится только человек. Теперь же вы видите, что компьютер и здесь намного превзошел человека. И разница уже огромна. Самого сильного игрока уделали как цыпленка, легко скинули с пьедестала. Большая разница, да. Задам такой вопрос. Многие уже сейчас стали использовать сервисных роботов в качестве помощников по дому. Стоит ли это поощрять и продвигать? Все-таки недостатков рабочей силы в Китае нет, и многим людям трудно найти работу. Думаю, на это можно посмотреть под другим углом. Население Китая больше не растет так быстро, как раньше. В будущем оно точно начнет сокращаться, и у нас возникнет такая же ситуация, как в Японии или Республике Корея. Показатели рождаемости у нас сейчас низкие, и из-за этого дефицит рабочей силы все-таки возникнет. Это первая причина. Вторая в том, что молодежь сейчас не хочет работать помощниками по дому, она хочет сидеть в офисах. Но и такие должности скоро могут заменить роботы. Возникнет массовая безработица, людей просто вытеснет с рынка труда. Возможно, вы правы, но тогда на рынке выживут только те, кто работает в сфере робототехники, кто создает этих роботов. Или люди, которые продают свою харизму, как я. Шутка. В общем, посмотрим. Я и сама не уверена. Может быть, роботы будут выполнять и мою работу. Спасибо, Гаусин. И теперь небольшой перерыв, после которого мы выясним, как сервисные роботы меняют индустрию развлечений. Интересно. Не переключайтесь. И вновь добро пожаловать. Теперь давайте выясним, как сервисные роботы становятся суперзвездами на концертах и развлекательных шоу. Трансляция новогоднего гала-концерта на телеканале Ихуна Антиви превратила НК-01, робота, созданного компанией FutureWise, в настоящую интернет-звезду. НК-01 выступил вместе с группой TF Boys и покорил миллионы человек. Не так давно компания-разработчик представила усовершенствованную модель НК-01. X-X-21 относится к модельной линейке, которую мы планировали запустить с самых первых дней существования компании. Но для создания техники такого уровня нам нужны были ресурсы, поэтому сначала мы решили создать себе репутацию с моделью НК-01. Сейчас в мире существует всего три похожих робота, и один из них — наши разработки. Мы хотим задействовать его в сфере развлечений, чтобы как можно больше людей узнали, каково это — находиться внутри меха-трансформера и управлять им. Компания FutureWise не просто производит больших управляемых человеком роботов, но и создает целую игровую вселенную со своими легендами, событиями и персонажами, совсем как «Звездный путь» или «Звездные войны». Наша компания так или иначе работает с научной фантастикой. Наша цель — создать целую игровую вселенную для мехов-трансформеров, китайскую версию «Звездных войн». Мы стремимся объединить культурную составляющую с технологической. Большие роботы — это продукт не для розничных продаж. Обычно их используют в развлекательной сфере. К примеру, мы видим, что в разных странах мира, в том числе и США, все чаще организуют состязания робототехники. Мы надеемся, что сможем организовать их и в нашей стране, воплотить в реальности схватки, которые мы видели, например, в фильме «Живая сталь». У компании FutureWise есть уникальные планы развития во всем, что касается развлекательных мероприятий с использованием больших управляемых роботов. В то же время, Кэмбот, еще одна компания-производитель умных машин, нацелена не на развлечения, а на практическую пользу. В 2015 году мы выпустили Ю-Ю, робота-гуманоида, который способен повысить качество услуг и уровень обслуживания клиентов в различных бизнес-сценариях. К примеру, он может рекламировать какой-либо товар, подсказывать нужный отдел в супермаркетах, работать экскурсоводом в музеях и даже продавать машины в автосалонах. Ю-Ю умеет разговаривать, способен распознавать лица и таким образом знать, с кем именно он общается. Он также может имитировать действия, жесты и мимику человека, так что он довольно экспрессивен. Наш робот снабжен системой навигации и может самостоятельно преодолевать или избегать преграды. Благодаря этому он может перемещаться по большим помещениям. Это значит, что его можно использовать в офисах или шоурумах, чтобы встречать и провожать посетителей. Многофункциональный сервисный робот Ю-Ю настолько полюбился публике, что компания решила начать массовое производство. Так Ю-Ю стал вторым в мире прототипом робота, который дошел до стадии конвейера. Первый прототип, вышедший вчераш, создали японские ученые. Как бы то ни было, небольшая, но опытная в своем деле компания Кенбот смогла создать перспективную бизнес-модель. Мы получаем прибыль с трех направлений. Во-первых, это массовое производство сервисных роботов для использования в коммерческих целях. Сюда я отношу и умные машины для домашних дел и небольших роботов с развлекательными функциями. Второе направление — это создание техники по заказу. Некоторые крупные заказчики хотят, чтобы мы создали и настроили роботов по их требованиям. Например, это робот Ван Зай для компании Согол. Третий источник дохода — это лизинг, то, что мы называем аренда робототехники. Например, владельцы торгового центра могут взять у нас в лизинг сервисных роботов, а потом сдать их в субаренду своим арендаторам. Так наши умные машины могут использоваться в качестве зазывал и промоутера в период распродаж, помогать магазинам и торговым маркам рекламировать себя в праздники. Гаусин, мы только что говорили о том, что в будущем на рынке труда возможно останутся только те люди, которые управляют роботами или их создают, а также специалисты, которые продают свою харизму, сами себя, как бренд. Что вы думаете о перспективах использования роботов в развлекательной сфере? Я имею в виду не роботов для, так сказать, спальных комнат, а о машинах, которые заменят звезд. Что вы думаете? Думаю, даже если это случится, это будет последняя стадия развития робототехники. Прежде всего, потому что мы до сих пор полностью не понимаем, что именно способно развлечь человека. Возьмем музыкальные инструменты. Например, фортепиано. У нас уже давно есть их электрические аналоги, но люди все равно предпочитают классическое фортепиано. Как бы много оно ни стоило. Причем в продаже есть очень дорогие и функциональные электрические фортепиано. Но это не меняет дело. Выходит, какая-то разница все же есть. Развлечения предполагают что-то неожиданное. Роботов и компьютеров необходимо программировать. Но как вы можете написать для них программу, которая вас удивит чем-то неожиданным? Да, но кто знает, может, в будущем роботы все-таки превзойдут человека. В конце концов, уже совсем скоро могут появиться машины, которые будут разговаривать, преподавать английский или учить детей каким-то навыкам. Возможно, будущим поколениям уже не будут важны все эти человеческие связи. Давайте поговорим о существующих моделях роботов. Что вы думаете, это скорее игрушки или нет? Модели, которые я видел, пока лишь игрушки. Мне довелось познакомиться с некоторыми моделями, и мне показалось, что их можно назвать большими айпадами, которые могут перемещаться. Они двигаются, но не могут делать это свободно. Им нужна или колея, или совсем маленькое помещение. К тому же, они понимают совсем небольшой набор слов. Поэтому я думаю, что до появления полнофункциональных роботов нам еще далеко. Знаете, что по-настоящему страшно? Это когда роботы начнут задавать себе вопрос о смысле своего существования. Спрашивать, кто я, почему я здесь, в чем моя задача. Это именно то, что отличает людей от животных. И когда роботы начнут так делать и так думать, это будет довольно страшный день. Впрочем, давайте лучше поговорим о самых продвинутых роботах в мире. Атлас сейчас считается наиболее совершенным. Это робот-гуманоид, созданный компанией Google. Они удивили весь мир, когда показали, что их робот может встать после того, как его уложили на пол. Расскажите нам, почему это так необычно? Это очень большой шаг вперед. Сбейте его с ног, он упадет и сам встанет. Раньше роботы еле двигались. Их движения были стеснены и ограничены. Но атлас может передвигаться, как живое существо. Он гибче, и его движения более плавные. Очень гибкие, да. Это значит, что разработчикам удалось понять, как именно двигаются люди и животные. Это намного сложнее, чем может показаться. Если вас собьют с ног, вы не будете думать, «Так, сейчас мне нужно подняться». Все это происходит очень естественно. Вы встанете, даже не размышляя об этом. Специалисты Google провели свои исследования, выяснили, как человек или, к примеру, собака будут действовать в подобной ситуации и создали робота, который ведет себя абсолютно так же. Это фантастика. Ого! Китай еще не достиг такого уровня. Давайте обсудим еще одну вещь, которая меня тревожит и мне совсем не нравится. Это так называемые роботы-журналисты, роботы-ведущие, которые могут разговаривать с гостями. Сейчас даже Siri или боты в соцсетях могут поддержать какой-то диалог. Что вы думаете об этом? Вы бы предпочли слушать новости, которые читает человек? Предпочли бы включить телевизор и увидеть там знакомое лицо? Или же вы не против того, чтобы этим занимались роботы? Сейчас это искусственный интеллект, который может писать новости, или же роботы-аналитики, которые уже работают в моей сфере деятельности. Они могут составлять отчеты о динамике акций и других ценных бумаг. Фирмы, которые этим занимаются, привлекают большие инвестиции. Наши должности в опасности? Возможно, но когда я читаю составленные машинами доклады, мне они, если честно, кажутся ужасно скучными. Обычно это что-то вроде акций такой-то компании, сегодня выросли на 10%. Такие статьи всегда основаны на сухих фактах. У машин нет своего мнения. Они пресные. И если вы просто случайно увидели такую статью или заметку, вам она может показаться обычной. Но если вам нужна действительно важная информация или точка зрения автора, вы ничего подобного там не найдете. Когда я веду программу, я стараюсь быть яркой, забавной. Роботы на такое не способны, так что не забирайте у меня работу. У них нет мнения. Точно, у них нет мнения. Хорошо, спасибо, Гаусин. Теперь настало время для еще одного перерыва, после которого мы выясним, как роботы меняют нашу повседневную жизнь в других аспектах. И вновь добро пожаловать. Роботы могут не только выполнять работу по дому и выступать со сцены, но и помогать нам в школах, больницах и даже в уходе за пожилыми людьми. Давайте посмотрим. В Китае индустрия сервисных роботов развивается сразу по нескольким направлениям. Домашние помощники, здравоохранение и физическая реабилитация, скорая помощь и работа с последствиями стихийных бедствий, энергетика, национальная безопасность, научные и исследовательские проекты. Прогресс очевиден во всех этих сферах. Главная цель – выйти на серийное производство профессиональных сервисных роботов, а также вывести на массовый рынок умные машины для дома. Роботы теперь используются в самых разных сценариях, и главными векторами развития индустрии стали коммерческое производство и изготовление умных машин по индивидуальным заказам. Роботов изготавливают, чтобы они подменяли человека при выполнении определенных задач. Поэтому подлинная ценность роботов проявляется только в том случае, если они действительно способны справляться с предусмотренным функционалом. Применение умных машин в различных сценариях предусматривает их многозадачность, этого же требует и рынок. Производителям необходимо гарантировать, что их продукт отвечает предъявленным требованиям и может хорошо справиться со своей работой. Самое важное направление развития робототехники сейчас – это реализация заранее прописанных сценариев. Развитие технологий искусственного интеллекта и так называемого интернета вещей позволит сделать обычную технику умнее с помощью аппаратных и программных средств. В будущем сервисные роботы будут иметь все больше функций и применяться в самых разнообразных ситуациях. Они могут выступать единым центром экосистемы интернета вещей, то есть вместо владельца контролировать бытовые и электронные приборы, которые подключены к глобальной сети. Поэтому рыночный потенциал сервисных роботов огромен. Правительство также придает большое значение развитию сервисных роботов, или точнее, искусственного интеллекта в целом. Чтобы ускорить прогресс в этом направлении, чиновники предлагают различные льготы и стимулирующие программы. Это увеличивает рыночный спрос. У нас есть важное преимущество – технологический потенциал. Хотя Китай может и отстает по уровню технологий и темпам их внедрения, мы все же добились успехов во всем, что касается производства и практического применения. Сервисных роботов ждет большое будущее. Сейчас это совсем не массовый популярный продукт, поэтому потенциал развития огромен. В докладе о развитии робототехники в Китае в 2017 году, подготовленном Китайским институтом электроники, отмечается, что в 2016 объем рынка сервисных роботов КНР превысил миллиард долларов. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы он будет расти на 30%, что намного выше среднемировых темпов роста этой отрасли. Точно так же, как это произошло с интернетом и смартфонами, роботы различных типов и функционалов станут частью нашей повседневной жизни. В какой-то степени они определяют наш будущий образ жизни, как это сейчас делает глобальная сеть. В том же докладе о развитии робототехники в Китае отмечается, что к 2020 году начнется быстрое развитие специализированных умных машин, будь то автоматические парковщики или ассистенты в супермаркетах. В результате объем рынка сервисных роботов в Китае вплотную приблизится к отметке в 3 миллиарда долларов. Сейчас сервисные роботы делают первые шаги на пути к массовому рынку. Большая их часть — это всего лишь прототипы, созданные в экспериментальных целях. Но общество меняется. Например, пожилых людей становится все больше, стоимость труда растет. Из-за этого спрос на роботов будет только увеличиваться, тем более, что мы постоянно совершенствуем технологии и снижаем цены. Чем быстрее стареет общество, и чем стремительнее растет спрос на качественные медицинские и образовательные услуги, тем внушительнее рыночный потенциал сервисных роботов в Китае. Новые технологии, такие как большие данные, машинное обучение и облачные вычисления, позволяют существенно расширить возможности умных машин, наделить их навыками выполнения сложных узкоспециализированных задач. По всем прогнозам, сервисных роботов с каждым годом будет становиться все больше, и именно они могут стать главным направлением для роста всей индустрии робототехники. Итак, Гаусин, что вы думаете о перспективах использования роботов в образовании, здравоохранении, особенно в уходе за пожилыми людьми? Думаю, на нынешнем этапе развития они не могут полностью заменить человека в этих сферах. Может быть, способны как-то помочь в решении отдельных задач. К примеру, в образовании специально запрограммированные роботы могут помочь детям в изучении английского, но учитель там все равно нужен. В уходе за пожилыми роботы могут напомнить, когда принимать лекарства, какую именно таблетку нужно выпить, замерить, например, давление или температуру. Но в экстренных ситуациях все равно потребуется помощь людей. Во многих странах, к примеру, в Японии и в Сингапуре население стремительно стареет. Пожилых там очень много. Как сервисные роботы меняют ситуацию в этих странах? Ведь у них есть этические и социальные обязанности в том, что касается создания таких роботов, чтобы позаботиться о пожилых. Это особенно справедливо для Японии. В структуре населения там очень большая доля пожилых людей, а темпы рождаемости остаются крайне низкими. У них попросту нет достаточно молодежи, чтобы позаботиться о стариках. Именно поэтому они тратят так много времени и денег на создание таких роботов. Я видел конкретные примеры. В некоторых центрах для пожилых там уже сейчас есть роботы, которые могут принести обед или лекарства пациентам, к которым они прикреплены. Есть и роботы, которые способны звонить детям, если с их родителями приключилась беда. Основные функции уже выполняют машины. Получается, что в некоторых странах потребность в таких роботах огромна. Вы рекомендовали бы инвестировать в эту сферу? Думаю, пока еще рано вкладываться в компании, которые создают подобных роботов. Они своего рода первооткрыватели. Им нужны большие инвестиции, хотя риск огромен. Но есть и другие компании, занимающиеся производством комплектующих для робототехники. Спрос на их продукцию в краткосрочной перспективе будет довольно большим. Например, это сенсоры. Они нужны всем роботам. Это датчики света, звука или температуры. Своего рода аналоги глаз и ушей человека. Все компании, которые занимаются их производством, не останутся в накладе. Очень интересно. Большое спасибо за ваши комментарии, Гаосин. Спасибо, что пригласили. Создатели сервисных роботов подчеркивают, что они производятся для того, чтобы жить вместе с человеком, а не служить ему. Но кто знает, может быть, они, как и домашние животные, могут стать нашими лучшими друзьями. И на этом мы заканчиваем наш выпуск программы «Путь к успеху». Большое спасибо, что были с нами. Увидимся в то же время на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 «Этот дым? Это не самый большой дым, но можно положить вниз. Пластмассовую бутылку? Пластмассовую бутылку? Пластмассовую бутылку? Или что? Всё попробуем, посмотрим, что даёт больше дыма будущего дыма. Да? Будь на побольше дыма? Да. Давайте пробовать здесь! Надо отойти от ветра, а то дым будет ядовитый. Но это сгорит и дым уйдёт. Потому что сейчас к траве к 기대mnят inteiro воды. от влаги пойдет дым. Но дым будет небольшой. Ванькуй, давай попробуем. Не стой на ветру. Сильный запах, очень сильный. Главное, что трава еще не загорелась. Надо подождать. Недостаточно черный. Цвет дыма кажется очень светлый. Может так сделаем? От пенопласта много пыли. Давайте положим пенопласт под траву. Возьми палку и повороши, потом положим пенопласт вниз. Давай. Так. Даже запах изменился. Дым черный повалил. Смотрите. Пенопласта много и цвет изменился. Думаю, если сверху накрыть мокрой травой, то будет долго гореть. Мы немного задыхаемся. Но ветер слишком сильный. Дым не идет вверх. В этот раз наши ведущие бросили в костер несколько кусков пенопласта. И сразу же пошел желтый и серый дым. Появился очень резкий запах. Джен Ванькуй бросил в костер свежую траву, и дым стал еще сильнее. Как видно, из пенопласта и свежей травы можно сделать сигнальный огонь. Наши ведущие собрали еще пенопласта и положили рядом с костром, чтобы можно было в любой момент дать сигнал о спасении. Далеко уплывшая рыболовецкая лодка не заметила их на безлюдном острове. Но, возможно, следующая лодка увидит их сигнальный огонь. Ваннань, почему еще нет костра? Не получается. Давай я, а? Эй, что с тобой? Что случилось? Че с тобой? Немного кружится голова. У него температура. Давай его поднимем. Опирайся. Дай я посмотрю. Опирайся. Дай я посмотрю рану. Не двигайся. А, боже! Не двигайся. Подожди. У тебя температура? Жар? Ванзин, у него жар. Я пойду ему воды наберу попить. За день выпарилось совсем немного воды. Но сегодня плохая погода. За утро совсем чуть-чуть. Мне тоже хочется пить, но нельзя. Оставим это вонькую. На следующий день на необитаемом острове Ваннань сделал из двух дождевиков установку для выпаривания воды. При солнце установка за счет солнечной энергии выпаривала из водорослей питьевую воду. Но из-за примитивных условий в этой воде вполне могут быть бактерии. Воду нужно вскипятить, а только потом пить. Так будет безопаснее. Но как же кипятить воду без специальной емкости? Что ты хочешь делать? Нельзя. Испортится от нагрева. Ты хочешь нагреть горячей воды, да? Да. Не получится. Все равно надо что-то придумать. Не дай огню погаснуть. Ни в коем случае. Ваннань взял ведерко из мягкой пластмассы, привязанной к плоту, и хотел сварить в нем воды. Но пластмасса может расплавиться в огне, поэтому воду в ней греть нельзя. Что же хочет сделать Ваннань? Осторожно. Что ты делаешь? Нагреваю. Я слышу. Потрескивание, да? Да. Вода вскипела. Не торопись. Это горячая вода. Можно дать ему попить. А дальше? Дай ему попить, ничего страшного. Дать ему эту воду? Давай, давай, давай. Ты хочешь его отравить? Да ничего страшного, не волнуйся. Нет, как это пить? Такая грязь. Давай, Ванькуй, пей. Там один уголь. Мы только что подогрели. Давай, давай, Ванькуй, выпей глоток горячего, выпей. Горячо. Очень горячо. Нет, как такое пить? Тут одна грязь. Это можно пить, можно. Боже мой. Давай скорее, пей. Эту воду можно пить? Он в таком состоянии, А ты ему такую воду даешь. Это можно пить, скорее пей. Ты зачем вылила-то? Очень грязная, эту воду нельзя пить. Если ему пить нельзя, то мы ему могли бы выпить. Это прекрасная вода, дерево, растительная зола, ты понимаешь? Что за растительная зола? Что ты там грел только что? Ее можно пить. Ты вот так нагрел и дал ему. Нельзя, нельзя пить. Я тебе говорю, это растительная зола. Лучше уж было выпить холодную. А если там отрава? Невозможно сниматься. Съемочная группа, все, мы закончили. Мы признаем провал. Сил больше никаких нету. Видя, что Джен Вань Куй становится все хуже, Ван Нань, переживая за его здоровье, был вынужден попросить помощи у съемочной группы. Джен Вань Куй вышел из эксперимента на выживание. Сотрудники сразу же связались с рыболовецким судном, чтобы его быстрее доставили в больницу. Что будем делать? Давай так. Давай посмотрим, что у нас еще есть. Так. Одна банка. Так как на острове нужно прожить еще два дня, Ван Зин и Ван Нань еще раз просмотрели все предметы. Кроме ножей и медицинских препаратов у них осталась лишь одежда. Из-за паспорной погоды морская вода была очень холодная. В такой ситуации они не хотели рисковать и простужаться, поэтому не стали заходить в воду в поисках съестного. В настоящее время нужно было придумать, как снова разжечь костер. Они столкнулись с самым трудным моментом выживания на острове. Очень холодно. Даже если бы Вань Куй был здесь, он бы тоже не пошел в воду. Что же делать? У тебя там есть колготки, да? Дай посмотреть. У меня осталась одна пара. Зачем тебе? Дай посмотреть. Тут до смерти недалеко, а ты за колготки волнуешься. Ладно, неважно. У меня тут есть проволока. Сделай одну вещь. Я пойду соберу хворост. Хорошо. Нам все равно нужно разжечь огонь. Очень холодно. Давай, давай, идей. Морской ветер все продувает. В ловушке будет одно отверстие. Креветка залезет, но не сможет выйти. Морской ветер все продувает. О, здорово. Здесь одно отверстие. Креветка отсюда заходит, через это маленькое отверстие, но не может выйти. Ван Нань разрезал бутылку из-под минеральной воды на две части и использовал конусообразную часть в качестве отверстия для ловушки. Широкую часть поставил наружу, маленькую внутрь. Так креветки и крабы могут залезть через широкое отверстие. А найти маленькое отверстие, выбраться им будет уже непросто. За полчаса они сделали четыре таких ловушки, и теперь можно спокойно ловить креветок. Но ведь креветки тоже не глупые. Как их заставить залезть? Без проблем, слушай меня. Бери и идем. Будем подбирать мертвую рыбу и крабов. Качестве наживки? Да, да, возьми эту веревку. Идем. Ван Зин, иди сюда. Будем собирать. О, на рифе. Да, сварилась. Все высохло. Но это можно использовать. А мы не можем это есть? Не, не можем. Она же протухла. Давай я ее порежу. Держи. Ну и вонь. А-а-а! Ну хватит тебе. Мертвого краба сделай сама, а я доделаю ловушку. Ну и вонь, а! Сырые креветки есть нельзя, да? Да. Ладно, надеюсь, получится. Пойдем. Ван Нань связал четыре ловушки веревкой и бросил их в воду за рифы. Как ты привяжешь? Длины не хватает. Ты посмотри, а я привяжу к длинному камню. Наши герои стали ждать ароматных вареных креветок. Только что Ван Нань набрал в пакет морской воды и попросил Ван Зин помочь ему выдавить из пакета воздух. Что же он собирается сделать? Ты будешь разжигать огонь водой? Да. Если мы сегодня поймаем рыбу, нам снова придется есть сырое. Оказывается, Ван Нань сделал из пакета и морской воды выпуклую линзу. Как известно, она может собрать солнечный свет в одной точке. Энергия в этой точке очень большая и может с легкостью зажечь бумагу. Но выпуклая линза Ван Наня сделана из морской воды. Сможет ли она снова разжечь костер? Держи, вот это. Как только будет огонь, ты ее сразу же подкладывай. Дай мне перчатки. Клади ее сверху. Хорошо. Как только появится огонь, сразу же клади. Я помогу тебе прижать. Лучше будь наготове. Появилось. Как блестит. Эта ватная палочка слишком белая. Намашь немного угля. Не торопись, не торопись. Ван Нань сидел без движения, чтобы точка концентрации солнечного света отражалась на ватную палочку. Прошло пять минут. Ван Нань от усталости покрылся потом. Но спиртовая ватная палочка как будто и не собиралась загораться. Получилось, получилось. Загорелась, а где трава-то? Ну, давай, скорее. Дуй. Получилось, получилось. Получилось, получилось. Вандин, скорее готовь хворост. Хорошо, хорошо. Маленькую ветку, да? Получилось, получилось. Скорей. Не торопись, не торопись. Пусть она пока разгорится. Раскрой ее. Не торопись. Ван Нань и Ван Зин в спешке разожгли костер. Уставший Ван Нань наконец спокойно вздохнул. Больше нельзя дать огню потухнуть. Не надо, по одной клади. Загорелась. Ван Зин, ты посреди за огнем, а я пока пойду посмотрю, что там с ловушками. Наверное, уже есть добыча. Только хорошо смотри. Иди. Одни ракушки. А это вообще пустая. Здесь тоже ничего нет. А здесь большая дырка. Полный надежд поймать креветки, Ван Нань разочаровался. В четырех ловушках, кроме мертвой рыбы и мелких ракушек, размером с ноготь, ничего не было. Ван Зин в спешке. Ван Нань хочет посредством выпаривания морской воды быстро получить пресную воду. Он собирается воткнуть высохшие ветки по обе стороны от костра, а над костром положить кусок дерева. Повесить один конец дождевика на дерево, а другой конец положить на землю рядом с костром, так, чтобы дождевик свисал над костром наискосок. Потом повесить консервную банку с морской водой над костром, довести ее до кипения, чтобы пар собрался на дождевике и скатывался по нему вниз. И таким образом получить пресную воду. Осторожно! Отпусти эту руку. Да, хорошо. Ну и вонь. В такой ситуации нельзя использовать открытый огонь, иначе в дождевике прожжется дырка. Ух ты! Появился пар, подожди. И правда есть. Подожди, Ван Зин, смотри. Потекла, потекла, есть! Здорово, здорово! Похоже, получается. Смотри, там внутри немного. Да, да, да. Видишь сбоку? Есть, есть! Есть, да? Есть, есть. Можно пить? Можно, от жажды не умрем. Попробуй. Да. А где стакан? Эй, воду-то не трать. Так, где она? Давай, скорее ставь назад. Нельзя, чтобы вода просто так утекала. Вечером третьего дня на необитаемом острове Ван Нани, Ван Зин, наконец, попробовали пресную воду. Хотя от голода у них была слабость, теперь у них появился костер и пресная вода, и они смогут пить и не замерзнут. Видно, сегодня опять придется лечь спать голодными. Ван Зин, Ван Зин! Смотри, рыба! И правда! Пойдем, возьмем ее! Так, стоп, ты иди оттуда. Заходи оттуда. Куда идти? Куда? Иди с наружной стороны. Иди и прикрой с той стороны, чтобы она не ушла вглубь. Быстрее. А, она уплыла! Скорее! Нет, иди, в расщелье не сидит она. О, этот камень такой скользкий. Осторожно! Осторожно, аккуратнее. Куда она делась? Здесь. Не дай ей уйти. Она уплыла, уплыла. Подожди, не дай ей уйти. Втыкай палку, быстрее. Не уплывай! Не уплывай! Уплыла! Вот там! Ладно, давай я попробую. Ее уже нет. Как ловить-то? Нет, нет, здесь. Здесь. Мы с таким трудом заметили рыбу. Если бы ты ее в воде задержала, мы бы ее с двух сторон ударили и поймали. Так ты бы взял и поймал ее. Сейчас уже в воду идти бесполезно. Как же я могу задержать ее? Ну все! Не уходи! Я ведь не специально. Не поймали. Здесь очень суровая среда. Я не ожидала, что рыба уплывет. Ну что делать? Ваннань и Ванзин провели на острове уже 4 дня. На второй день вечером они поели несколько кусочков крабьего мяса. После этого так ничего и не ели. Из-за голода Ваннань стал разражительным. Рыба не может сидеть в таком мелководье, понимаешь? Надо подумать, что сделать. Будешь меня слушать? Угу. Иди собери мне леску и пенопласт. А я пока подумаю. Хорошо, хорошо. Первый день я нашел два крючка, но этого не хватит. Чтобы поймать рыбу в море без удочки и лодки, остается только плавучая платформа. Мне нужна пружина от шариковой ручки, чтобы сделать несколько крючков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ничего, нужно немного воды. И я стащу ее в море. Давай, давай, давай. Садись. А я буду тебя тащить. А камень не испортит? Нет. Это положи сюда, а я постараюсь вывести тебя в глубину. Хорошо, хорошо. Еще глубже. А если еще глубже, хватит? Хватит, и я тоже подальше зайду. И ты глубже уходи. Давай здесь. Давай, закладывай. Во второй половине четвертого дня Ван Нани Ван Зин сделали из пенопласта и палки плавучую платформу для ловли рыбы. Установив ее, они терпеливо прождали полчаса. Увидев, что солнце вот-вот сядет, эта платформа стала единственной надеждой раздобыть еду сегодня. Ван Зин, уже отлив начинается. Мы так долго прождали? Уже сил нет ждать. Пойдем посмотрим. Там могло что-то пойматься? Мне кажется, эта штука ненадежная. Ван Нани Ван Зин от голода стали очень слабыми. Им очень была нужна еда для восстановления сил. Удастся ли им наловить рыбу с помощью этой платформы? Есть! Есть! Смотри! Смотри, еще живая! И правда есть! Давай, давай, не торопись, не торопись, не торопись. Круто, круто! Не торопись. Давай скорее ее снимем. Нельзя, чтобы она слишком мучилась, иначе она будет невкусная. Ван Нань, ты такой крутой! Как тебе это удалось, а? Вань Куй, и то не смог поймать рыбу, а ты смог. Только маловато. Немного. При виде этой рыбки Ван Зин была так рада, что и двух слов не могла связать. Видно, сегодня вечером они наконец смогут поесть. Прости, но если ты не умрешь, нам придется умереть от голода. При виде жареной рыбы Ван Нань и Ван Зин временно забыли обо всех трудностях. Весь дискомфорт и раздраженность ушли на второй план. Они успешно продержались на безлюдном острове четыре дня. Еще один день, и к ним прибудут спасатели. А сегодня вечером надо хорошенько поспать. Эй, Ван Зин! Ван Зин, эй! Эй! Сюда! Сюда! Скорее зажигай пенопласт! Скорее, скорее зажигай! Зажигай! Зажигай, давай скорее! Ван Нань и Ван Зин внезапно обнаружили проплывающую рыбацкую лодку. В этот раз они разожгли ранее приготовленный сигнальный огонь. Скорее! Скорее! Он увидел нас! Он увидел нас! В этот раз высоко вздымающийся черный сигнальный дым успешно привлек внимание рыбака в лодке. И она тотчас же последовала в сторону острова. Вот уже пятый день заключенные на необитаемом острове Ван Нань и Ван Зин, благодаря подаче сигнала СОС, получили помощь от проплывающей мимо лодки. Скорее, спасите нас! Что это за остров? Почему тут нет рыбы? Тут обычно нет рыболовецких лодок. Тут обычно не бывает рыболовецких лодок. Скорее, затаскивайте меня! Помогите подняться! В этом выпуске Ван Нань, Ван Зин и Джен Вань Куй оказались на необитаемом острове и успешно прожили на нем пять дней. Ван Нань и Ван Зин при помощи морской воды и пакета сделали выпуклую линзу и разожгли неожиданно потухший костер. При помощи консервной банки и дождевика сделали простую установку для выпаривания морской воды и успешно получили пресную воду. Еще они сделали из пенопласта и деревянной палки плавучую платформу для ловли рыбы и добыли себе пропитание. В конце, с помощью сигнального дыма, они подали сигнал рыбаку и были спасены. Если вы попали на необитаемый остров, нельзя впадать в панику. Нужно объединить силы и бороться с различными трудностями. Помните, нужно твердо верить в спасение и собрать волю в кулак. Мудро используйте ресурсы острова и старайтесь продержаться до самого конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Но также город Юян славен своей Юянской башней. Это одно из самых знаменитых мест в городе Юян. Всей семье очень по душе местная культурная насыщенность и атмосфера древнего Китая. Особенно Анне, которая стала активно интересоваться китайской поэзией и восхищаться талантом древних авторов. Знаменитые строчки из поэма Юянской башни древнего поэта Фан Чоньяня, написанная здесь в Юяне. Они рассказывают об интеллектуалах древности, людях Ши, и рассказывают о том, что настоящих благородных людей невозможно найти во дворцах, но можно найти здесь, возле рек и озер. Родители частенько приходят сюда вместе с сыном, в эту обитель древней мудрости. Да, китайская культура совсем не похожа на западную, но для творческих людей этот конфликт может стать отличным источником вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Мы должны знать, что цвет не отличается. Но белые цветы. Мы должны знать, что цветы не отличаются. Я начну с условий, что институт действительно нам создал замечательные условия для работы здесь. Потому что решили сразу все бытовые проблемы. То есть это не касается квартиры и проживания. Безусловно, это очень хорошо. Но для моего супруга предоставили арт-студию. Очень хорошую. Вы были, вы видели, да? Для художника это практически самое главное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и к тому же, вот то, что вы видите вокруг, это мастерская моя. И когда у меня нет уроков, я работаю здесь, пишу картины, также активно выставляюсь. Потому что профессия учитель, она предполагает то, что ты все время будешь на острие своей профессии. То есть если ты что-то практически не делаешь, то ты деградируешь как профессионал. В этом году я уже сделал четыре выставки, вот это уже пятая выставка, она на нашем факультете. Мы пройдем туда и посмотрим, вот поэтому за этот год я сделал уже пять персональных выставок. Это было в Харбине, было в Янтай город, также это было в городе Далянь и в городе Юян. И вот сейчас на нашем факультете, в институте. Ну вот, собственно, это моя персональная выставка. Здесь можно видеть два стиля. Первый стиль, это, собственно, для нашего университета, для студентов. Это пейзажи натюрморты, которые мы должны делать по программе. Вот. Пленерные вещи какие-то. А второй, собственно, это вот мой творческий стиль. Вот то, что вы можете увидеть на этой картине. Картина называется «Фортуна». Она такая символистическая. Вот. Часть картин посвящена, ну такому, можно сказать, в юмористическом стиле, о людях, которых интересуют только деньги. Это такой сарказм. В своих картинах Владимир Ганин остро и иронично показывает разные аспекты современного общества. И каждая его работа полна символического смысла. Вот почему многие люди по достоинству оценили его уникальный стиль. У меня была выставка персональная в городе Пномпень, в Камбодже. И вот с этой выставки был эскиз вот к этой большой картине. Метровый эскиз. И он был приобретен нашим посольством и подарен королю Камбоджи. Также мои картины есть у Михаила Сергеевича Горбачева одна картина. Также есть еще в кабинете в рабочем у Медведева, нашего премьер-министра. Вот у Алексия Второго, патриарха нашей РПЦ. Сегодня вечером мы приглашаем гостей к нам. И нам нужно купить овощи. И мы зашли на типичный рынок, который находится рядом с нашим домом. И обычно мы сюда и ходим покупать овощи и фрукты. Поэтому мы здесь сейчас купим то, что нужно для нашего ужина. И морковь и другие овощи. Еще мы покупаем тут перец с морковью. Перец с морковью, да. Так, следующая кола. Здесь, в Кунане, все очень острое. Все любят не этот перец, все любят вот этот перец зеленый. Вот. Этот перец очень ржется. И поэтому, и поэтому, и поэтому, и поэтому, и поэтому, и поэтому, и поэтому красный перец лучше, чем зеленый перец. Ну, на самом деле, конечно, где-то половина овощей здесь, таких, которых у нас нет в России. Ну, например, вот это. Я даже не знаю, что это. Вот. Или, да, или, например, вот это. Я тоже не знаю, что вот это такое. Явно какой-то корень, но я не знаю, что это. Вот. Так же есть продукты, которые есть и у нас, естественно, картофель, капуста, бобовые, шампиньоны, молгут. Вот. Так. Голова, и все то, что всем шиклай. Ага. 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 Хорошо, молодец. Си-си! Ого! Можете... Наверное! Не хау! Си-си! Си-си! Ни-си-си! Ага! Ни-хау! Ни-хау! Хоммауши! Ни-хау! Ни-хау! Ни-хау-ни-хау! Это очень красиво. Очень здорово. Это народный фонгар. Это здравствуйте. Это очень красиво. Это очень красиво. Я не знаю, что это. Она не знает, что это. Возможно, вы в доме не знаете. В этой жизни, Лава, я чувствую себя очень юбор, очень фунч. В любом случае, я думаю, что в его身上 он уничтожил в Россию, в речи, в речи, в речи, в речи. Владимир пригласил гостей, чтобы отметить радостное событие. В мае 2015 года он, будучи русским специалистом в Китае, удостоился встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Это большая гордость для русского художника. Играет музыка. Играет музыка. Нет. Этот мясок в Китае с южными с южным в Китае. Ваула Ча, вы очень рады. У меня есть товарищи? Нет, нет. Он был в Ухан в Ухан. Я сейчас был в Ухан. У меня есть фонарь. В его жизни в долгих лет, в том, что он принял все будущее в Ухан. Он получил все в Ухан в Ухан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Китай, опять же, на фоне своего интенсивного развития, является для молодых специалистов, особенно для молодых, хорошим полем возможностей, хорошей стартовой площадкой для кого-то, возможность реализовать свой потенциал именно в этой стране, и здесь остаться, построить свою судьбу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 . Спасибо! premise guide Thank you. Wid glaze sanding Elizabeth passe Success 我跟马克 kita 是 ens央好的朋友 我不知道他心里有没有比我好好的 我反正认为他是我最好的朋友 то что мы здесь это достаточно достаточно закономерно потому что мы и мы пробовали найти что-то другое переехать какую-то другое место но на самом деле посмотрев и послушав тех наших знакомых которые будут в крупных городах мы поняли что именно именно здесь у нас такой небольшой такой коммунизм грубо говоря нас в принципе здесь все устраивает все эти 15 лет пока мы проживаем в китае для нас конечно самое главное что мы ощущаем себя на месте в своем месте как профессионалы и как граждане два года назад мой супруг стал почетным гражданином города юян это очень почетно это очень для нас это гордость конечно и конечно важно что вы здесь нужны не отпускает восток как короста нам шелковый путь вместо погоста завязан как шелковый шарф не вздохнуть не вырвать приросшего горло на роста не след на начало вернуть а а а а здравствуйте друзья это программа китайская кухня сегодня мы с мастером шиванчжу нам приготовим блюдо из рыбы и какое-то будет блюдо жареного вареную рыбу мясо рыбы чрезвычайно питательна и противодействует образованию злокачественных опухолей при приготовлении на пару рыба сохраняет питательность и приятный вкус нам понадобится рыба сабля а также соевый соус крахмал желто древесник куриные яйца и китайская водка при приготовлении этой рыбы которая традиционно называлась жареного вареная используется белый соус так как рыба имеет особый запах то мы приготовим красный соус он лучше подавляет запах лучше удалять запах поэтому сначала ее нужно обжарить а потом варить на пару да да во время поджарки ее нужно замочить понятно на самом деле в это блюдо не кладется желтый древесник главное здесь маринад из лука и имбиря но ее запах слишком резкий поэтому добавляем немного перца нальем немного кипятка еще немного каким образом и чем хорошо достаточно режем рыбу на не очень большие куски мастер ши жарим варим в чем преимущество использования этих двух техник во-первых это делает ее вкусной прожарка на масле делает ее мягкой и очень хрустящей да если просто варить на пару во первых она может быть не очень вкусно и во вторых останется запах сырой рыбы ах вот как перед поджаркой нужно приправить ее специями но на севере и на юге вкус разный например на юге рыбу не очищают да она щешуей люди говорят что такая рыба считается свежее на юге не жарят ее на масле просто тушат иногда можно просто варить на пару но во время хранения она окисляется покрывая желтым цветом посмотрите мы северяне чувствуем она плохо пахнет поэтому тушеную рыбу мы есть не можем поскольку присутствует процесс транспортировки да она не свежая так поэтому связи с изменениями в ингредиенте меняется способ приготовления дайте мне вон вон то что именно это да хорошо вот да хорошо сейчас будем мариновать в этом отличие между севером и югом да мы северяне от такой еды удовольствие не получаем поэтому используем способы приготовления чтобы отрегулировать вкус маловато воды с перцем нужно еще больше чуть дольше для маринада мы только что использовали горячую воду если взять теплую или холодную то будет сложно нельзя нельзя чувствуете аромат до желтодревесник можно вот так замачивать остальное нужно варить вот и древесник полезен да он сильно удаляет запах сырой рыбы вот так достаточно так теперь еще немного лука и имбиря обязательно нужно стукнуть чтобы вышел сок да смотрите это уберем да необходим сок имбирный сок до мастер шик каждый раз когда мы маринуем ингредиенты сколько нужно времени маринуем их 10 минут 10 минут до 10 минут хорошо добавляем немного водки для рыбы весом 500 граммов достаточно капнуть немного вот много не нужно немножко водка удаляет сильный запах сырой рыбы вот теперь мы имеем подогретую воду желтодревесником лук имбирь и немного водки да теперь пускай маринуется 10 минут все знают как макать рыбу в муку и делать яичный кляр для жарки без этого ничего не получится да да крахмала много не нужно разобьем одно яйцо одного достаточно мастер ши некоторые люди спрашивают почему именно яйцо если не добавлять яйцо то нанесенный крахмал не образует на рыбе тонкую пленку какова функция яйца почему оно необходимо для кляра до яйцо играет роль смягчителя то есть без яйца используемый крахмал размоченный воде образует пленку жесткую а нам это не подходит если температура низкая он клейки если высокая он твердеет снова затвердил верно яйцо играет роль смягчителя поэтому обязательно нужно использовать яйцо хорошо давайте обмакнем давайте этот процесс называя с обмакиванием да много не нужно слой должен быть тонким а если слишком много будет чересчур липким с плохим вкусом вот столько если не хотите погружать просто обмакните смотрите действительно образуется тонкий слой на отдельных местах его нет это ничего ничего потом яйцо обязательно обвернет ее верно готовя домом репродукты рыбу мы всегда сталкиваемся с такой проблемой как удалить запах сырой рыбы и готовить в частности когда мы готовим и жареные свиные ребрышки или жареное блюдо да готовя жареные свиные ребрышки необходимо их обмакивать в яйца с крахмалом и хлебных крошках верно будет суетливо да теперь маслом хорошо только что мастер ши уже разогрел сковороду здесь должна быть определенная температура так ведь масло много не нужно техника приготовления непростая в ресторане это блюдо очень дорогое почему потому что дорого стоит работа по приготовлению да раз продают дорого значит и прибыль большая соответственно жареные блюда должны быть самыми дешевыми жареный картофель тонкой соломкой дешевы видите мастер ши макает рыбу в яйцо умеренная температура масла характеризуется звуком который начинает исходить снизу да хорошо это говорит о том что температура подходящая рыба поджаривается перед варкой мастер ши а до какой степени и нужно прожарить до золотистого цвета когда она слегка надуется значит достаточно до появления цвета с обеих сторон да да я выключаю огонь используя оставшееся тепло чтобы не чересчур да да если огонь не выключил еду не достаем может всякое случится это означает что нужно особый контроль над уровнем огня хорошо обжарили с обеих сторон смотрите обе стороны одинаковые если цвет золотой значит достаточно вот эта рыба хорошо пожарена хорошо прожарена да хорошо после прожарки следующий шаг варка на пару для этого нам нужно рисовое вино мастер ши говорят что обязательно нужно ждать пока вода закипит да а почему сейчас нельзя положить нельзя нужно дождаться кипения а если не дождаться и бросить не сварится не то что не сварится разварится трудно контролировать время да верно немного сахара на большом огне ждем пока закипит вода кладем рыбу она варится на пару очень быстро так ведь до добавляем сахар чтобы избавиться от запаха сырой рыбы теперь посыпаем сверху так теперь берем молотый перец берем совсем совсем немного вот так немножко щепоточку чуть-чуть берем щепоткой до щепоткой посыпали поэтому вы не сказали 1 или 2 грамма сказали щепотка щепотку соли почему нельзя было бросить соль вначале она легко пережарилась вы бросили лишь лук имбирь воду с желтодревесником и немного водки после варки еще будут нужны другие специи после варки нужно просто полить соевым соусом влить немного масла и готова ясно этот соевый соус есть везде это рыба морская она сама по себе соленая да ее солить не нужно она же морская закипела хорошо ставим семь минут семь минут от пяти до семи минут от пяти до семи минут она уже наполовину готова да закипела поставили от пяти до семи минут в это время мы берем еще что-то да да нам еще нужно маслом да нарезаем зеленый лук потом все кладем сверху на рыбу должен быть аромат теперь имбирь зелено-красный перец не кладем да я только что хотела сказать что в ресторанах иногда для красоты добавляют зелено-красный перец это не только для красоты разве перец пахнет аромат знаете я всегда считала что это не играет особой роли помогает но самое важное лук и имбирь да я тоже считаю что зелено-красный перец лишь для красоты теперь немного кинзы кинза добавляют вкусу колорита да да после того как рыба будет готова кладем это сверху понюхайте чувствуете аромат кинза имбирь лук очень своеобразный аромат да как же мне описать это имбирь лук кинза мастер ши первое что мне пришло в голову под ними должна быть рыба но уже готовая рыба на пару должна быть очень вкусная рыба да сегодняшнюю рыбу можно же варить на пару если она свежая можно варить если свежая да как объяснил мастер ши поскольку купленная на севере рыба не самая свежая то мы ее немножко прожарили чтобы избавиться от запаха сырой рыбы если мы хотим готовить свежую рыбу то сейчас на севере ее можно купить на рынке морепродуктов там есть ее можно сразу варить а сварив добавить масло с чешуей с чешуей обязательно с чешуей ни в коем случае не очищать иначе масло испарится кроме того какие способы можно использовать для улучшения вкуса некоторые добавляют пиво и куриный жир хорошо время истекло хорошо можно снимать оказывается что рыба явно отличается да она разная совсем другая жареное сырое разве может быть одинаковым но почему после варки она стала больше она готова она сварилась хорошо вот вынимаем имбирь вынимаем имбирь хорошо это я могу готова очень вкусно прекрасно пахнет добавляем соевый соус немного а это кладем в центр вот затем нам нужно масло до для аромата зажигаем огонь немного масла немного чтобы лук имбирь и кинза выпустили аромат это масло обязательно нужно разогреть выше 190 градусов да можно полить или как говорится увлажнить так ведь если температура низкая то аромат не появится да при помощи горячего масла эти ингредиенты станут почти готовыми аромат появился благодаря маслу рыба готова вы говорили что также можно готовить и горбль да можно прожарить и варить но как же быть если мясо рыбы не плотная нужно заранее замариновать ее после чего белок сожмется и она станет тверже солью нужно посыпать до замариновать иначе трудно будет готовить можно готовить разные блюда с дольками чеснока например пампус и так далее это означает что только рыбу можно жарить и варить на пару можно также пампус а кроме рыбы можно тофу а я как раз подумала про тофу жареного вареная тофу обмакнули в кляре и поджариваем после поджарки варим затем поливаем маслом то есть таким же способом да таким же это очень своеобразный вкус пожалуй пора пошел дым вот ложка вот делаем вот так отлично жареного вареная рыба готова наша жареного вареная рыба готовится следующим образом заливаем желтодревесник горячей водой нарезаем рыбу затем помещаем ее в маринад из перца лука имбиря и водки на 10 минут размешиваем яйцо в пиале обмакиваем рыбу в крахмал затем в яйцо после чего прожариваем до золотистого цвета и вынимаем сверху на рыбу кладем имбирь посыпаем сахаром молотым перцем солью варим 7 минут затем поливаем соевым соусом посыпаем имбирем луком кинзой и поливаем маслом сегодня мы приготовили блюдо высокого уровня которое можно приготовить и дома это способ приготовления изысканного блюда по домашнему рецепту да сначала рыбу поджариваем после чего варим на пару как сказал мастер ши таким образом можно готовить и разные виды рыбы с дольками чеснока его можно жарить тоуфу да отлично и едим и учимся вкусная готовить не лень можно сказать что кукуруза это золотая пища она полезна для людей любого возраста особенно для детей а также является хорошим средством понижения давления у офисных работников сегодня мы научим вас готовить молочный суп со сладкой кукурузой нам понадобятся молоко сахарная кукуруза яйцо нарезанный лук и соль наливаем в кастрюлю горячую воду кладем кукурузу добавляем молоко соль и кипятим выливаем перемешанное яйцо и после закипания посыпаем луком кукуруза 2 а а а а а а а Редактор субтитров А.Семкин Майские праздники в Китае. За выходные жители страны поставили новый рекорд по объему внутреннего туризма. Хотел сказать этим миру или конкретным странам и как эти страны отреагировали. Об этом наш следующий материал. Что это летело, откуда и в каком количестве, непонятно. В Центральном телеграфном агентстве Кореи не сообщили. В том смысле, что да, ракеты, но какие из множества видов. Они были направлены в Японское море, но цель, по всей видимости, была в головах у политических партнеров, не спешащих делать ответные шаги на примерное поведение. Вот и в Республике Корея вроде бы шли-шли к некоторому ослаблению финансовых ограничений, но накануне новых учений соседа снова стали говорить жёстче. Логика предельно ясна. Санкции действуют из-за ядерной и ракетных программ КНТР. И поэтому должны быть какие-то зримые, конкретные и существенные действия Пиньяна, чтобы мировое сообщество согласилось что-нибудь изменить. Ядерная дипломатия на Корейском полуострове находится в подвешенном состоянии с тех пор, как президент США Дональд Трамп отверг то, что он назвал плохой сделкой на саммите с Кимченыном в Ханое. Недавно во Владивостоке глава КНТР обсуждал с Владимиром Путином возможность возродить шестисторонние переговоры. Штаты по-прежнему этого не хотят. Важно то, что КНТР сейчас жизненно необходимы деньги. Буквально в пятницу ООН опубликовала доклад, согласно которому Пхеньян сократил размер суточного продуктового пайка до самого низкого уровня в истории для этого времени года. Засухи, аномальная жара и наводнение стали причиной худшего за 10 лет урожая. По нашим оценкам, около 10,1 миллиона человек или почти 40% населения КНТР сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи. Дональд Трамп, желающий стать президентом США, который сможет договориться с КНТР, тем временем продолжает делать хорошую мину. Острой реакции на новые пуски от него не последовало. Как обычно в соцсетях, он заявил, что считает, Ким Чен Ын осознает огромный экономический потенциал своей страны и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить этому конец. Сделки быть. Ответ обратным эффектам президент Ирана Хасан Рухани озвучил в эфире гостелевидения меры противодействия американским санкциям. И похоже, несмотря на надежды США, прекращать торговать нефтью никто не намерен. Нам следует нарастить производительность и увеличить экспорт товаров, не связанных с нефтью. В то же время продолжать запасать нефтепродукты и сохранять их продажи. Мы окажем сопротивление заговору американцев против нашей нефтяной промышленности. По словам Рухани, в прошлом году объемы экспорта иранских товаров, не связанных с нефтью, составили 43 миллиарда долларов. Нужно торговать больше. Президент также считает, что Вашингтон нацелился на резервы Тегерана в иностранной валюте, а значит, нужно увеличить доходы в твердой валюте и сократить расходы. Напомню, это выступление стало реакцией на ужесточение антииранских санкций со стороны США. 3 мая ими уже пригрозили тем, кто будет помогать в расширении АЭС в Бушере. Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что не позволят Исламской Республике производить тяжелую воду выше существующих лимитов. Председатель иранского парламента Али Лариджани ответил, что его страна продолжит обогащать уран в соответствии с соглашением по ядерной программе. Тем временем Париж, Лондон, Берлин и Брюссель в совместном заявлении указали, что сохранят финансовые торговые каналы с Тегераном и призвали Пекин и Москву сделать то же самое. За минувшие сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено более 450 ракет. Об этом сообщили израильские военные. В связи с атакой Израиль полностью закрыл рыболовную зону у берегов сектора Газа и приостановил работу наземных погранпереходов. В ответ Израиль поразил 220 объектов на территории Газы, в том числе пусковые установки для ракет, командный центр палестинского движения «Хамас», а также склад оружия. Тем временем глава администрации Палестины Махмуд Аббас резко осудил удары Израиля и назвал их военным преступлением. Он призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинского народа. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате ударов израильских ВВС погибли мирные жители. Напомним, резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после месяца относительного затишья. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Он отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники хотят снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн. Они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить Венесуэлу с помощью предателей и заговорщиков. Ранее президент призвал боливарианский конгресс народов Венесуэлы провести специальную сессию, чтобы определить политический вектор развития. Напомним, 1 мая Мадуро заявил, что его правительство готово принять специальный план изменений для того, чтобы исправить допущенные ошибки. За день до этого оппозиция вновь сделала попытку госпереворота. Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в столице Венесуэлы рядом с военной базой Карлота. Оппозиционный лидер призвал жителей страны и армию завершить операцию «Свобода», цель которой — свержение главы государства Николаса Мадуро. В китайском Циндао завершились учения «Морское взаимодействие-2019». В последний день маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС «Нуак» провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям. Упражнения прошли в акватории Желтого моря. Согласно легенде, большой противолодочный корабль «Атмирал Трибуц» и эсминец «Чанчун» обнаружили неопознанное судно-нарушитель, в роли которого выступил танкер «Иркут». Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника. В ходе маневров было отрепетировано десантирование на корабль с воздуха и конвоирование судов-нарушителей. Морская часть китайско-российских военных учений стартовала в порту Циндао 1 мая. Цель – улучшение управления совместными действиями по обороне на море и противодействие угрозам безопасности. С обеих сторон в учениях были задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты. Достигнут высокий уровень взаимодействия между моряками российского флота и ВМС НААК. Для того, чтобы достигнуть более высокого уровня боеспособности наших флотов. То, что мы увидели на эсминцах Арбин и на других кораблях, показало высокую выучку китайских моряков, надо в дальнейшем развивать. То есть, учения нужно расширять, усложнять задачи. В Москве состоялась вторая репетиция парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовало 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц вооружений и военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и ракетные комплексы. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты войск московского гарнизона, учащиеся военных вузов, училища и кадетских корпусов. Руководил репетицией министр обороны России Сергей Шойгу. Посмотреть на прохождение войсковых подразделений собрались сотни зрителей. В тот же день тренировочные полеты над столицей провела авиация Воздушно-космических сил России. Напомним, первая репетиция парада победы прошла в Москве 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади намечена на утро 7 мая. В Фиджи завершилось 52-е годовое собрание Азиатского банка развития. Мероприятие собрало министров финансов, управляющих Центробанков и руководителей предприятий стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тема встречи в этом году – процветание через единство. Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе собрания заявил, что Азиатский банк развития должен выступать за равные и взаимовыгодные условия для всех участников внешнеэкономических отношений в регионе и стимулировать их развитие. Он призвал разработать несколько стратегий для помощи развивающимся государствам в зависимости от конкретной ситуации и ускорить реформу глобального управления. Министр приветствовал поддержку банкам программ регионального сотрудничества и развития их интеграции с китайской инициативой «Пояс и путь». Коллега Лю Куня из Монголии в ходе мероприятия назвал этот проект стимулом для укрепления отношений с соседями. Монголия рассматривает инициативу «Пояс и путь» как отличную возможность для развития. Исторически наша страна была частью Великого Шелкового Пути. Поэтому мы делаем все, чтобы установить новые связи с другими странами и извлечь все лучшее из этой возможности. В Китае завершились четырехдневные выходные в честь Дня труда. Для туристической инфраструктуры страны они оказались одними из самых загруженных в году. За первое число мая жители КНР совершили 195 миллионов внутренних поездок. Драйвером для турпотока служили не только достопримечательности, но и местная кухня разных провинций. С подробностями мои коллеги. В этом году майские праздники в Китае продлились не три, как обычно, а четыре дня. И это закономерно отразилось на показателях внутреннего турпотока. Число поездок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%. Доходы от туризма на 16%, превысив 17 миллиардов долларов. Железные дороги совершили 50 миллионов пассажирских перевозок. Авиалинии почти 7 миллионов. Одну только международную садоводческую выставку в Пекине за четыре дня посетило 320 тысяч человек. В Чунцине на юго-западе Китая спросом у туристов пользуются экстремальные виды спорта. Мне очень нравятся прыжки с парашютом. Я чувствую себя летящей в небе птицей. На объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на майские – настоящее столпотворение. Гору Тайшань на востоке Китая за четыре дня посетило 300 тысяч человек. В уезде Уюань на юго-востоке, который часто называют самым красивым уездом страны, приезжие наслаждаются сочетанием жилой архитектуры и природы. Здесь чувствительно красиво, как будто я гуляю среди моря цветов. Многие путешествуют в другие города ради гастрономических открытий. Одна из точек притяжения для гурманов – город Чунцин. Еда в Чунцине горячая и острая, она бодрит. В южнокитайском Шунде приветствуют сладкоежек. Город славится конфетами и десертами. Молочный крем здесь особенный. Пусть молока очень сильный и очень приятный. Статистика показывает, что все более популярными в Китае становятся семейные поездки. А это, в свою очередь, стимулирует и общий турпоток, и объем доходов в отрасли. Александр Дегтярев, CGTN. 4-5 мая в городе Наневе в шестой раз проходит фестиваль ледоколов. Торжественное открытие состоялось на набережной лейтенанта Шмидта. Для посещения доступен ледокол-музей «Красин» и действующие корабли «Капитан Сорокин», «Мудьюк», «Иван Крузенштерн» и «Санкт-Петербург». После окончания мероприятия они отправятся обратно на места своей службы. В программе фестиваля выставки, лекции, кино, мастер-классы, викторины и другие тематические развлечения. Праздник проводится ежегодно с целью популяризации отечественного ледокольного флота и судостроения, продвижения образа России как великой морской державы, а Санкт-Петербурга — морской столицы. Как отметил президент Владимир Путин, к 2035 году в стране будет не менее 13 тяжелых ледоколов для обеспечения плавного и безопасного судоходства в арктическом водным путям. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за событиями вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! 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 Тихо- anteкраномический союз! Но для выхода на международные рынки компании пришлось модифицировать автомобили. Сделали это также в Нинбо, в одном из научно-исследовательских центров, где расположены сотни лабораторий. Здесь машины проверяют на уровень шума, тестируют на специальной беговой дорожке, которая способна имитировать аж 337 видов поверхностей. И используют специальные антенны. Ими создают разные электромагнитные волны, которые могут повлиять на работу электроники. Для автомобилей, которые собираются в Белоруссии, наш научный центр разработал сразу несколько изменений. Во-первых, сделали подогрев лобового стекла, провели гальванизацию кузова, усилили пороги. И, конечно же, добавили подогрев в сиденья. Там бывает очень холодно. Ну и немного поковырялись в электронике. Теперь есть английский и русский языки. А ещё здесь постоянно разрабатывают что-то новое. У компании «Джили» уже 417 собственных патентов. Многие из них используются автопроизводителями по всему миру. И останавливаться здесь не намерены. Говорят, автомобили будущего появятся совсем скоро. Сейчас мы ведём сразу несколько разработок, которые могут изменить всю автомобильную отрасль. Например, установка в машинах связи 5G будет точно определять маршрут и обеспечит безопасность беспилотного вождения. Также мы разрабатываем новые двигатели на альтернативных источниках энергии. Думаю, что недалёк тот день, когда на машинах начнут летать. Комплектующие для автомобилей из Китая в Европу. Компания «Джили» отправляет через логистический терминал в Минго. Близость железнодорожного полотна и порта превратили его в один из самых ключевых объектов в строительстве современного шёлкового пути. За последние годы количество обрабатываемых грузов нашим терминалом увеличилось в тысячи раз. Например, если в 2009 мы отправили всего 1700 контейнеров, то в прошлом году их было уже 200 тысяч. Ожидаем, что в этом году их будет в два раза больше. При этом отправка идёт как морем, так и по железной дороге. По волнам груз дойдёт до Литвы и только потом сухопутным транспортом до Беларуси. И на это уйдёт 60 дней. Путь по железной дороге через терминал Алашанькоу и страны Центральной Азии займёт в три раза меньше. В Восточной Европе груз примут уже через 20 суток. Перегрузка, временное хранение, обработка и таможенная чистка. Железнодорожники Беларуси всё чаще встречают составы из Китая благодаря строительству современного шёлкового пути. Количество поездов удваивается с каждым годом. Только за последние 9 месяцев здесь приняли 170 тысяч контейнеров. Часть из них на этом терминале в Калядичах, куда теперь приходят по три гружённых поезда в неделю. Но это не наш предел. Производственные мощности станции позволяют ежесуточно обрабатывать по три контейнерных поезда. Не предел и для всей Республики Беларусь. Так говорят в руководстве местных железных дорог. Инициатива только набирает обороты и открывает новые возможности. Как для Китая это широкое окно в Европу, так и для Беларуси, которая теперь может на полную мощность использовать свой транзитный потенциал. Всё возрастающий поток, он увеличивает наши доходы. А это в свою очередь позволяет эти доходы использовать для модернизации нашей инфраструктуры, для закупки локомотивного и вагонного парков, его обновления, для использования инновационных технологий в перевозочном процессе, прежде всего в цифровых форматах. И способствует наращиванию объёмов перевозок, ну а также укреплению торгово-экономических связей Китая с Евросоюзом и Китаем с Беларусью. Говоря о развитии инфраструктуры, в первую очередь Александр Евсюк имеет в виду модернизацию сразу трёх пограничных терминалов, которая уже ведётся. В Бресте брусги и свизлочи запускают дополнительные краны и перегрузочное оборудование, увеличивая длину железнодорожного полотна. Все три пункта начнут принимать скоростные контейнерные поезда уже в следующем году. Тогда пропускная способность Республики Беларусь увеличится в два раза. И такие логистические перспективы будут выгодны как железнодорожникам, так и бизнесменам, которые нацелены не только на получение грузов из Китая, но и на отправку в Азию, где спрос на европейские товары только растёт. Выиграют и совместные китайско-белорусские предприятия, которые сейчас появляются в Республике. При этом сосредоточены они будут в одном месте. В самом большом индустриальном парке на современном шоковом пути в Великий Камень. По производственному корпусу, который за офисным зданием, на первом этаже и половина второго будет занимать белорусская компания Асамедика по выпуску изделий медицинского назначения. Эту небольшую экскурсию по территории руководитель администрации индустриального парка Александр Ярошенко проводит гостям из Испании. Им он рассказывает об уникальности и плюсах масштабного проекта. Потенциальные инвесторы узнают, что общая площадь составит почти 92 квадратных километра. И на них расположатся не только производство, но и жилые дома, школы, выставочные и торговые центры. Причем условия предлагаются беспрецедентные. Здесь не платят налоги на землю и недвижимость, на прибыль первые 10 лет и нет таможенных пошлин. Все это должно привлечь сюда как можно больше резидентов. Безусловно, этот парк рассматривается и китайскими нашими партнерами, Китайской Народной Республикой, руководством этой страны, как узловая платформа экономического пояса шелкового пути. Безусловно, этот парк нами, Республика Беларусь, рассматривается как парк, который привлекает сюда высокие технологии, инновации, дает возможность развиваться нашей экономике, развивая производство предприятия завтрашнего и послезавтрашнего дня. Сейчас у парка уже 19 резидентов. Помимо Китая и Беларуси, интерес к проекту проявили Австрия, Германия, Швеция, Румыния и даже Соединенные Штаты Америки. Все они строят здесь самые современные предприятия. Парк должен стать неким эко-городом, где будет сосредоточено инновационное производство с высоким экспортным потенциалом, в приоритете машиностроения, биотехнологии и производство электроники. Мы уверены, что по мере строительства парка количество резидентов будет расти. Сейчас сдана только первая очередь, а это в основном административные здания, склады и инфраструктура. Думаю, что через пять лет мы уже сможем принять около ста компаний, а все строительство мы планируем завершить через 20 лет. Тогда здесь будет создано 136 тысяч рабочих мест, так что это долгосрочный проект. Однако производственные площади уже осваиваются. Китайская компания «Синджу» заканчивает обустройство своего пилотного заграничного цеха. Скоро здесь будут собирать конденсаторные системы для электроавтобусов. Инновационная разработка китайского производителя позволит заряжать общественный транспорт всего за 10 секунд. При этом энергии хватит на 5 километров. Потенциальные покупатели на такое чудо 21 века уже есть. Пока наш потенциальный рынок — это Беларусь. Мы уже запустили здесь 21 автобус с нашей разработкой. Они себя отлично показали, и в этом году мы поставим еще 60 единиц общественного транспорта. А в 2019-м увеличим поставки до 200 экземпляров. Также сейчас ведутся переговоры с Россией. В Санкт-Петербурге тестируют нашу технологию. Если она хорошо себя дорекомендует, то у нас будет много клиентов. Также ведем переговоры с несколькими европейскими странами. Белорусскую партию своей продукции компания «Синджу» планирует выпустить уже в следующем году. Затем постепенно здесь запустятся другие производства. И такие темпы реализации строительства проекта поражают. Ведь первые резиденты здесь появились всего два года назад, когда еще строительную площадку посещали лидеры двух государств. В тот день Великий Камень назвали началом новой эпохи двухсторонних отношений. Оба совместных проекта, Белджи и Индустриальный парк, связали КНР и Республику. Беларусь так же, как пояс и путь, связал Азию с Европой. И именно в этом заключается основная цель китайской инициативы – стать трамплином для совместного развития. Передовая транспортная и торговая инфраструктуры, сводят продавцов и покупателей, инвесторов и бизнесменов со всего мира, невзирая на расстояния и границы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сервисные роботы все быстрее входят в нашу повседневную жизнь благодаря развитию технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и машинного обучения. Сегодня мы расскажем, как они могут помочь нам в быту, в развлечениях, в больницах и в уходе за пожилыми людьми. Здравствуйте, посетитель А-01. Вот ваш заказ. Это не сцена из фантастического фильма, а обычный эпизод работы одного из шанхайских ресторанов. За прием и доставку заказов, а также развлечения посетителей здесь отвечают сервисные роботы. В индустрии кейтеринга всегда был дефицит рабочего персонала, так что мы решили использовать роботов для обслуживания клиентов. Площадь нашего зала около тысячи квадратных метров. Обычному ресторану такого размера потребовалось бы по меньшей мере 15 официантов. Нам же достаточно всего пять машин. Это еще и хорошая реклама. К нам приходят и дети, и пожилые люди. Всем интересно посмотреть на роботов своими глазами. Благодаря прогрессу в промышленном производстве и в разработке технологий искусственного интеллекта, сервисные роботы больше не экзотика. Используют их не только в кейтеринге, но и почти во всех сферах. Еще совсем недавно умные машины были задействованы в речесборочных цехах и исследовательских центрах. Теперь же они стали частью повседневной жизни. Это не только эффективно, но и весело. Мы воплощаем науку в реальность. В прошлом мы могли предложить своим клиентам только виртуальный опыт. Сейчас же они могут управлять самыми настоящими мехами, то есть боевыми роботами, о которых мы так много читали в фантастических книгах. Любой человек может стать частью машины. Мы также выяснили, что в современной индустрии развлечений появляется большой спрос на хай-тек, то есть технологические развлечения. Судя по всему, границы между реальностью и научной фантастикой быстро стираются. По определению Международной Федерации Робототехники, сервисных роботов можно разделить на две категории. Машины для домашнего и для профессионального использования. Первые облегчают жизнь своим владельцам и делают ее более комфортной. Вторые заточены на конкретной операции в той или иной сфере науки или производства. Например, в энергетике используются умные машины для проверки безопасности оборудования. Это профессиональные сервисные роботы. Индустрия сервисных роботов в Китае сейчас находится на этапе становления. Большая часть существующих на рынке умных машин пока не может похвастаться богатым функционалом. Но с развитием технологий искусственного интеллекта и ростом спроса со стороны потребителей ситуация будет меняться, а роботы становятся все более способными. Мы рассчитываем, что со временем роботы будут обладать шестью основными чувствами, присущими человеку. Глаза, уши, нос, язык, тело и интеллект позволят им понимать и интерпретировать выражения человека, принимать решения, а в перспективе обзавести системами визуального, эмоционального и поведенческого интеллекта. С нашей точки зрения, сервисных роботов необходимо очеловечить и обучить нашим культурным кодам. Это и будет основным отличием между сервисными и промышленными роботами. Прорыв в исследованиях технологий искусственного интеллекта существенно ускорил прогресс робототехники. За последние 30 лет роботы стали заметно умнее и способнее. Сервисные роботы сейчас используются все шире, и это особенно заметно с 2015 года. Они могут заниматься и уборкой дома, и охраной, и проверкой товаров в супермаркете, словом, способны выполнять множество функций. Теперь у нас также есть умные машины с современным дизайном. Они задействованы, например, в сфере образования, и могут общаться с детьми. Такого рода коммуникация — это новшество, которое интересна и родителям, и всей индустрии в целом. Современные технологии позволили создать и роботов, которые способны подменить человека для проведения работ в особо опасных условиях. Правда, рынок для них пока не очень большой. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это господин Гаусин, руководитель отдела глобальных продаж компании Juntai Securities. Большое спасибо, что пришли к нам в студию Гаусин. Сегодня мы поговорим о роботах. Я очень рада, потому что это одна из моих любимых тем. Но сначала хочу вас спросить, в чем заключается преимущество и недостатки использования этих очень дорогих умных машин в таких местах, как рестораны, где они заменяют официантов, или же в торговых центрах, где они подменяют продавцов, или даже вместо торговых автоматов? Сейчас нам лучше сразу же определиться с понятиями. О каких работах мы будем говорить? О тех, что мы видели в фантастических фильмах? Пока мы еще далеко от таких технологий. С другой стороны, в ситуациях, о которых вы только что упомянули, у нас уже есть, так сказать, полуроботы, которые вполне себе успешно работают. Теперь насчет того, какие у них есть преимущества и недостатки. Плюсы в том, что они экономят много времени, и с точки зрения банков и магазинов много денег, ведь им больше не нужно нанимать так много людей, как раньше. Во-вторых, роботы могут предложить клиентам и посетителям больше услуг. В тех же банках нам не так давно приходилось выстаивать длинные очереди, чтобы решить элементарный вопрос. Сейчас там стоят автоматы, и любой может очень быстро разобраться со своей проблемой. Это очень эффективно. Но минус в том, что вы теряете часть потребительского опыта. Заходя в ресторан, я хочу увидеть улыбку на лице официанта. Человеческий фактор, да? Да, именно так. Хочется какого-то общения с официантами, хочется обсудить заказ. К тому же, может, они уже знают, какие блюда я люблю, если я появляюсь там не в первый раз. Проблема в том, что роботы лишают вас такого общения. Ну, не знаю, я как-то не привыкла заводить друзей среди официантов. Но я все же понимаю, вы приходите в знакомую закусочную, обмениваетесь парой слов с персоналом, и они уже знают, какой кофе вы любите получать по утрам, как именно его сварить и что в него добавить. Для многих в этом есть определенная сентиментальность. Очень сентиментально, да. Точно. И еще, они никогда не ошибутся, правда? Так вот, мы создаем роботов, хотим, чтобы они были умнее и даже эмоциональнее, но на деле мы не видим большого разнообразия. Не видим роботов, которые ведут себя точно так же, как и люди. И многие отраслевые эксперты, которые специализируются на разработках в области искусственного интеллекта, или же инвестируют в эту сферу, разочарованы темпами развития этого сектора. Они говорят, вообще-то мы думали, что к этому времени у нас уже появятся летающие машины. В чем же преграды для развития? Думаю, главная причина в том, что мы плохо понимаем саму человеческую природу. Чтобы создать очень способного и умного робота, который сможет делать работу вместо нас, нам нужно понимать, как мы сами функционируем. Мы до сих пор мало что знаем о том, как люди думают, как мы можем двигать руками. Тайн и загадок все еще очень много, и именно поэтому так сложно создать робота, который будет умнее человека. Или таким же умным, как человек, даже приблизительно. Но я часто слышала, что все, что может делать человек, может делать и машины, причем делать это даже лучше. Наверное, когда это время наступит, мы подумаем, «Ого, что же мы создали? Эти роботы во всем справляются лучше меня. Думают быстрее, действуют быстрее, анализируют быстрее. Так что же теперь остается мне? Так все-таки, не опасно ли это, создать робота, который намного умнее человека?» Знаете, множество известных людей уже бьют тревогу, в том числе и Эллен Маск. Он говорит, «Вы не догадываетесь, с чем вы имеете дело, с роботами лучше не связываться, вы не хотите создать машины умнее вас самих». Что вы об этом думаете? Я с этим согласен. Это довольно страшно. Мы все слышали об Альфа Гоу. Он выиграл у самых известных во всем мире игроков в настольную игру Гоу. Еще пару лет назад об этом никто не мог бы и подумать. Во всех книгах я читал, что компьютер может победить человека в шахматах, но никогда не возьмет верх в Гоу, потому что это очень сложная игра, и с такими комплексными вычислениями справится только человек. Теперь же вы видите, что компьютер и здесь намного превзошел человека. И разница уже огромна. Самого сильного игрока уделали как цыпленка, легко скинули с пьедестала. Большая разница, да. Задам такой вопрос. Многие уже сейчас стали использовать сервисных роботов в качестве помощников по дому. Стоит ли это пощерять и продвигать? Все-таки недостатков рабочей силы в Китае нет, и многим людям трудно найти работу. Думаю, на это можно посмотреть под другим углом. Население Китая больше не растет так быстро, как раньше. В будущем оно точно начнет сокращаться, и у нас возникнет такая же ситуация, как в Японии или Республике Корея. Показатели рождаемости у нас сейчас низкие, и из-за этого дефицит рабочей силы все-таки возникнет. Это первая причина. Вторая в том, что молодежь сейчас не хочет работать помощниками по дому, она хочет сидеть в офисах. Но и такие должности скоро могут заменить роботы. Возникнет массовая безработица, людей просто вытеснет с рынка труда. Возможно, вы правы, но тогда на рынке выживут только те, кто работает в сфере робототехники, кто создает этих роботов. Или люди, которые продают свою харизму, как я. Шутка. В общем, посмотрим. Я и сама не уверена, может быть, роботы будут выполнять и мою работу. Спасибо, Гауси. И теперь небольшой перерыв, после которого мы выясним, как сервисные роботы меняют индустрию развлечений. Интересно. Не переключайтесь. И вновь добро пожаловать. Теперь давайте выясним, как сервисные роботы становятся суперзвездами на концертах и развлекательных шоу. Трансляция новогоднего гала-концерта на телеканале Ихуна-Ан-ТВ превратила НК-01, робота, созданного компанией FutureWise, в настоящую интернет-звезду. НК-01 выступил вместе с группой TF Boys и покорил миллионы человек. Не так давно компания-разработчик представила усовершенствованную модель НК-01. X-X-21 относится к модельной линейке, которую мы планировали запустить с самых первых дней существования компаний. Но для создания техники такого уровня нам нужны были ресурсы, поэтому сначала мы решили создать себе репутацию с моделью НК-01. Сейчас в мире существует всего три похожих робота, и один из них в нашей разработке. Мы хотим задействовать его в сфере развлечений, чтобы как можно больше людей узнали, каково это — находиться внутри меха-трансформера и управлять им. Компания FutureWise не просто производит больших, управляемых человеком-роботов, но и создает целую игровую вселенную со своими легендами, событиями и персонажами, совсем как «Звездный путь» или «Звездные войны». Наша компания так или иначе работает с научной фантастикой. Наша цель — создать целую игровую вселенную для мехов-трансформеров, китайскую версию «Звездных войн». Мы стремимся объединить культурную составляющую с технологической. Большие роботы — это продукт не для розничных продаж. Обычно их используют в развлекательной сфере. К примеру, мы видим, что в разных странах мира, в том числе и США, все чаще организуют состязания робототехники. Мы надеемся, что сможем организовать их и в нашей стране, воплотить в реальности схватки, которые мы видели, например, в фильме «Живая сталь». У компании «Фьючер Уайз» есть уникальные планы развития во всем, что касается развлекательных мероприятий с использованием больших управляемых роботов. В то же время «Кэмбот» и еще одна компания-производитель умных машин нацелена не на развлечения, а на практическую пользу. В 2015 году мы выпустили «ЮЮ» — робота-гуманоида, который способен повысить качество услуг и уровень обслуживания клиентов в различных бизнес-сценариях. К примеру, он может рекламировать какой-либо товар, подсказывать нужный отдел в супермаркетах, работать экскурсоводом в музеях и даже продавать машины в автосалонах. «ЮЮ» умеет разговаривать, способен распознавать лица и таким образом знать, с кем именно он общается. Он также может имитировать действия, жесты и мимику человека, так что он довольно экспрессивен. Наш робот снабжен системой навигации и может самостоятельно преодолевать или избегать преграды. Благодаря этому он может перемещаться по большим помещениям. Это значит, что его можно использовать в офисах или шоурумах, чтобы встречать и провожать посетителей. Многофункциональный сервисный робот «ЮЮ» настолько полюбился публике, что компания решила начать массовое производство. Так, «ЮЮ» стал вторым в мире прототипом робота, который дошел до стадии конвейера. Первый прототип, вышедший вчерашь, создали японские ученые. Как бы то ни было, небольшая, но опытная в своем деле компания «Кенбот» смогла создать перспективную бизнес-модель. Мы получаем прибыль с трех направлений. Во-первых, это массовое производство сервисных роботов для использования в коммерческих целях. Сюда я отношу и умные машины для домашних дел и небольших роботов с развлекательными функциями. Второе направление — это создание техники по заказу. Некоторые крупные заказчики хотят, чтобы мы создали и настроили роботов по их требованиям. Например, это робот «Ванзай» для компании «Согол». Третий источник дохода — это лизинг, то, что мы называем аренда робототехники. Например, владельцы торгового центра могут взять у нас в лизинг сервисных роботов, а потом сдать их в субаренду своим арендаторам. Так наши умные машины могут использоваться в качестве зазывал и промоутеров в период распродаж, помогать магазинам и торговым маркам рекламировать себя в празднике. Гаусин, мы только что говорили о том, что в будущем на рынке труда возможны останутся только те люди, которые управляют роботами или их создают, а также специалисты, которые продают свою харизму, сами себя, как бренд. Что вы думаете о перспективах использования роботов в развлекательной сфере? Я имею в виду не роботов для, так сказать, спальных комнат, а о машинах, которые заменят звезд. Что вы думаете? Думаю, даже если это случится, это будет последняя стадия развития робототехники. Прежде всего потому, что мы до сих пор полностью не понимаем, что именно способно развлечь человека. Возьмем музыкальные инструменты. Например, фортепиано. У нас уже давно есть их электрические аналоги, но люди все равно предпочитают классическое фортепиано. Как бы много оно ни стоило. Причем в продаже есть очень дорогие и функциональные электрические фортепиано. Но это не меняет дело. Выходит, какая-то разница все же есть. Развлечения предполагают что-то неожиданное. Роботов и компьютеров необходимо программировать. Но как вы можете написать для них программу, которая вас удивит чем-то неожиданным? Да, но кто знает, может, в будущем роботы все-таки превзойдут человека. В конце концов, уже совсем скоро могут появиться машины, которые будут разговаривать, преподавать английский или учить детей каким-то навыкам. Возможно, будущим поколениям уже не будут важны все эти человеческие связи. Давайте поговорим о существующих моделях роботов. Что вы думаете, это скорее игрушки или нет? Модели, которые я видел, пока лишь игрушки. Мне довелось познакомиться с некоторыми моделями, и мне показалось, что их можно назвать большими айпадами, которые могут перемещаться. Они двигаются, но не могут делать это свободно. Им нужна или колея, или совсем маленькое помещение. К тому же, они понимают совсем небольшой набор слов. Поэтому я думаю, что до появления полнофункциональных роботов нам еще далеко. Знаете, что по-настоящему страшно? Это когда роботы начнут задавать себе вопрос о смысле своего существования. Спрашивать, кто я, почему я здесь, в чем моя задача. Это именно то, что отличает людей от животных. И когда роботы начнут так делать и так думать, это будет довольно страшный день. Впрочем, давайте лучше поговорим о самых продвинутых роботах в мире. Атлас сейчас считается наиболее совершенным. Это робот-гуманоид, созданный компанией Google. Они удивили весь мир, когда показали, что их робот может встать после того, как его уложили на пол. Расскажите нам, почему-то так необычно. Это очень большой шаг вперед. Сбейте его с ног, он упадет и сам встанет. Раньше роботы еле двигались. Их движения были стеснены и ограничены. Но атлас может передвигаться, как живое существо. Он гибче, и его движения более плавные. Очень гибкие, да. Это значит, что разработчикам удалось понять, как именно двигаются люди и животные. Это намного сложнее, чем может показаться. Если вас собьют с ног, вы не будете думать, «Так, сейчас мне нужно подняться». Все это происходит очень естественно. Вы встанете, даже не размышляя об этом. Специалисты Google провели свои исследования, выяснили, как человек или, к примеру, собака будут действовать в подобной ситуации и создали робота, который ведет себя абсолютно так же. Это фантастика. Ого! Китай еще не достиг такого уровня. Давайте обсудим еще одну вещь, которая меня тревожит и мне совсем не нравится. Это так называемые роботы-журналисты, роботы-ведущие, которые могут разговаривать с гостями. Сейчас даже Siri или боты в соцсетях могут поддержать какой-то диалог. Что вы думаете об этом? Вы бы предпочли слушать новости, которые читает человек? Предпочли бы включить телевизор и увидеть там знакомое лицо? Или же вы не против того, чтобы этим занимались роботы? Сейчас это искусственный интеллект, который может писать новости, или же роботы-аналитики, которые уже работают в моей сфере деятельности. Они могут составлять отчеты о динамике акций и других ценных бумаг. Фирмы, которые этим занимаются, привлекают большие инвестиции. Наши должности в опасности? Возможно, но когда я читаю составленные машинами доклады, мне они, если честно, кажутся ужасно скучными. Обычно это что-то вроде акций такой-то компании сегодня выросли на 10%. Такие статьи всегда основаны на сухих фактах. У машин нет своего мнения. Они пресные. И если вы просто случайно увидели такую статью или заметку, вам она может показаться обычной. Но если вам нужна действительно важная информация или точка зрения автора, вы ничего подобного там не найдете. Когда я веду программу, я стараюсь быть яркой, забавной. Роботы на такое не способны, так что не забирайте у меня работу. У них нет мнения. Точно, у них нет мнения. Хорошо, спасибо, Гаосин. Теперь настало время для еще одного перерыва, после которого мы выясним, как роботы меняют нашу повседневную жизнь в других аспектах. И вновь добро пожаловать. Роботы могут не только выполнять работу по дому и выступать со сцены, но и помогать нам в школах, больницах и даже в уходе за пожилыми людьми. Давайте посмотрим. Роботы теперь используются в самых разных сценариях, и главными векторами развития индустрии стали коммерческое производство и изготовление умных машин по индивидуальным заказам. Роботов изготавливают, чтобы они подменяли человека при выполнении определенных задач. Поэтому подлинная ценность роботов проявляется только в том случае, если они действительно способны справляться с предусмотренным функционалом. Применение умных машин в различных сценариях предусматривает их многозадачность, этого же требует и рынок. Производителям необходимо гарантировать, что их продукт отвечает предъявленным требованиям и может хорошо справиться со своей работой. Самое важное направление развития робототехники сейчас — это реализация заранее прописанных сценариев. Развитие технологии искусственного интеллекта и так называемого «интернета вещей» позволит сделать обычную технику умнее с помощью аппаратных и программных средств. В будущем сервисные роботы будут иметь все больше функций и применяться в самых разнообразных ситуациях. Они могут выступать единым центром экосистемы «интернета вещей», то есть вместо владельца контролировать бытовые и электронные приборы, подключенные к глобальной сети. Поэтому рыночный потенциал сервисных роботов огромен. Правительство также придает большое значение развитию сервисных роботов, или точнее, искусственного интеллекта в целом. Чтобы ускорить прогресс в этом направлении, чиновники предлагают различные льготы и стимулирующие программы. Это увеличивает рыночный спрос. У нас есть важное преимущество — технологический потенциал. Хотя Китай может и отстает по уровню технологий и темпу мах внедрения, мы все же добились успехов во всем, что касается производства и практического применения. Сервисных роботов ждет большое будущее. Сейчас это совсем не массовый популярный продукт, поэтому потенциал развития огромен. В докладе о развитии робототехники в Китае в 2017 году, подготовленном Китайским институтом электроники, отмечается, что в 2016 объем рынка сервисных роботов КНР превысил миллиард долларов. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы он будет расти на 30%, что намного выше среднемировых темпов роста этой отрасли. Точно так же, как это произошло с интернетом и смартфонами, роботы различных типов и функционала станут частью нашей повседневной жизни. В какой-то степени они определяют наш будущий образ жизни, как это сейчас делает глобальная сеть. В том же докладе о развитии робототехники в Китае отмечается, что к 2020 году начнется быстрое развитие специализированных умных машин, будь то автоматические парковщики или ассистенты в супермаркетах. В результате объем рынка сервисных роботов в Китае вплотную приблизится к отметке в 3 миллиарда долларов. Сейчас сервисные роботы делают первые шаги на пути к массовому рынку. Большая их часть — это всего лишь прототипы, созданные в экспериментальных целях. Но общество меняется. Например, пожилых людей становится все больше, стоимость труда растет. Из-за этого спрос на роботов будет только увеличиваться. Тем более, что мы постоянно совершенствуем технологии и снижаем цены. Чем быстрее стареет общество, и чем стремительнее растет спрос на качественные медицинские и образовательные услуги, тем внушительнее рыночный потенциал сервисных роботов в Китае. Новые технологии, такие как большие данные, машинное обучение и облачные вычисления, позволяет существенно расширить возможности умных машин, наделить их навыками выполнения сложных, узкоспециализированных задач. По всем прогнозам, сервисных роботов с каждым годом будет становиться все больше, и именно они могут стать главным направлением для роста всей индустрии робототехники. Итак, Гаусин, что вы думаете о перспективах использования роботов в образовании, здравоохранении, особенно в уходе за пожилыми людьми? Думаю, на нынешнем этапе развития они не могут полностью заменить человека в этих сферах. Может быть, способны как-то помочь в решении отдельных задач. К примеру, в образовании специально запрограммированные роботы могут помочь детям в изучении английского, но учитель там все равно нужен. В уходе за пожилыми роботы могут напомнить, когда принимать лекарства, какую именно таблетку нужно выпить, замерить, например, давление или температуру, но в экстренных ситуациях все равно потребуется помощь людей. Во многих странах, к примеру, в Японии и в Сингапуре население стремительно стареет. Пожилых там очень много. Как сервисные роботы меняют ситуацию в этих странах? Ведь у них есть этические и социальные обязанности в том, что касается создания таких роботов, чтобы позаботиться о пожилых. Это особенно справедливо для Японии. В структуре населения там очень большая доля пожилых людей, а темпы рождаемости остаются крайне низкими. У них попросту нет достаточно молодежи, чтобы позаботиться о стариках. Именно поэтому они тратят так много времени и денег на создание таких роботов. Я видел конкретные примеры. В некоторых центрах для пожилых там уже сейчас есть роботы, которые могут принести обед или лекарства пациентам, к которым они прикреплены. Есть и роботы, которые способны звонить детям, если с их родителями приключилась беда. Основные функции уже выполняют машины. Получается, что в некоторых странах потребность в таких роботах огромна. Вы рекомендовали бы инвестировать в эту сферу? Думаю, пока еще рано вкладываться в компании, которые создают подобных роботов. Они своего рода первооткрыватели. Им нужны большие инвестиции, хотя риск огромен. Но есть и другие компании, занимающиеся производством комплектующих для робототехники. Спрос на их продукцию в краткосрочной перспективе будет довольно большим. Например, это сенсоры, они нужны всем роботам. Это датчики света, звука или температуры. Своего рода аналоги глаз и ушей человека. Все компании, которые занимаются их производством, не останутся в накладе. Очень интересно. Большое спасибо за ваши комментарии, Гаоси. Спасибо, что пригласили. Создатели сервисных роботов подчеркивают, что они производятся для того, чтобы жить вместе с человеком, а не служить ему. Но кто знает, может быть, они, как и домашние животные, могут стать нашими лучшими друзьями. И на этом мы заканчиваем наш выпуск программы «Путь к успеху». Большое спасибо, что были с нами. Увидимся в то же время на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Давным-давным-давно была гора. На горе был храм. В храме старый монах рассказывал истории. Что же он рассказывал? Что такое кунг-фу? По легенде, глубоко в горах хранится уникальное учение. Он нашел волшебное оружие, с которым он бродил по миру и боролся за справедливость. Иногда мир существует только ради книги. Говорят, одна секретная книга по кунг-фу может сделать непревзойденным мастера, который привлекает движением руки и поражает щелчком пальцев. Но что же такое секретные записи? Это выдуманная легенда или реальное уникальное учение? Если оно существует, у кого оно в руках? Какой за этим таится секрет? Кто сегодня, в эпоху быстрых изменений, еще изучает древние кунг-фу и редкие книги? Какая у них судьба? Худжиншен, 38 лет. Мастер кулака Синь-Иба. На протяжении столетий кулак Синь-Иба всегда был величайшим приемом Шаолиня. Кулак Синь-Иба это когда приемы совершаются мыслями. Движение не зависит от количества, а определяется намерениями. Определенных приемов нет. На перемены отвечает стойкостью. Это очень жестокий стиль. В свободное время от практики Худжиншен открыл в уездном городе Дэнфэн маленькую школу боевых искусств, чтобы заработать на жизнь. В Ушу я вечный ученик. У боевых искусств во всем мире есть свои преимущества. Мастера могут не знать все приемы. Нам нужно рассматривать разные школы боя, изучать разные приемы и находить их плюсы. Здесь и таится реальный секрет Худжиншена. В ночной тишине он всегда достает записи по боксу, которую он хранит годами, и все обдумывает. Если обратиться к истории, секретные записи – это описание нашими пришественниками самого главного об Ушу в период расцвета. А для нас это возможность оказаться в тех временах. Это исторический ориентир, который служит проверкой правильности наших тренировочных методов. Высшая истина китайской техники кулака заключается в дыхании. То есть самое главное в Ушу – это дыхание. Мы можем меняться благодаря ему. У нас появляется сила. Баланс и ньян тоже зависит от дыхания. Если овладеть кулаком синьи и па, можно достичь превосходства в Ушу, действуя по зову сердца и отвечая ударом на удар. Ху Чжэн Шэн ищет легендарного мастера кунг-фу Сюй Утао. Старый мастер много лет не выходил в люди, но о нем ходит много легенд. Вы не могли бы мне дать рекомендации по практике? В истории Шаолин часто подвергался бедствиям. Многие секретные записи были утеряны. Извините за беспокойство, извините. Давайте я потом приду, хорошо? Этот господин очень консервативен. Ему нужно много времени, чтобы признать человека, а потом учить его Ушу. Чем старше он становится, тем меньше у меня времени на сборы или понимание его знаний. Сейчас непонятно, зачем молодежь все это изучает. Некоторых нельзя учить. Куда ты ходил? Выходил? Чего ты так поздно? Целыми днями занят. Чем ты занят? Займись ребенком, раз пришел, я ухожу. Эти годы Ху Чжэн Шэн, помешанный на кунг-фу, кругом посещает мастеров шаолиньского кулака и не уделяет внимания семье. Родители часто жалуются на Ху Чжэн Шэна, а ему и нечего на это сказать. В жизни всегда так, то теряешь, то приобретаешь. В глубине души Ху Чжэн Шэн знает, что выбрал редкий путь, и он обречен на одинокую жизнь. Дяо Шаньдо делает свой первый удар в пять утра. Я научился у отца, начиная с четырех-пяти лет до двадцати одного года, когда он умер. За такое долгое время я мало чем хорошо овладел. Если ты не видел самого лучшего мастера кунг-фу, как бы много ни требовали, ты не сможешь достичь такого уровня. Когда звонит утренний колокол, Дяо Шаньдо уже стоит в исходной позиции. В этом маленьком горном ущелье Дяо Шаньдо с учениками создал мир изучения у кунг-фу, где царит гармония, природа и человека. По его мнению, кунг-фуист должен быть в среде, подходящей для тренировок, впитывать лучшее от неба и земли. Во время тренировки вдохновляешься увиденным. Если не пойти туда, ощущения тренировки совсем другие. Если найти спокойное место, создать атмосферу и восстановить первоначальные ощущения, можно достичь высокого уровня. «Секретные записи» «Секретные записи» в «Кулаке» есть несколько фраз. «Сосредоточь силы в кончиках тела. Найди гармонию с миром. Придерживайся пяти стихий. Откуда идет наш дух? Четырех кончиков. Мы можем почувствовать, откуда идет наш дух». В секретных записях Шоу Линя говорится «Поднимайся и падай. Наступай и отступай. Обратно, в сторону, к себе, от себя. Нужно резко поднимать кулаки, а опускать естественно. Вперед идти низкими шагами, а назад высокими. Если не овладеть этими принципами, уровень кулака будет оставлять желать лучшего». Хорошо, стоп. Давайте обсудим эти несколько движений. Каждое движение в шаолиньском кунг-фу таит в себе три приема. Это подъем, следование и преследование. Посмотрите, как это делается. Сначала поднимаю, потом следую и преследую. Вот так выглядят эти три приема. Когда я бью кулаком тебе по ноге, считай, нога сломана, ей конец. Потом локтем в грудь, опираюсь на тебя. Потом поворачиваю кулак, бью кулаком в висок. Чтобы натренировать эти три приема, нужно использовать технику. Поворачивай тело, поворачивайся. Только так можно применить силу. Если каждый день так тренироваться, можно только приставить мощь этого приема. Защищайся во время удара, наноси удар, защищаясь. Движение в три приема. Каждое движение может быть настоящим, а может быть и ложным. В секретных записях шаолиня говорится, сосредоточь силы в кончиках тела. Найди гармонию с миром, придерживаяся пяти стихий. Чтобы звук был как гром, движение как молния, скорость как у ветра. Секретные записи кунг-фу хранятся в сердце, между небом и землей. Это понимание дяо шан то. В народе секретные записи существуют в другом виде. Ежегодно на праздник весны в деревне Дэнфэн, где находится шаолинь, устраивают необычное народное гулянье. Вот это мохнатое чудище местные называют гориллой-монстром. Предшественники кунг-фу спрятали секретные записи в шоу-кулака стиля гориллы. Так кунг-фу секретно передается в народе. А в глазах старого мастера Лян Итьюаня это шоу-кулака стиля гориллы теряет свою суть. Древняя модель борьбы в этом шоу утеряна. Стало меньше реального. Мало элементов из настоящего боя. Делают несколько комичных движений, чтобы развлечь людей. Истинное значение утеряно. 85-летний Лян Итьюань входит в десятку великих мастеров кунг-фу Китая. Это самый пожилой мастер в Дэнфэне. Будучи уже в возрасте, он хочет найти находящиеся на грани исчезновения секреты кунг-фу в шоу-кулака стиля гориллы. Наверху, наверху. Осторожно, не ударься. В ящике. Это костюм. Смотри, как хорошо сохранился. Молодые не смогут так сделать. Да уж. Они действительно не могут. Это очень сложно сделать. Господин Лян говорит, в этом месте нужно зашить кусочками ткани и завязать. Понятно. Ясно. У секретных записей должны быть наследники. Господин Лян начал передавать ученикам уникальные техники кулака стиля гориллы. Держи крепко. Со всей злобой. Держи. Вот так правильно. Через полгода кулак стиля гориллы представили в традиционном виде. Чтобы выступить в роли гориллы-монстра, нужно иметь супервысокий уровень ушу. Нужно владеть ушу, а не просто повертеться туда-сюда для смеха. Более важно показать свой истинный уровень кунг-фу, то есть технические приемы ушу. Сейчас новое время, но бросать базу ушу нельзя. Ее нельзя терять. Сердце господина Ляны еще в прошлом. Но мы живем в другое время. Кулак стиля гориллы потерял былой блеск. Как бы ни старался господин Лян, он тоже ничего не может поделать. Инши-Гоу находится в 30-ти километрах на юго-запад от монастыря Шаолинь. Здесь ощущение, что у каждого есть секрет. Шивэнзиа не исключение. Говорят, Шивэнзиа очень скрытный мастер в кругах кунг-фу. Также говорят, он деревенщина, который знает лишь несколько неуклюжих приемов. По возвращении домой Шивэнзиа всегда плотно закрывает дверь. Здесь хранится его секрет, правило, созданное 400 лет назад. Мой наставник сказал, что это нельзя отрабатывать на публике. Нельзя никому рассказывать. Лучше пусть оно пропадет, чем будет обнародовано. Я встал на колени перед статуей основателя рода и поклялся. После 60 не тренируются. В этом возрасте мне тренировки стали даваться намного хуже, чем молодежи. Возраст не щадит. Пошел дождь. В поле все заросло сорняком. Я хочу за эти пару дней прополоть их. Куда делись Сяо Хуэй и Сяо Дун? Почему-то их не вижу. Наверное, пошли тренироваться? Айо. Чего они там тренируют? Ерундой занимаются. Бесполезно все это. Какой в этом смысл? Когда они вернутся, поговори с ними. Они меня не послушают. Поговори, поговори. Скажи, чтобы шли со мной завтра в поле. Полоть траву. А ты не хочешь посмотреть, как они тренируются? Зачем? Ерундой занимаются, слоняются целыми днями без дела. Вот чем они будут заниматься в будущем? Ты не заботишься о сыновьях, об их тренировках тоже. Я хочу, чтобы они работали в поле, а не тренировались целыми сутками. Пусть в поле пашут. У тебя консервативное мышление. умеет умеет учить их. Сама и учи. Я не умею. Если бы я умела, я бы точно научила. Не могут, а еще прикидываются. Если бы умели, вот бы было дело. Хотя Шивэнзи не учит их, под его влиянием оба его сына и друзья любят заниматься кунг-фу. Они размышляют, как разучить железную ладонь. Хватит, прекращайте тренироваться. Уходите. Все уходите. Я сильно растерян, очень беспокоюсь. Хочу сказать и не могу. Хочу научить, но не смею. Главное, боюсь нарушить свою клятву. Традиционному кунг-фу конец. Ты такой консервативный, тебе надо выйти осмотреться. Многие хотят изучать кунг-фу. У них нет мастера, их некому учить. Пускай у кого хотят, у того и учатся. Не буду учить. Не хочу и не буду. Не буду есть. Не хочешь, не ешь. Ты у нас крутой. Ты все болтаешь за столом. Можешь сказать что-то приятное? Пошел вон из-за стола, если не ешь. Иди, пусть дед один ест. Пойдем есть на кухню. Несмотря на непонимание родни, Шивэнзи все равно считает, что правило превыше всего. Его уникальные техники приходится скрывать. Ху Джан Шен, который тоже столкнулся с непониманием семьи, очень сильно переживает. Ему необходимо избавиться от мучений и одиночества с помощью интенсивной тренировки. Ху Вэй! Ху Вэй! Да! Быстрее! Каждое утро Ху Джан Шен вовремя будет сына Ху Вэя для занятий кунг фу. Сын не очень хочет заниматься ушу. Я считаю, что мой ребенок должен заниматься ушу. Возможно, занятие важнее, чем занятие культурой. Другие дети отдыхают по воскресеньям, но у него нет времени играть. Очень тяжело, гулять нельзя, нужно заниматься, поэтому он не очень понимает такую жизнь. После школы Ху Джан Шен торопливо отправляется в путь. Это уже девятый визит к 84-летнему мастеру шаолиньского кулака Сюй Я вижу, ты действительно очень хочешь учиться у меня ушу. Приходил уже несколько раз. Покажу тебе несколько движений. Хорошо. Я думаю, что ушу принадлежит всему миру. Многие могут ему научиться. Лично я могу унаследовать лишь ушу старого поколения. А сколько получится изучить, это уже по ситуации. И как распорядиться судьба, на это тоже нужно время и искренние отношения. Торопиться нельзя. На праздник середины осени Ху Джаншен рано вернулся домой в надежде собраться с семьей за столом. На его памяти таких застолий было очень мало. Дядя, давайте, с праздником! бедный я, бедный приехал сюда из дома. Помогал ему руководить школой ушу несколько лет. Мы с этого ничего не заработали. Арендуем старое помещение, переезжали много раз. Счет за воду, электричество, зарплату учителей гарантировать нельзя. У меня своя голова на плечах, а ты целыми днями заставляешь меня следовать по твоему пути. Это твой путь, у меня свой собственный. Я хочу найти стабильное место. Я могу греть котел, могу помогать тебе выращивать овощи, а если доведут, уйду на пенсию. Люди уходят на пенсию в 60, а мне уже почти 70. Куда девать все эти книги, которые ты покупаешь? Они мне нужны для учебы. Я купил, чтобы читать. Я знаю, чего ты беспокоишься. Не волнуйся, я знаю, что делаю. Я волнуюсь, что я уже стар, а ребенок вырос. Я знаю, что делаю. Я знаю, что много лет занимаюсь ушу. Были бы у нас деньги, я бы не волновался. Не торопись, я пойду похожу. Пей помаленьку. Этой ночью с круглой луной они разошлись в плохом настроении. Иногда я себя спрашиваю, не устарело ли мое мышление? Идут ли в ногу со временем мои поступки в этом обществе? Но я не могу все это бросить. Когда я в одиночестве, я часто вижу все это более четко. В тот вечер на праздник середины осени маленький Ху Вэй просто так нарисовал кунг-фуиста. Он не до конца понимает путь, выбранный отцом, но на самом деле он рисует одинокую фигуру отца. Музыка Субтитры подогнал «Симон» «Жизнь — это выбор». Ван Гауфэн должен выбрать ученика для наследования уникальной практики. В этот момент ему на глаза попался ребенок по имени Ло Чжэн. Когда левая рука доходит досюда... Давай! Тренировки без кунг-фу бесполезны. Сделай глаза шире, чтобы показать суть, энергию и дух. Пустой взгляд ведет к бездушным ударам. Однако Ло Чжэн обязан пройти испытание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз. А! А! Раз. Пришел мастер! Пришел мастер! Я смотрю, Ло Чжэн не ленится. Это правда, потому что он постоянно потеет. А у других одежда сухая. Тренироваться надо для себя. Если плохо тренироваться, кунг-фу не будет. Я смотрел на одного Ло Чжэна более двух часов. Мне сложно принять ученика. Я наблюдаю, как дети тренируются. Думаю, он хороший ученик. В тренировках самое важное — это усердие и терпение. Я верю в буддизм. Я выбрал Ло Чжэна из десятков учеников. У него натура монаха, он не будет создавать проблем. Люди часто говорят, учителю нужно три года, чтобы принять ученика, и наоборот. Если у него будут злые помыслы, учить его нет смысла. Когда мышцы разогреты и тело смазано мазью, это лучшее время для тренировки кунг-фу. Мои стандарты приема ученика такие. Первое — он должен быть усердным и терпеливым. Второе — он должен почитать родителей, уважать учителей и старших. Он должен быть добрым. Но доброта не должна быть глупой. Второе — он должен почитать родителей. bother, что поз종 было учителей и шумно. Чехол��cle морщика. Чехол много получится. Чехол並 успокоить болель, морif 71. Чехол остануять. Чехол « meи р年, мыи р年. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Иногда мир существует только ради книги. Говорят, одна секретная книга по кунг-фу может сделать непревзойденным мастера, который привлекает движением руки и поражает щелчком пальцев. Но что же такое секретные записи? Это выдуманная легенда или реальное уникальное учение? Если оно существует, у кого оно в руках? Какой за этим таится секрет? Кто сегодня, в эпоху быстрых изменений, еще изучает древние кунг-фу и редкие книги? Какая у них судьба? Когда мышцы разогреты и тело смазано мазью, это лучшее время для тренировки кунг-фу. Мои стандарты приема ученика такие. Первое, он должен быть усердным и терпеливым. Второе, он должен почитать родителей, уважать учителей и старших. Он должен быть добрым. Но доброта не должна быть глупой. В процессе обучения Ван Гао Фэн заметил, что Ло Чэну недостает понимания. Ключ к наследованию секретов Шаолиня лежит в осознании. Из-за этого Ван Гао Фэн стал сомневаться в правильности своего выбора. В этот день он обратился к наставнику Ши Юн Аню в надежде получить совет. Я хочу научить этого ребенка. Хотя он очень старательный и честный, ему не хватает ума. Я не знаю, что и делать. Это просто. Врожденные недостатки можно исправить работой над собой. Восполнить трудолюбием. Да. Восполнение недостатков трудолюбием. Китайские кунг-фуисты таким образом наследуют секреты кунг-фу поколения за поколением. Последние пять лет Ван Гао Фэн передает все, что выучил за свою жизнь Ло Чэну. С телом Ло Чэна тоже произошли удивительные изменения. С телом Ло Чэн Корио. С телом Ло Чэн Корио. Хорошо, эти приемы у тебя хорошо получаются. Но последнее движение еще не идеально. Мастер, я хочу вам кое-что сказать. Что такое, говори. Мама звонила мне, просит меня вернуться. Что случилось? Что у тебя там дома? У них в последнее время трудности. Они велят мне ехать домой на заработки. Ты с таким трудом довел кунг-фу до такого уровня. Знаешь что, если ты остановишься, все, что было сделано до этого, пройдет даром. Ясно тебе? Я тоже не хочу уезжать. Но они звонили мне несколько раз. У меня нет выбора. Я буду продолжать тренировки дома. Хорошо, езжай. Дай мне подумать. Как обухом по голове. Это непередаваемое чувство. Я могу потерять ногу. Могу потерять руку. Но не могу потерять хорошего ученика. Промучившись три дня, Ван Гауфэн, полный сожаления и расстройства, провожает Лучшена. Если он уедет, все мои усилия за многие годы пойдут прахом. Я потеряю все. Мне надо начинать сначала. Мне 45 лет. Мне 45 лет. Я полжизни проболтался, ничего не добился. Иногда наследование секретов очень хрупкое. Кунг-фу, которое дошло до сегодняшнего дня, это уже большая редкость. Вернувшись в город, Ло Чен стал работать грузчиком на стройке, чтобы обеспечить семью. Пятилетние старания Ван Гауфэна потрачены впустую. С тех пор он больше не затрагивает тему учебников. Вдалеке от Ван Гауфэна, Ло Чен, работник стройки, по-прежнему в свободное время следует указаниям учителя и тренируется в свободное время. Я хочу продолжать совершенство Савушу. Я столько времени провел с мастером. Очень полюбил его. Для меня он как отец. Возможно, Ло Чен никогда не вернется. Возможно, он вернется завтра. Наследование секретов кунг-фу требует ожидания подходящего момента. Войска вооруженной народной полиции Китая несут важную ответственность за безопасность в стране. Чен Шилун – солдат вооруженной народной полиции Китая. Родился в семье кунг-фуистов. Какое-то время назад начальство дало ему задание использовать приемы кунг-фу и полицейскую дубинку для реального боя. Для этого Чен Шилун обратился к отцу Чен Дзян Ли, который живет в Дэнфене. Чен Дзян Ли, дэнфенский мастер шаолиньского кулака, владеет тхарма-посохом и палкой. Он нашел секретные записи по шаолиньским палкам, которые он хранил много лет, и стал внимательно изучать. Движения дубинкой одинаковые. Они в основном атакующие. Защитных движений мало. Шаолинское кунг-фу само по себе это комбинация атакующих и защитных движений. Я начал тренироваться по старым записям и развивать прикладную технику, чтобы отразить ценность реального боя. Он еще пошел к своим братьям для совместных учений реального боя, преследуя эффективность каждого приема с полицейской дубинкой. Через 60 дней Чен Чян Ли добился успеха. Изобрел новый комплекс приемов с дубинкой для реального боя. Вот это карточка, да? Да. Да, верно. До свидания. Папа, поправь воротник. Хорошо, вот. Начнем. Сложные вещи мы уберем, а движения для реального боя наоборот добавим. Я взял три комплекса с шаолинской короткой палкой и объединил их в один. Кунг-фу со временем меняется. Секреты кунг-фу в процессе передачи от отца к сыну углубляются. Однако наследование секретов не всегда успешно. Одна ужасная весть застигла врасплох Ши Ван Диа из Инши Гоу. Юй Тян Лу, наследник кулака богомола Ци Син в седьмом поколении, умер в возрасте 69 лет. Ши Ван Диа быстро выезжает в Янтай на похороны старого друга. «Почему он умер так внезапно? Он забрал многое с собой в могилу, не передал знания своим ученикам. Его смерть меня шокировала, стала для меня невосполнимой утратой». У могилы старого друга у Ши Ван Диа смешанное чувство на закате. По возвращении в Дэн Фэн Ши Ван Диа не идет домой. Он идет в боксерский зал, где занимался боксом в детстве. Сейчас зал в плохом состоянии, весь покрылся пылью. Это серп моего учителя. Этот старый зал – миниатюра китайского традиционного кунг-фу. Солидный и одинокий. Ши Ван Диа находившийся под давлением правил много лет, кажется, поколебался. Сорок лет назад волей судьбы Ши Ван Диа унаследовал уникальную практику южного двора Шаолиня. Он пообещал учителю, что никому его не расскажет, даже если кунг-фу погибнет. Даже если его сыновья захотят учиться, он не сможет нарушить правила. Видя, что уникальная практика с историей более 400 лет может быть утеряна, Ши Ван Диа не может передать свою боль. Перед лицом основателя шаолиньского кунг-фу Кин Нара Ши Ван Диа принял тяжелое решение. Правила наследования секретных записей символизирует высшее почтение китайцев по отношению к жизни. Это верность, честность, мудрость и упорство. Но в особой ситуации нужно идти на изменения. Это жизненная философия гармонии китайцев. Учитель, простите меня. Простите. Учитель, простите меня. Начинается церемония приема в ученики восьмого поколения в школу Тяньфамэнь в зале Юнхуа в Шаолине на горе Суншань. Поприветствуйте учителя. Я передаю вам эти секретные записи. Надеюсь, вы будете хорошо тренироваться. Спасибо, учитель. Поменяю кастрюли, ножницы, ножи. Август 2015 года. Ху Дженшэн пришел к старому мастеру Сюй Утао в 16 раз. Если есть цель, то никакие трудности не остановят. В этот момент его упорство наконец сломило старика. У вас хороший уровень владения ушу, но ваши сыновья или другие поколения не стали заниматься. Неужели вы не хотели бы передать ваши практики? Если бы ученики стали изучать ваши приемы, разве вы не были бы рады? Когда я затрагиваю эту тему, старые мастера шаолинского кулака обычно раскрывают душу. Пойду возьму кое-что. Хорошо. давай поговорим. Я тебе кое-что дам, чтобы показать, что тренироваться очень тяжело. Ты должен сильно стараться. Ты должен бороться до конца. Думать только о тренировках, о прогрессе. Это записи о боксе. Содержание очень глубокое. Возвращайся и подумай над содержанием этой книги. Изучи смысл до конца. Постоянные усилия приводят к успеху. Приложи усилия. Секрет нельзя специально искать. Его можно найти случайно. Книга, устные секреты дыхательного упражнения могут таить секреты некоторых приемов. Через испытания временем и человеческим сердцем ушу приобрело темперамент, правила и наследие и превратилось в кунг-фу, философию жизни китайцев. Ху-Вэй наконец дорисовал. В ту же ночь Ху-Джэн-Шэн нашел путь к уникальному учению через книги. Секрет не где-нибудь, а в сердце каждого кунг-фоиста. Понимание секретных записей это путь к осознанию ушу. Пу-Джэн-Шэн так называемые секретные записи это наследие, самосовершенствование, осознание, а также безудержная любовь. Когда сын закончит эту картину я думаю он поймет меня. Он знает о чем я мечтаю. Через два месяца Чэн-Ши-Лун учит своих товарищей приемом с палкой, которым его научил отец. Через полгода Ван Гау-Фэн не ожидал, что Ло-Чэн вернется. Конечно, мы не можем повернуть время вспять, но судьбу не изменишь. Хотя Ши-Вэн-Зи и нарушил нерушимое правило, кунг-фу передано. И приемы такие же, как и 400 лет назад. Оружие это продолжение человеческого тела. Каждый кунг-фуист ищет подходящее оружие. Жизнь как печь. Мы создаем оружие, а оружие делает нас. Продолжение уже завтра. Кунг-фу в Шаолине. Серия третья. Волшебное оружие. Вы узнаете легенду о кровной связи китайских кунг-фуистов с оружием. Волшебе. 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 Кунг-фуиуи. Субтитры делал DimaTorzok Терракотовую армию называют восьмым чудом света. Больше двух тысяч лет назад группа китайских мастеров того времени развернула крупномасштабные скульптурные работы и создала культурный памятник, которым Китай гордится и по сей день. Но когда фигуры терракотовых воинов только выкопали из земли, они были сильно повреждены. Пыль более чем двухтысячелетней истории уже превратила их в обломки. В мире не было ни одного человека, перед которым бы стояла такая сложнейшая задача – поставить на ноги историко-культурное чудо, распавшееся на куски. Первоначальный образ боевого порядка терракотовой армии – крестьянский корпус, не имеющий равных в Поднебесной, который значительно расширил границы империи Тинь. Мастера того времени сохранили их величественный вид в скульптурах. Смогут ли последующие поколения мастеров восстановить первоначальный облик разбитых в дребезги терракотовых воинов? Майюи стал членом команды, которая раньше всех соприкоснулась с этой работой. Терракотовые воины были глубоко под землей на протяжении более двух тысяч лет, и большая часть осколков керамики уже сформировала прочную связь с подземной средой. Если внезапно выкопать их из земли, то это кардинально изменит среду их существования. Чтобы изменения окружающей среды повторно не повредили скульптуры, в яме номер один сохранили первоначальную окружающую среду. Большая часть работ по реконструкции проходит на месте раскопок. Каждый раз с приближением лета яма с фигурами накрывается навесом, похожим на большую сетку для варки на пару. Внутри ямы температура воздуха превышает 40 градусов. Весь рабочий процесс мастера умывается горячим потом. Промокшая одежда высыхает и промокает вновь. Но даже в жару нельзя потерять профессиональную хладнокровность, и чувство трепета. Из-за своего древнего возраста осколки керамики терракотовых воинов очень хрупкие. Во время работы скребком мастер реставрации должен не только счищать глину, но и сохранять целостность памятника культуры. Очень трудно сохранять чувство меры при работе скребком. Чтобы отработать эту технику до реставрации терракотовых воинов, Май Юй два года тренировался чувствовать скальпель на имитациях осколков керамики. Он проделал более 10 миллионов движений ножом, и только лишь тогда научился чувствовать даже ничтожные расстояния. Каждый раз, когда Май Юй и его коллеги полностью восстанавливают статую, у них появляется такое ощущение, будто они позволили тысячам бледных осколков обрести возможность достойно рассказать о храбрости воинов. Помогли истории предстать перед сегодняшним днем. Вывели на свет терракотовую армию империи Цинь, похороненную под землей более двух тысяч лет назад. Музей терракотовой армии открыл свои двери в октябре 1979 года. В разное время его посетили более 200 глав зарубежных государств и правительств. Более 90 миллионов путешественников со всех уголков мира приезжали сюда, чтобы с благоговением увидеть чудо восточной культуры. Терракотовые статуи воинов и лошадей гробницы императора Цинь-Шихуана уже стали блистательным символом древней китайской цивилизации. Мастера-реставраторы, не щадя своего времени и сил, своими усилиями соединили осколки разбитых исторических памятников. Когда весь мир с трепетом увидел могущественные ряды терракотовых воинов, Майюй и его коллеги осознали истинную ценность своей миссии. За последние 20 лет Майюй принимал участие в каждом этапе реставрации терракотовой армии. Он восстанавливал первую алебарду, первые доспехи и первую водоплавающую птицу. Древние скульптуры в руках Майюя получили вторую художественную жизнь и красочно описали культуру той эпохи. Современные реставраторы прониклись ремеслом мастеров эпохи Цинь и нашли с ними духовную связь. Это диалог сквозь время и сердечное общение в священном безмолвии. Однажды, 4 года назад, Майюй и его команда во время очищения осколков керамики внезапно обнаружили узоры на обратной стороне. После тщательного очищения узор стал очень отчетливым. Это были следы отпечатков пальцев, должно быть оставленные мастерами, которые более 2000 лет назад изготавливали статуи воинов и боевых коней. Впоследствии было обнаружено еще больше отпечатков пальцев, и это привело Майюя в восторг. Не бывает двух одинаковых фрагментов. Не бывает двух одинаковых проблем у двух терракотовых статуй во время сборки. Поэтому каждое соединение – это новый вызов, а сравнение каждого нового куска – изучение новой проблемы. В, казалось бы, повторяющихся процессах непрерывно возникают новые проблемы. Реставраторы превратили этот труд мастера в искусство и науку. А они сами взяли на себя ответственность за государственную культурную миссию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Час dressing Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Здорово Uhm ilyn К�ин Шевики Государм Бәк Дима Торзок Если что-то понадобится, я тут же тебе сообщу, ага. В любую минуту. Годится? Да. Мы. Ну что? Отлично. Ну и прекрасно. Ну, иди отдохни. Спасибо. Ладно, иди, иди. Эй, посмотри, какой симпатичный зайчик. Точно. Посмотри, ведь милый. Привет. Ой, ты мой ушастик. Мам, где вы его взяли? Его? Я не знаю, откуда этот зайчик взялся у нас под дверью. Я его подобрала. А где же ваши мячики? Вот они, вот они. Вот. Почему мои мячики у тебя? Янь, Бао? А? Тетя Ли? Бао. Привет. Бао-бао. Ты совсем не ухаживаешь за Мань-Маней, даже не знаешь, что ей нравится. Да, да. Я искал эту игрушку несколько дней. Откуда же он? Кто-то выгнал его из дома, а я подобрала. Спасибо тебе, мама. Мам, молодец. Иначе Мань потеряла бы своего зайца. Конечно. Однако надо его хорошенько отмыть. Ну да, ну да. Такой грязный. Я помой его. Да, да, да. Да, давай. Помой его хорошенько, а? Хорошенько. Янь, Бао, помоги мне. Там лапша. Мань-Мань. Мама уже бежит. А-а-а! А-а-а! Ты не заболеешь меня? Наверное, я буду такой. Буду все забывать, стану рассеянной. Я не хочу такой судьбы. Не хочу такого. Это меня с ума сводит. Вы не заболеете. Не заболеете. С чего бы вам, а? Эта болезнь не так часто встречается. Вы общительны и умны. Вы никогда не заболеете. Да. Я не знаю, насколько распространенная эта болезнь, но слишком много стало болезней. Я вот думаю, каждый человек может заболеть. Которого мне выбрать, а? Я имею в виду парня для Сянь. Нужно определиться. Тетя, мне иногда кажется, что вы уже давно чем-то болеете. Но ведь... Ой, лапша! Постирала? Пао, я постирала. Да. Такой белый. Теперь чисто. Такой чистенький, но мокрый. Надо посушить. Идем на балкон. Наверное, лучше вот сюда. Да, я сама. Вот так. Вот так. Вот и хорошо. Мань, Мань будет рада. Идем. Ага. Я сегодня посмотрела твой график. Удивительно. Оказывается, у тебя гораздо больше дел, чем у меня. Я смотрю, ты очень хорошо вжился в роль няни. Я даже не думал, что мне это понравится. Всего лишь месяц назад. Даже не мог этого представить. Почему же так? Почему же тебе это так нравится? Как сказать? Мы с Рокки каждый день ходим в разные места. Мы гуляем, играем, кушаем. Оказывается, что в этом городе есть много мест, которых я даже не замечал. Сейчас мне кажется, будто у меня открылись глаза на огромный мир. Как здорово. Я надеюсь, теперь наша жизнь тоже станет радостной и будет становиться все лучше. Мы со всем справимся. Виза и все прочие формальности, которые необходимо решить до отъезда Лоло за границу. Я слышала, что твоя бывшая жена сдаёт экзамен на диплом по уходу за детьми. Так что в будущем у неё легко будет выходить по 8-10 тысяч юаней в месяц. Так ведь? Не переживай. Согласно твоему плану, мы оба хорошо относимся друг к другу. Так ведь? Вижу, что в тебе произошли перемены. Может, мне положена награда? Не понимаю, о чём ты. Ну как? Однажды, когда мой парень уехал, мы договорились, что не будем с ним целый год общаться. И один год спустя мы с ним встретились. И знаешь что? Я и сама не поверила. Но наша любовь стала только горячее. Что касается меня, у меня за этот год не было ни одного другого парня. А у него, я почти уверена, что у него тоже никого не было. Я думал, что парней у тебя было очень много. Знаешь, я думаю, главное в отношениях – это доверие. И, конечно же, они должны делать меня счастливой. Если ты делаешь меня счастливой, зачем мне кто-то другой? Но если ты меня не радуешь, я легко могу найти кого-нибудь другого. Если кому-то это не нравится, окей, извини, дружок. Мне плевать. Ну, например, сейчас ты и я вместе обедаем. Если какой-то сплетник заметит, наверняка решит, что у нас с тобой уже давно продолжается роман. Тебе уже страшно? Мудзи знает, что я каждую неделю встречаюсь с тобой. Я это не скрываю. Поэтому мне не о чем беспокоиться. Ли Мудзи выглядит умной и расчетливой. Хотя, вряд ли она такая. Ну, ладно. Скажи о руке, можно есть торт? Нет, нет, нет. Нет, 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 смеха. Мудзи покупает ему сладости в определенных местах. Особенно шоколадки. Шоколад влияет на мозги. На интеллект. Ну, ты понимаешь. Имею в виду на мышление. Знаешь, наш журнал недавно провел опрос. Оказалось, дети, которые едят шоколад, более счастливы. Что важнее? Интеллект или удовольствие? Ладно, я знаю. Твоя Мудзи считает, конечно, интеллект важнее. Ты что скажешь? Я думаю, мы с ней одного мнения. Продолжение следует. Продолжение следует... А, Мо Цзэ. О, привет. Привет. Госпожа. А? Почему ты здесь? Отчитаться о расходах. О, почему не наверху? Я ведь с ребёнком, это будет не очень удобно. Да перестань. Иди. Там все соскучились. Ты иди, а я сначала куплю кофе. Хорошо. Ой, какой красивый. Какой красавец. Какой красавец. О, красавец. Это наша новая святаша. Она ничего не умеет, я сейчас учу ее. Вспоминай, как меня учила ты, когда я начинала. Класский бусинь, буй ты такой апрель. Послушайте, а сейчас как я выгляжу? Ну, учитывая, что на работу тебе больше не надо ходить, ты выглядишь очень даже ничего. Да ладно, перестань. Нет работы, нет и стимула. Зачем наряжать? Спасибо, на добром слове. Правда, глаза колют. Как я выгляжу сегодня, но уже завтра такой можешь стать и ты. Эй, погоди, посмотрев на тебя, я вообще передумала выходить замуж и заводить детей? Нет, 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 нет. Слушай, ты никого. Они просто ищут себе оправдание, почему до сих пор не замужем. Ты вернёшься к нам, Сябин? Вот когда ты тут работала, я не думала, что тебя нам будет так не хватать. Ну, раз ты так говоришь, сходила бы к ней в выходные, да помогла бы с ребёнком. Слушай, мы можем и вместе навестить её. Хорошо, хорошо. Буду ждать. Но только сами принесите еду, у меня нет времени отвлекаться на такие пустяки. Без проблем. Мань-мань! О, почему ты плачешь? Мань-мань! Лимудзи тебя зовёт. Давай, давай, мы посмотрим, конечно. Эй, не трогай её лицо, это негигиенично. Мань-мань, да вы, ты какое невозможное, красавица, какой-то детский сад. Это такая сладкая, это такая сладкая. Как твои дела? Всегда с ребёнком? Скучно, наверное? Я уже привыкла. Как ваш? Вашему мужу нравится присматривать за своим сыном? Угу. Как он там? Гораздо лучше, чем я думала. Каждый день он такой весёлый, жизнерадостный. Такое чувство, что он вдруг снова полюбил жизнь. Внизу я видела редактора журнала «Вивит» Тяо Ань. Она такая красивая, прекрасно выглядит. Тяо Ань действительно очень следит за собой. В настоящий момент её финансами занимается мой муж, Лу Тянь. Так это вы их познакомили? Угу. На одной конференции она сказала, что ищет финансового управляющего. А мой Лу Тянь как раз этим занимается. Полезное знакомство. Наверное, они часто видятся? Один раз в неделю. Неужели ты думаешь, что Лу Тянь и Тяо Ань… Да нет. Я подумала, вы ведь каждый день на работе, а свободное время проводите с сыном. Наверное, на мужа остаётся не так уж и много времени. Такие проблемы могут быть только у простых девушек, но не у меня. Со мной такого не может случиться никогда. Обычные девушки всё больше зависят от мужей. В моей семье мой муж полностью зависит от меня. А если он надумает уйти, заплатит мне за это огромную цену. Да и вообще, эта Тяо Ань слишком занята, чтобы встречаться с папой. Вот и хорошо. Но всё же… Что такое? За эти два года я поняла, что всё может пойти по самому худшему сценарию, который ты себе даже не представлял в страшных кошмарах. Поэтому и надо всё контролировать и постоянно держать ситуацию в своих руках. Так? Я думала, что так и делаю, но оказалось, всё совсем не так. Просто мы разные. Свободный депозит 13 тысяч 537 юаней. Свободный депозит 13 тысяч 537 юаней. Эй! Совещание. Хорошо, хорошо, мои слушая. А вы не обратили внимание, что я теперь ухожу из офиса в 4? А? Нет, я не видел. Что случилось? А я нашёл работу. А? Вы знаете, здесь доходы отнюдь невелики. У нас совсем нет развития. Я постоянно переживаю. Поэтому мои нервы, так сказать, натянуты, как струна. Это огромный стресс. Поэтому хочу сказать, я ухожу. Юань, Юань Бао, прошу. Ты, ты не бросай нас. Я знаю, у тебя проблемы, но... Не надо, не надо ничего, не говори, потому что я начну тогда сомневаться. Вы же сами знаете, что у меня мама сильно болеет. Да, да, да. Дочка маленькая. Я сейчас нужен, им очень нужен. И на данный момент наша фирма уже выплатила почти все долги. Однако, моя мама и дочь... Мой долг перед ними огромен. Юань Бао, послушай меня. Ты знаешь, что мы все здесь. Мы все твои друзья. Конечно, мы знаем о твоей маме и дочке. Это действительно тяжело. Но ты... Мы все восхищаемся тобой. Слушай, мы не женаты. Сыты и ладно. Но ты... Это тяжело. Действительно тяжело. Давай так поступим. Ты продолжай свою работу, а? Никто не против же? Ходи и дальше туда работать. Может, и у нас что-то улучшится. Так? Ага. Так. Я сказал, может быть. Подожди хоть немного. По крайней мере, не покидай компанию, пока не передашь информацию о своих клиентах. Это ты можешь? Да. Насчет мамы твоей. Мы ведь почти не заняты. Мы все можем помогать. Да, да, да. А? Подожди. Пожалуйста. А? Не уходи. Не трогай. Подумай. Сянь-Сянь. Ты не говори своей маме о том, что я сейчас тут сказал. Не скажет. Да не скажет она. Не скажет ни за что. Мы же все в одной лодке. Сядь не расскажет. Останься. Просто забудьте об этом. Ты передохни немного. Я тебе принесу воды. Давай. Кто там? А, сладкий. Что ты здесь делаешь? Как тяжело. Еле донесла. Хотела приготовить всем тонизирующий суп. В прошлый раз не смогла привезти его тебе. В этот раз решила сразу ехать к вам. Как только все приготовлю. Поэтому, думаю, в этот раз суп получился просто идеальным. Идеально получился. А что случилось в прошлый раз? Да так. Один ворюга съел его. Ну, неужели такое бывает? Наверное, надо поставить суп в холодильник. Пусть няня сделает это. А где няня? Гуляет с мань-мань? Смотри. Ваша няня не справляется с работой. В квартире стало грязнее. Уже не так чисто, как раньше. О чем это ты? Я говорю, что няня плохо работает. Она что, по дому ничего не делает? Ты говоришь о няне и сычуань? А Сябин тебе не сказала? Мам! Мам! Сябин вернулась. Привет. Привет. Ты почему не позвонила перед приездом? Я звонила, но ты не ответила. Я думала, ты на работе. Поэтому и приехала. Посмотри. Так ведь Сябин уже уволилась. Она пожертвовала очень многим для семьи. А? Большие проблемы с головой. Она сама не понимает, что говорит. Почему ты вернулась с работы так рано? Ты и днем смотришь за мань-мань? Вчера была вечерняя смена. Сегодня рано закончила. Мам, тебе, наверное, пора? Я провожу тебя. Да я только что пришла. Ты чего? Мне надо сходить в магазин, купить туалетные бумаги. Ладно, ладно. Пойду. Эй, мань-мань, пойдем погуляем. Постойте, а как же ужин? Я не хочу есть. Спасибо большое, но мне пора идти уже. А сумка? А, да. Дай мне хоть обуться. Дай сюда туфли. Подожди, идти буду, господи. Какие они странные. Очень странные. Мама, я скоро вернусь. Хорошо. Ну что за спешка? Так, так, мань-мань. Не обращай внимания на то, что говорит моя свекровь. У нее совсем беда с головой. Ой, да знаю я. Не могла ты уволиться. А если уволишься, на что вы будете тогда жить? Сидеть дома целыми днями? Ой, Сябин, женщина рассчитывает только на свою голову. Только на себя, понимаешь? Посмотри на маму Юаньбао. Кто знает, что у нее сейчас в голове. Не надо приходить к ней. Если будешь часто приходить, через несколько дней она наговорит тебе такую чушь. Ты лучше дома. Танцуй и отдыхай. Твоя фигура все лучше. Ну да, я в прекрасной форме. Это точно. Мама Ся, вы приехали? Моя мама хочет... Я знаю, зачем она пришла. Она пришла, чтобы научить тебя быть домохозяйкой. Мама... Госпожа Ся. Ой, я вас так понимаю. А все могло бы сложиться совсем по-другому. Я могла бы уговорить Юаньбао бросить Сябин и вернуться к Сянь-Сянь. Но тогда все это, все эти тяготы и невзгоды, они легли бы ей на плечи. И ей пришлось бы отказаться от работы и от собственной жизни во имя семьи. Вы же сами мама. И я тоже мама. Мы понимаем друг друга. Мама... Мы понимаем. Хватит. А ну стой, ты куда это? Стоп, стоп. Хватит драться. Я пошла. Посмотрю, как там у мамы Юаньбао дела. Ну, я пошла, пошла. Смотри. Ой, вот я тебе. Ты почему мне не сказала, а? Как ты могла утаить это от меня? Ты все больше становишься похожа на своего отца. Издеваешься надо мной. Просто издеваешься. Да, ты издеваешься. Идем обратно. Да куда? Домой. Да дома никого нет. Там тетя Ли есть. Да она чужая. Быстро идем. Куда? Эй, моя дочь. Мань-мань. Мама. Сейчас же звони. Звони Юаньбао. Я не взяла телефон. У меня проблемы с желудком начались, потому что я сильно волновался. А теперь еще и ты снова и снова добавляешь мне проблем. Ну, что такое? Я только что уложила мань-мань. Теперь ты стала нянькой, да? Зачем я тебя только растила? Заботилась о тебе. Тихо, 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 тихо. Там как? Мань-мань спит. Мань-мань же спит. Мам, да ты никогда меня не воспитывала. Я просто закончила школу, так и не поступила в институт, и это все был мой личный выбор. Диплом института тебе бы не помешал. Ну, а теперь ты нянька. А нянькам ни института, ни диплома не нужны. Мама. Дело в том, что если бы у нас была хорошая нянька, то мы платили бы ей больше, чем получает Сябин. Это бы нас разорило. Что ты говоришь, Юаньбао? Что ты такое говоришь? Ты обижаешь мою дочь. Она что же, по-твоему, хуже простой няньки? Это ты имеешь в виду? Нет, 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 нет. Я так не думал, я это не говорил, совсем не это говорил. А то, что если нанимать хорошую няньку, то вся зарплата Сябин пойдет на зарплату няньки. Да еще моя вдобавок. Сколько вам надо? Скажи, 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 скажи. Мама, мы не будем брать у вас денег. Скажи мне сколько? Вы не можете. Да какая разница, сколько? Какая разница? Мы не возьмем. Я добавлю сама. Хорошо, добавлю сама. Не уговаривайте меня. Стой, стой, стой. Сколько можно? Успокойся. Почему ты должна платить? Как это? Какая пенсия у мамы Юаньбао? Да и ты, разве сильно богата? Папа, я объясняю. Сколько няня зарабатывает в месяц? Ну, тысячу юаней, ну, две тысячи, так или нет? Но у нее, у Сябин зарплата в несколько раз больше. Да что ты несешь? Что за чушь? Вся сюда, я сказала. Вот что я скажу. Юаньбао, послушай-ка меня. Моя дочь Сябин должна работать. Ты слышишь меня? Она не должна оставаться дома. Даю вам несколько дней найти няню. Мам. Но это вообще не касается Юаньбао. Я сама приняла решение быть дома, присматривать за Маньмань, потому что не хочу оставлять ее одну. Ты любишь свою дочку? А я люблю свою дочку. Ты понимаешь меня? Понимаю. Юаньбао, что ты мне обещала? А ну, вспомни. Так и хочется тебя ударить, побить за все твои обещания. Мама, мама, не надо. Ладно, садись. Садись сюда. Садись сюда. Не ругайтесь, но нам придется оставить все как есть. У нас просто нет выбора. Войдите в наше положение, мама. Но я вам обещаю, что постараюсь найти няню, как можно скорее, чтобы освободить Сябин. Обещаю. Хорошо? Обещай мне, что найдешь няню. Да, да, обещаю. Скажи, когда? Очень скоро. В самое ближайшее время. Ладно, все, забудь, садись. Ты ничего не понимаешь в няньках. Я найду няню, но оплатишь ты. Хорошо. Больше нет сил. Да, да, садись, садись скорее. Успокойся. Давай, давай, садись. Хочется пить. Дайте воды. Ой. Держи. Скажи мне. Да. Так, сейчас она безработная, присматривает за ребенком. Но на что она живет? Ну, но я нашел дополнительную работу. Не волнуйтесь, я отдаю ей всю свою зарплату. Каждый месяц я ей все отдаю. Юань Бао, не нужно мне лишних слов. Мужчина должен содержать свою женщину. Она твоя жена, так? Эй, слушай, что я говорю. Она твоя жена, ты содержишь ее. Твой тесть не идеален, но с деньгами все всегда было в порядке. Все эти годы. Спроси, как выглядит его карта. Он не сможет ответить, не знает. А, кстати, Юань Бао, где твоя карта? У меня. Слушай меня, Юань Бао. Хороший ответственный муж не таскает карту в кармане, а отдает жене. Она должна тратить, а не ты. Понятно или нет? На карту каждый месяц приходит моя зарплата. На ней есть мои сбережения, хоть и небольшие, но я могу отдать ее жене. Вот, держи. Забирай. Нет, нет, Юань Бао. Сейчас, сейчас. Вот так. Что это ты делаешь, а? Как ты? На самом деле, я говорю сейчас не о деньгах вовсе, а о доверии к жене. Слушай, Сябин, эта карта будет лежать у меня. А когда ты найдешь работу, я сразу же верну ее тут же. А если не пойдешь на работу, все деньги сохранятся на черный день. Ты сможешь потратить их, когда захочешь. Юань Бао, я правильно говорю? Правильно. Да, я согласен, да? Да, да, да. Наконец-то домой. Пойдем скорее. Идем домой. Закрыть? Идем. Ну, тебе платят? Любая работа оплачивается. И не жалко было отдавать все это моему отцу? Я эти деньги зарабатываю для тебя, в общем-то. Домой, Мань-Мань, домой. Не знаю, сколько тут денег. Завтра схожу в банк, проверю и куплю боны. У тебя нет ни капли стыда. Ты понимаешь, в каком положении Юань Бао? Как живет наша дочь? Совсем потерял совесть старый. Э, тигр не ест своих тигрят. Знаешь поговорку? Ты сошла с ума, что ли? Ты подумала, что эти деньги я решил прикарманить? Да я просто проверю карту. Если там все нормально, я верну ее. Вернешь ее? Что ты только что сказал, что хочешь купить боны? Кто это сказал? Так это через несколько месяцев. Сейчас покупка бонов очень удобна и выгодна. Намного удобнее депозита. Я очень устала. Давай завтра. Ну, давай. Дорогой, я слишком устала. Нет уж. Ты каждый день так говоришь. Но сегодня я до смерти устала. Ну, завтра, ладно? Ну, завтра, пожалуйста, завтра. Сердишься? Не обижайся. Милый. Когда ты была беременна, ты говорила, что можно навредить ребенку. И отказывалась. Ну, ладно, давай. И почему это ты всегда все решаешь? Эй! Не бей меня! Я случайно. Ты что? Давай. Подожди, подожди, подожди. А? Что такое? Дорогой, я вернусь. Эй, 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 эй. Что такое? Спим. Ты уже не хочешь? Я устал. Нет, нет. Устал. Но мань-мань сбросила одеяло. Ага. Если бы я не накрыла ее, она бы простудилась, понимаешь? Да ладно. Я не виню тебя. Ложись. Ну, хватит уже. Давай-ка так. Сегодня мы оба устали. Давай в другой раз. Ладно. Давай в пятницу. Почему? В субботу у нас выходной. Так ведь? Мы можем отдохнуть. И по пятницам идет наш сериал. Посмотрим с тобой сериал. Немного расслабимся. Мань-мань уснет. Ну и секс. Правильно. Назначим дату для регулярного секса. А сегодня надо отдохнуть. Сегодня мы оба устали. Кем мы стали? Мы даже определяем дату для секса. Наша жизнь стала такой скучной. Нет выбора. У нас есть дочь, и она прямо здесь. Мы не можем это делать прямо при ней. Правда ведь? А сегодня будем спать. Согласна? А? Спим. Мань-мань. Мань-мань. Твой папа еще спит. Вставайте. Мань-мань проснулась. Все хорошо, я ее возьму. Убери еще, моя девочка. На, успокой ее, хорошо? А я сейчас приду. Иди сюда. Иди, папа, иди. Мама. Мама. Вы проснулись? А, доброе утро. Я уже встала. Мама, мы поедем в больницу, как будем готовы. В больницу? Я же говорила, мама. Ой, я забыла совсем. Что с Мань-мань? Ну ладно, ничего. Вы собираетесь, а я приготовлю завтрак, хорошо? Как же я могла забыть. Мань, какая ты умница. Ну помоги папочке. Так. Ага. Мне нужно сходить в магазин купить кое-что. А потом поедем в больницу, хорошо? Не задерживайся. В 11 у меня встреча с клиентом. Успеешь? Поняла, постараюсь. Давай я ее покормлю. Давай молоко. А ты пока помоги мне на кухне. Там проверка. Бегу, бегу. Поставь воду. Давай помогай мне. Моя девочка пойдет. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Посмотри на папу! Хватит спать, Соня! А? Мама так быстро бегала, да? А? Где мама? Открой, открой глазки! А где мама? Мама! Мам! А вы куда ушли? А я домой иду. Хочу взять такси. Ладно, я поеду с вами, ладно? Я хочу вам такси поймать. Конечно. Нам с тобой вон туда, там такси. Такси! Ну, сели. Поехали. Вау, Вау. А? Поймай такси. Хорошо, хорошо. Не надо ехать на авто. Хорошо. Поезжайте скорее. Ага. Не плачь, не плачь. Мань, мань. Не надо плачь. Привет. Привет. А зачем пришли? Я тебе перекусить принес. Здравствуйте. А вы… Вы не помните? Однокурсник Юаньбао Бао Шуай. А это его подруга Джульетта. Знаю, знаете. Это девушка, которая вышла замуж. Заходите скорей. Заходите. Заходите. Не нужно. Мы только что поели неподалеку. Просто принесли тебе еду и не переживай. Давай зайдем на минуточку. Приглядим за дочкой Сябин, чтобы она могла спокойно поесть. Проходите. М-м-м. Ты наелась? Что, свой пальчик кушаешь? А? Мама уснула. Что это? Вау! Пирожки! Я так давно их не ела. Ты ешь, ешь. Мы присмотрим за ребёнком. Как поешь, мы сразу уйдём. М-м-м. Сейчас для меня самые приятные слова – это давай я помогу тебе с ребёнком. Где уксус? Стоит под плитой. Как поешь, ты помнишь? Вау! Как поешь, меня есть? Ты прикрасить. Как поешь? Как поешь? Как поешь? Те? Как поешь? Почему не ешь? Девушки отдыхают Круг вас так много мужчин, которые готовы следовать за вами повсюду Почему вы выбрали мужчину, у которого есть жена и ребенок? Не существует с этим, ты оказалась права Вы не устаете от такой жизни? Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто очень давно не ела с таким комфортом и так спокойно, как сейчас Каждый день я ем, не отрываясь от ребёнка Вкус не успеваю распробовать Не надо плакать Мы как-нибудь ещё привезём тебе еду Бесплатная доставка Как же мне повезло, что вы мои друзья Я такая ненадёжная, а вы меня не осуждаете Мам-мам-мам Эй, мань-мань, мамочка тебя любит Знаешь что? Мне кажется, в том, что ты такая, есть доля и моей вины Да с чего бы это? Я всё это делаю, потому что сама знаю, как тебе тяжело Рука помощи Ты наелась? Здравствуйте Сябин Я к маме Юань Бао Она спит А, правда? Ой Кажется, мы с вами где-то встречались Где же? На свадьбе? О-о-о Доктор Бао Да, это я Ясно, ясно О-о-о Я вижу Сябин в надёжных руках Хм Конечно Мы дружим много лет А-а-а-да-да-да-да-да Отдыхайте Я пошла Пожалуй, я тоже поем Как вкусно Очень вкусно Почему, когда я сидел дома, мне никто не приносил пирожков? Они просто проезжали мимо И Бао привёз мне немного еды Он, кстати, был с Джульеттой, своей девушкой Девушкой? Какой девушкой? Какая же ты наивная Это был просто предлог Она такая странная Они помогли мне Где же твоя благодарность? И хватит ей хидничать А что я такого сказал? Ну, скажи Как бы ты отреагировала Если бы моя бывшая Заявилась сюда С пирожками А сам ты работаешь со своей бывшей Что? Я хоть слово сказала? А кто это сказал, что Сянь-Сянь моя бывшая? А мне откуда знать? Ну, это-то другое Пойми меня У меня целая куча дел Некогда с тобой болтать А ну-ка, стойся Подожди Мне не нравится, как ты относишься ко мне Объясни мне Зачем он Принёс пирожки? О чём он думал? М? Ты Ты боишься сказать? А что сказать? Как только я начал спрашивать Ты сразу ушла Ты уходишь от ответов Меняешь темы Согласна? Значит, хочешь прямой ответ? Да, хочу Ладно, давай-давай Но сначала постирай одежду Мань на завтра Затем искупай её Уложи спать А потом возвращайся Я всё тебе доходчиво объясню Но ещё Стой Ты должен приготовить Мань завтрак в 6 утра А в 9 забрать лекарства для мамы Если нужна помощь Я с радостью готов тебе помочь Но домашние дела Ни причина избегать прямого разговора И ответов на вопросы Понимаешь меня? Ты ещё не закончила Дело не в том, закончил я или нет Я просто хочу знать Что ему было нужно Я не понимаю Почему он появляется каждый раз Когда у нас что-то случается Что ему нужно? Сует и сует Нос в чужие дела Если бы это было так Он не помог бы тебе Помог мне? Меня ждёт стирка Погоди Он Помог мне? О чём ты говоришь? Давай не будем об этом Нет, нет, нет Ответь мне Чем он мне помог? Расскажи мне Не молчи Ты всё-таки пока ещё моя жена Мой отец дал тебе сто тысяч Ну и... Как ты думаешь Почему он не требует их назад? Потому что я их вернула Мне их одолжил Бао Шуай А если бы не он Они бы тебе житья не дали Зачем ты так? Зачем ты взяла у него деньги? Я тебя просил? А? Зачем ты одолжила у него деньги? По какой причине? Зачем ты это сделала? Хотела помочь Помочь она хотела Как мне теперь людям в глаза смотреть? А? А откуда они узнают? Даже если не узнают Я не просил такой помощи Это не помощь Это оскорбление Понимаешь? Оскорбление? Конечно Я не хочу его денег Не сделай я этого Мой отец оскорблял бы тебя бесконечно Этого хочешь? Всё, хватит болтать Звони Бао Шуай И что ему сказать? Я верну ему деньги А где ты их возьмёшь? Где-нибудь найду, ясно? Я пошла Мама? Бао-Бао Вставай Зачем? Вставай Иди сюда Зачем? Ну-ка, извинись Перецябин С чего бы это? Сейчас же Ты знаешь, что случилось? Не спорь со мной Извинись, Перецябин Прости меня Да Ничего Идём, идём Быстро Мам Бао-Бао Ты на работу идёшь? Угу Присядь на минутку Я хочу поговорить с тобой Угу С момента, как я заболела Каждый раз на обследовании в больнице Врач напоминает мне Что болезнь долгая и неизлечимая Надо это помнить И готовиться к своему будущему А мне кажется, что не нужно готовиться Всё, что меня беспокоит Это ты, Мань И твои отношения с Сябин Больше всего на свете Я надеюсь Что вы поладите и будете Поддерживать друг друга во всём Поэтому Относись к Сябин лучше, ладно? Когда два человека находят друг друга Это большая удача С момента, как вы поженились Вы часто ссорились У вас было много проблем И мне кажется, Сябин упорнее тебя Правда? Она никогда не оставляла тебя Даже когда у тебя были серьёзные проблемы Всегда поддерживала тебя Что тебе ещё нужно? Не существует в семейной жизни Таких трудностей Которые нельзя преодолеть вместе Научись сдерживаться, ладно? Иди сюда Идём, идём Ну же Ладно Что там? Вот возьми Сними деньги И верни Бао Шуай Чьи это деньги? Мам У тебя что, есть ещё один счёт? Сколько? Откуда? Откладывала на старость Я не могу взять эти деньги Не могу, прости Возьми Об этом, Сябин Хорошо А ты думаешь, что Если я возьму деньги Своей мамы Люди будут Меньше меня осуждать? Не нужно Я уже не ребёнок Постой-ка Слушай Ты по-прежнему Мой ребёнок О котором я должна заботиться Да Я твой сынок Но по-моему Ты уже слишком долго Обо мне заботишься Знаешь что Не волнуйся больше, мам Не нужно Давай спрячем Вот сюда Вот так И не показывай мне Я сам справлюсь Сейчас сам всё увидишь Что-то я даже волнуюсь У меня куча поклонников О, сквозь Привет Пожалуйста Это она Здравствуйте Аккуратней Пожалуйста Можно мне список вопросов Осторожно Пожалуйста А можно мне тоже автограф Вы видите Это так замечательно Спасибо, Сяуань Надо пробраться поближе Да Не толкайтесь Ну и как вам путешествие? Отлично Да-да Очень понравилось И куда собираетесь ехать? В Тибет Тибет? Как интересно Отличный выбор Да Мы давно собирались Поедем по вашим следам Неплохо Купили ваш путеводитель Тибет Сябин Ты почему здесь? Пришла За её новой книгой? Да Проходила мимо И решила сюда заглянуть О Ты ведь Знакома с Сяуань? Знаешь, кто она? Она шеф-редактор Вивит А вы? Спасибо Специально приехал Она знаменитость Я слышал, что её рассказы о путешествиях и фотографиях совершенно уникальные, действительно стильные Значит, вы её фанат? Давний поклонник И ещё я управляю её активами Да Добрый день, уважаемые гости Мы приглашаем на сцену Сяуань Шеф-редактор журнала Вивит Это вся наличка компании 40 тысяч Чуть больше 40 тысяч Посмотрим У меня ещё 10 Итого Пока выплачу половину Половину чего? И что со второй половиной? Ты же По-прежнему ему должен Отстань Если денег не найду То что мне делать? Э Я скажу, что делать Йоань Бао На, держи Верни долг На вот Держи Ничего себе Откуда у вас такие деньги? Вы же ещё не женились Я 20 тысяч Снял с банковского счёта моей матери Я знаю её порой А я с карты снял Забирай Что-то он странно улыбается Когда говорит, что стащил деньги У мамы Да я просто У близких ворую Ладно, ладно, ладно Не надо вкладывать личные деньги Ну а ты как же? У меня сложные отношения с Бао Шуаем Мне надо вернуть долг Эй, эй, эй Ты должен понять Ты Ты брал у него деньги Не для себя Ведь так? Ты брал для компании Верно Именно компания должна возвращать долг Точно Мы втроём вернём эти деньги Настоящие друзья Должны помогать друг другу Держи деньги Да Слушайте Тут денег больше, чем надо На 10 тысяч Поэтому остальное Отдай ему В качестве процентов Просто брось их ему в лицо Нет, так нельзя Ведь он помог нам В сложный момент Похоже, будто жаба квакает А? Жаба квакает? Да это же рык льва Это полезно для профилактики астмы И хронического кашля Иди, иди, иди Да просто жаба Видишь ты Мне не забыть тебя Да? Госпожа Ивань Какая неожиданность Госпожа Ся Присаживайтесь Господин Ся Прошу, прошу, прошу Госпожа Ивань Вы ведь явно пришли не просто так Наверняка Ся Бин Опять что-то натворила Опять вас расстроила Нет, нет Я пришла сегодня Просто навестить вас Мы должны общаться И встречаться чаще Раньше я этому не придавала значения Не надо волноваться Я пришла специально к вам Мой Ивань Бао еще молод и не сдержан Ся Бин нервничает из-за этого Я прошу вас, поговорите с ней Успокойте Мы ведь хотим, чтобы наши дети жили счастливо Да-да-да-да Но, 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 может быть опять что-то произошло? Нет-нет, ничего такого Вам уже, наверное, Ся Бин говорила про мою болезнь Я Я пришла Просить Вас позаботиться о них И о Мань-Мань Пока у меня еще ясное сознание Отец Юаня умер очень рано И после того, как я окончательно потеряю память и разум Вы останетесь Единственными для них близкими Госпожа Юань Не грустите, пожалуйста Юань Бао женился на нашей дочке И уже давно называет нас папой и мамой Будьте уверены, он для нас как родной сын Я очень благодарна вам Эй, стойте, не надо Мы не можем все это слушать, а? Ну что же, я принесла вам подарок Женщина О, спасибо большое Пожалуйста, присядьте У меня тоже есть кое-что для вас Для укрепления здоровья Сватья В каждой семье есть свои трудности Вам одно и очень тяжело Но и вдвоем тоже непросто Мы с ним каждый день спорим и ссоримся Честно говоря, иногда даже хочется с собой покончить Нет, жить вдвоем все же лучше Папа, что случилось? Почему она у вас? Ладно, все в порядке Я сейчас ее заберу Да, прямо сейчас Хорошо, да Да, увидимся Можно? Я планирую поехать в отпуск осенью на 10-15 дней Порекомендуете интересное место? Мне кажется, нет плохих мест Могу дать советы Во-первых, прекрасное настроение И самое главное, хороший попутчик Таким образом вас порадует любое путешествие Циоань Во время путешествий Или просто на жизненном пути Есть ли у вас какие-то способы Позволяющие познакомиться с интересным женатым мужчиной? Разве так можно? Такие вопросы Я спрашиваю о том Что случится, если вы вдруг встретите такого мужчину? Как поступите? Спасибо, вы задали интересный вопрос Я думаю Что сначала я с ним подружусь Давайте представим Что мы приехали в одно очень красивое место Мы прекрасно понимаем Что навсегда остаться там нельзя Но у нас остается возможность Бывать там время от времени Иногда с друзьями Но, конечно, нужно всегда помнить О соблюдении местных правил и устоев Как-то так Ты так молода А уже столкнулась с этим? Нет, не я Но я видела ее с женатыми И мне захотелось подать ей сигнал То ли из сочувствия к жене То ли просто из чувства справедливости Понимаете меня? Не менее привлекательные Я посетила много мест Но больше всего Мне нравится Ханчжоу Спасибо Девушка Было очень интересно Простите, девушка Девушка До свидания Привет Мы что, с вами знакомы? Мы с вами нет Но вы знакомы с Лотянем Вокруг вас так много мужчин Которые готовы следовать за вами повсюду Так почему вы выбрали мужчину У которого есть жена и ребенок? Я встречала таких, как вы Отнимая счастье у других Вы не становитесь счастливей Вам интересно отбить мужа у другой женщины? Сам мужчина вам не важен Судя по твоему тону Ты работаешь на Лимудзи Я ведь права, верно? Не мудрено Все, кто общаются с Мудзи Обязательно становятся невротиками Хотя Ты уже и сама стала мамой А выглядишь и ведешь себя, как девочка Если постоянно волнуешься Что мужа? Уведет другая Пора задуматься об этом Видимо, надо работать над собой А не думать о любовнице мужа Существующей исключительно в твоем воображении Кстати, не хочешь поработать в Вивит? Подумай обязательно У нас прекрасные условия работы И еще достойная зарплата Пока Я это собирал много-много лет Теперь это ваше Если что-то непонятно, звоните Нет, нет, это слишком Нет, 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 нет Это чеще Нисколько Живите долго, лекарств много не бывает Мама Папа Бао-бао пришел Заходи, заходи Послушай меня С сегодняшнего дня Ваши проблемы – это и наши проблемы Ваши заботы – это наши заботы, так? Да вы что, шутите? Нет, я серьезно Где Сябин? Вы не вместе? Сябин гуляет с Мань Я приехал за мамой Беспокоюсь Когда она выходит одна За ней надо приглядывать Но тебя не было дома Сябин была А она ребенком занимается Ну да, конечно А еще приглядывает за моей мамой Да, ей тяжело приходится Да Так и есть Папа, я пошел Пока, мама Всего доброго Я пошел, пока Мама, папа, пока До свидания Послушай Может, я отдал ей Слишком много лекарств Будет жалко, если я отдал их напрасно И она их не использует Ты слышал, что сейчас Юань Бау сказал? Как бы себя не чувствовала Его мама Всегда будет человек Который будет рядом То есть Сябин должна ухаживать И за ребенком, и за ней Вот почему она пришла И сказала много добрых слов Теперь я поняла Все Нет, нет, нет Мне ее слова Показались искренними Поэтому я отдал ей Свою коллекцию Надо придумать Как вытащить дочку И нужно будет Ее подлечить Я же говорил тебе Что сам справлюсь Со своими проблемами Не волнуйся, мама Береги себя Я знаю, что ты справишься Просто хотела навестить их Понимаю Ну как? Ты нашел деньги для Бао Шуая? Где ты их взял? Эти деньги я занимал Не для себя, а для компании Я обсудил с ребятами Эту проблему И все скинулись Чтобы вернуть Бао Шуаю долг Не волнуйся Завтра Завтра я постараюсь Вернуть деньги Бао Шуаю Не думай об этом Не забудь Рассказать Сябину, ладно? Хорошо, хорошо, конечно Да, Бао Там есть ресторан Где продается острый суп Давай купим для Сябин Она его очень любит Давай, конечно Рокки проснулся Мой малыш Привет, мой зайка У тебя Рокки проснулся Мой хороший мальчик Доброе утро Папочка еще спит? А? Ты спишь? Читаешь? Путеводитель Ты что, в поездку собрался? Да так просто листаю Может быть, найду, куда нам вместе поехать Это целый Ань подарил Раньше она работала на этот журнал Я сказал, что хочу вместе с семьей куда-нибудь поехать Вот она и подарила этот путеводитель Ну и как? Нашел интересное место, чтобы всей семьей поехать? Да, нашел Австрия Отлично подходит для семьи Ну и, пожалуй, Сейшельские острова Там медовый месяц проводил принц Уильям И еще Бэкхэм с супругой были Десятую казовщину свадьбы отмечали И еще большой барьерный риф Ладно, продолжай изучать книжку Ну, потом поедем куда-нибудь Рокки проснулся Покормлю его Хорошо Эй, Сябин У тебя есть время? Надо встретиться У меня свекровь дома одна Я не могу уходить далеко Ничего страшного Отлично А вы зачем меня позвали? Что-то случилось? Да ничего Просто мы давно не виделись Решила с тобой встретиться Вот, принесла тебе новые маски для лица Не стоило этого делать В прошлый раз Ты сказала, что стоит уделять больше внимания своему мужу Я подумала над этим Ты оказалась права Наверное, ты что-то знаешь И решила намекнуть мне Это не так Я вполне допускаю Что на моего мужа Может положить глаз Другая женщина Особенно сейчас Во время экономического кризиса Да? Мужчина с ребенком Становится символом рассудительности Надежности, ответственности Есть женщины, которые пользуются ситуацией И слабостью противника Это, в общем-то, нормально Не знаю, что там Может быть, ничего и не происходит Но я подумала Что вам лучше бы знать Ведь нужно обращать на все внимание Вы согласны? Да, значит, повод есть Наверное, ты увидела его с Циоань Так ведь? Вы уже знаете? Ты что, видела Циоань? Сябин, что ты видела? Ничего такого Вы же сами говорили Это по работе Ничего такого Просто работа Проницательный человек С первого взгляда поймет О чем говорят мужчина и женщина Как ты считаешь? Они говорили о делах? Да нет Не было там ничего особенного Простите меня Может быть, я Рушу ваше семейное счастье А где ты их видела? Так Скажи им, что пришла на консультацию По раннему развитию ребенка Хорошо Добрый день Здравствуйте Я хочу попасть на консультацию Хорошо, заполните А можно посмотреть на класс? Да Простите Пожалуйста Пожалуйста Скажите, Рокки здесь? Да, он с родителями Вон, они там Извини, мне нужно в туалет Люди считают ее мамой Рокки Они думают, она его мама Неужели Лусян не подумал Что это плохо скажется На развитии Рокки? Почему отец приводил его В центр раннего образования С другой женщиной? Почему люди считают Что чужая женщина Его мама? То-то я недоумевала Почему у Лусяни Такое хорошее настроение Я думала, это из-за того Что он с Рокки Но это все Из-за Тяо Ани Мне грустно и тяжело И не за Лусяня Мне грустно и за Рокки Он ведь еще ребенок Он только начинает Открывать мир вокруг Но то, что он видит Это извращенное И аморальное его проявление Но Тянь слишком самовлюбленный Он вредит моему сыну Давайте сейчас пойдем И выгоним Тяо Ань Раньше Я бы так и сделала Устроила бы ей сладкую жизнь Но сейчас я не могу И все из-за Рокки Придется сделать вид Что ничего не случилось Нельзя портить отношения Отца и сына Хотелось бы, чтобы в мире Рокки Отношения между папой и мамой Были отличными Вы не устаете от такой жизни? Вы в семье постоянно носите маски Это тоже очень вредно Для развития ребенка Скажи, ты с мужем будешь Ругаться при ребенке? Стараюсь избегать Но иногда просто не получается Но если вам еще нужны доводы То я хочу, чтобы моя мать Жила в реальном мире То время, что я несу на себе Это очень тяжело Но я уверена Что я смогу справиться Все Пошли Идем Он действительно похож на тебя Опа! Рокки! Опа! Знаешь, у меня было два проекта Семь лет я устраивала туры двум детям Из Юнань Один из них получил Стипендию в Нью-Йоркском университете Второй Занимается охраной окружающей среды В Шангрела Мы редко общаемся Ну, может, раз в год Но так можно понять Что путешествие – сила Мне хотелось бы отправиться с тобой в путешествие Ощутить твою силу И мне тоже Но не знаю, что на это скажет его мама Понимаешь? Ну, хотеть не значит сделать Конечно А мы с Мудзы каждый год Ездим отдыхать за границу Это другое Это не путешествие Экскурсия, тур Ты просто заселяешься в гостиницу Ешь шашлыки Купаешься Пьешь сок Нет, это совершенно не то Настоящее путешествие Ааа, как же это тебе объяснить? Не могу так быстро Отправившись в настоящее путешествие Ты сразу поймешь Что это оно Понял? Играй, играй с девочкой Но только не делитесь, ладно? Слушайте Не делись Детьми стало все сложнее и сложнее Они все избалованные Честно говоря Я трижды меняла работу Нужно выбирать детей получше Не хочу присматривать За испорченными детьми А как узнать, испорченный он или нет? Это просто Я не люблю присматривать За больными детьми Особенно не люблю детей Которые кашляют, чихают И с больным животом О лечении и стирке пеленок Поесть времени нет Устаешь до смерти Я не буду ухаживать за таким ребенком Даже если мне пообещают двойную плату Да, да Нездоровый ребенок Большие хлопоты Глаз не спустишь Мне нравится присматривать за детьми иностранцев Они едят простую еду Торты, хлебцы Ну еще морковное пюре Вот и все Да? А нашим детям Готовь куриный бульон Еще вови яйца Да еще Когда их кормишь Надо кости из рыбы доставать А рядом дед с бабкой стоят над душой И пилят И пилят Я не работаю с детьми Которые живут с дедом и бабкой Ну вы капризные Послушайте У меня в семье трое детей, за которыми я ухаживаю И поэтому Я работаю на ту семью, где больше денег платят А? Здрасте Как дела? Здравствуйте Вы почему не на работе? Да, я на пенсии Мне сейчас нечем заняться Хочу устроиться работать няней Я говорю на шанхайском диалекте Вы меня хорошо понимаете? Да, немного понимаю Да, понимаю Я не могу на путуху Конечно Стой Так ты местная? Местные няни получают как минимум 6 тысяч юаней в месяц Правда? Да, правда На самом деле мне не так важно, какая будет зарплата Главное, что я еще не такая старая И здоровье позволяет Так что вполне могу найти семью, в которой нужна помощь с ребенком Вот и хотела услышать пару советов Тогда по адресу обратилась Я няня, уже пять лет Она три года, она два По рангу у нас получается золотая, серебряная и бронзовая медали Да что вы Если хочешь такую работу, будь готова Когда мы только начинали работать нянями, это была очень тяжелая работа Нас очень часто ругали, доводили до слез Это правда А потом набрались опыта Начали справляться с папой, мамой, бабушкой и дедушкой А также с родными ребенка У нас есть способ Правда Расскажу тебе Слушай, так вот Хотя нет, нет Такому быстро не научишь Со временем сама поймешь Расскажите мне, что за секрет такой Эй-эй Тшшш Тот старик так и пярится на нас Влюбился что ли? Смотри, машут тебе Чушь, да что ты такое говоришь? Да-да-да Глаз не злодит Точно говорю Городские старики все одинаковые Своя жена уже старая Так они когда нас видят, с ума сходят Облизываются Слени пускают Скажите, а где? Тут Толик Вон там Смотри, смотри Возвращайся скорее Научу тебя А о чем Ты там с няньками болтала так долго? Я словно агент под прикрытием Ты шпионила? Хочу помочь Сябин найти няню Она сможет присматривать днем за ребенком и за свекровью Я тут заходила в агентство Но их услуги дороги Не хочу платить Будешь искать няньку на улице? Сделаю подкоп Узнаю, что они думают Найду лучшую И сразу возьму ее Да Тебе надо Оскара дать За сценарий Режиссуру И роль Са Не занимайся Тай Цзи Цюань в парке А где тогда? В супермаркете? Тай Цзи Цюань в парке почти как публичный флирт Я не сорву ни единого цветка В этом дивном саду Ладно, не буду заниматься в парке Да на что ты годен? Тай Цзи 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 innings Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Сервисные роботы все быстрее входят в нашу повседневную жизнь благодаря развитию технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и машинного обучения. Сегодня мы расскажем, как они могут помочь нам в быту, в развлечениях, в больницах и в уходе за пожилыми людьми. Здравствуйте, посетитель А01. Вот ваш заказ. Это не сцена из фантастического фильма, а обычный эпизод работе одного из шанхайских ресторанов. За прием и доставку заказов, а также развлечения посетителей здесь отвечают сервисные роботы. В индустрии кейтеринга всегда был дефицит рабочего персонала, так что мы решили использовать роботов для обслуживания клиентов. Площадь нашего зала около тысячи квадратных метров. Обычному ресторану такого размера потребовалось бы по меньшей мере 15 официантов. Нам же достаточно всего 5 машин. Это еще и хорошая реклама. К нам приходят и дети, и пожилые люди. Всем интересно посмотреть на роботов своими глазами. Благодаря прогрессу в промышленном производстве и в разработке технологий искусственного интеллекта, сервисные роботы больше не экзотика. Используют их не только в кейтеринге, но и почти во всех сферах. Еще совсем недавно умные машины были задействованы лишь в сборочных цехах и исследовательских центрах. Теперь же они стали частью повседневной жизни. Это не только эффективно, но и весело. Мы воплощаем науку в реальность. В прошлом мы могли предложить своим клиентам только виртуальный опыт. Сейчас же они могут управлять самыми настоящими мехами, то есть боевыми роботами, о которых мы так много читали в фантастических книгах. Любой человек может стать частью машины. Мы также выяснили, что в современной индустрии развлечений появляется большой спрос на хай-тек, то есть технологические развлечения. Судя по всему, границы между реальностью и научной фантастикой быстро стираются. По определению Международной Федерации Робототехники, сервисных роботов можно разделить на две категории. Машины для домашнего и для профессионального использования. Первые облегчают жизнь своим владельцам и делают ее более комфортной. Вторые заточены на конкретной операции в той или иной сфере науки или производства. Например, в энергетике используются умные машины для проверки безопасности оборудования. Это профессиональные сервисные роботы. Индустрия сервисных роботов в Китае сейчас находится на этапе становления. Большая часть существующих на рынке умных машин пока не может похвастаться богатым функционалом. Но с развитием технологий искусственного интеллекта и ростом спроса со стороны потребителей, ситуация будет меняться, а роботы становятся все более способными. Мы рассчитываем, что со временем роботы будут обладать шестью основными чувствами, присущими человеку. Глаза, уши, нос, язык, тело и интеллект позволят им понимать и интерпретировать выражения человека, принимать решения, а в перспективе обзавести системами визуального, эмоционального и поведенческого интеллекта. С нашей точки зрения, сервисных роботов необходимо очеловечить и обучить нашим культурным кодам. Это и будет основным отличием между сервисными и промышленными роботами. Прорыв в исследованиях технологий искусственного интеллекта существенно ускорил прогресс робототехники. За последние 30 лет роботы стали заметно умнее и способнее. Сервисные роботы сейчас используются все шире, и это особенно заметно с 2015 года. Они могут заниматься и уборкой дома, и охраной, и проверкой товаров в супермаркете, словом, способные выполнять множество функций. Теперь у нас также есть умные машины с современным дизайном. Они задействованы, например, в сфере образования, и могут общаться с детьми. Такого рода коммуникация — это новшество, которое интересна и родителям, и всей индустрии в целом. Современные технологии позволили создать и роботов, которые способны подменить человека для проведения работ в особо опасных условиях. Правда, рынок для них пока не очень большой. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это господин Гаусин, руководитель отдела глобальных продаж компании Juntai Securities. Большое спасибо, что пришли к нам в студию Гаусин. Сегодня мы поговорим о роботах. Я очень рада, потому что это одна из моих любимых тем. Но сначала хочу вас спросить, в чем заключается преимущество и недостатки использования этих очень дорогих умных машин в таких местах, как рестораны, где они заменяют официантов, или же в торговых центрах, где они подменяют продавцов, или даже вместо торговых автоматов? Сейчас нам лучше сразу же определиться с понятиями. О каких работах мы будем говорить? О тех, что мы видели в фантастических фильмах? Пока мы еще далеко от таких технологий. С другой стороны, в ситуациях, о которых вы только что упомянули, у нас уже есть, так сказать, полуроботы, которые вполне себе успешно работают. Теперь насчет того, какие у них есть преимущества и недостатки. Плюсы в том, что они экономят много времени, и с точки зрения банков и магазинов много денег, ведь им больше не нужно нанимать так много людей, как раньше. Во-вторых, роботы могут предложить клиентам и посетителям больше услуг. В тех же банках нам не так давно приходилось выстаивать длинные очереди, чтобы решить элементарный вопрос. Сейчас там стоят автоматы, и любой может очень быстро разобраться со своей проблемой. Это очень эффективно. Но минус в том, что вы теряете часть потребительского опыта. Заходя в ресторан, я хочу увидеть улыбку на лице официанта. Человеческий фактор, да? Да, именно так. Хочется какого-то общения с официантами, хочется обсудить заказ. К тому же, может, они уже знают, какие блюда я люблю, если я появляюсь там не в первый раз. Проблема в том, что роботы лишают вас такого общения. Ну, не знаю, я как-то не привыкла заводить друзей среди официантов. Но я все же понимаю, вы приходите в знакомую закусочную, обмениваетесь парой слов с персоналом, и они уже знают, какой кофе вы любите получать по утрам, как именно его сварить и что в него добавить. Для многих в этом есть определенная сентиментальность. Очень сентиментально, да. Точно. И еще они никогда не ошибутся, правда? Так вот, мы создаем роботов, хотим, чтобы они были умнее и даже эмоциональнее, но на деле мы не видим большого разнообразия. Не видим роботов, которые ведут себя точно так же, как и люди. И многие отраслевые эксперты, которые специализируются на разработках в области искусственного интеллекта, или же инвестируют в эту сферу, разочарованы темпами развития этого сектора. Они говорят, вообще-то мы думали, что к этому времени у нас уже появятся летающие машины. В чем же преграды для развития? Думаю, главная причина в том, что мы плохо понимаем саму человеческую природу. Чтобы создать очень способного и умного робота, который сможет делать работу вместо нас, нам нужно понимать, как мы сами функционируем. Мы до сих пор мало что знаем о том, как люди думают, как мы можем двигать руками. Тайн и загадок все еще очень много, и именно поэтому так сложно создать робота, который будет умнее человека. Или таким же умным, как человек, даже приблизительно. Но я часто слышала, что все, что может делать человек, может делать и машина, причем делать это даже лучше. Наверное, когда это время наступит, мы подумаем, «Ого, что же мы создали? Эти роботы во всем справляются лучше меня. Думают быстрее, действуют быстрее, анализируют быстрее. Так что же теперь остается мне? Так все-таки, не опасно ли это, создать робота, который намного умнее человека?» Знаете, множество известных людей уже бьют тревогу, в том числе и Эллен Маск. Он говорит, «Вы не догадываетесь, с чем вы имеете дело, с роботами лучше не связываться, вы не хотите создать машину умнее вас самих». Что вы об этом думаете? Я с этим согласен. Это довольно страшно. Мы все слышали об Альфа Гоу. Он выиграл у самых известных во всем мире игроков в настольную игру Гоу. Еще пару лет назад об этом никто не мог бы и подумать. Во всех книгах я читал, что компьютер может победить человека в шахматах, но никогда не возьмет верх в Гоу, потому что это очень сложная игра, и с такими комплексными вычислениями справится только человек. Теперь же вы видите, что компьютер и здесь намного превзошел человека. И разница уже огромна. Самого сильного игрока уделали как цыпленка, легко скинули с пьедестала. Большая разница, да. Задам такой вопрос. Многие уже сейчас стали использовать сервисных роботов в качестве помощников по дому. Стоит ли это пощерять и продвигать? Все-таки недостатков рабочей силы в Китае нет, и многим людям трудно найти работу. Думаю, на это можно посмотреть под другим углом. Население Китая больше не растет так быстро, как раньше. В будущем оно точно начнет сокращаться, и у нас возникнет такая же ситуация, как в Японии или Республике Корея. Показатели рождаемости у нас сейчас низкие, и из-за этого дефицит рабочей силы все-таки возникнет. Это первая причина. Вторая в том, что молодежь сейчас не хочет работать помощниками по дому, она хочет сидеть в офисах. Но и такие должности скоро могут заменить роботы. Возникнет массовая безработица. Людей просто вытеснет с рынка труда. Возможно, вы правы, но тогда на рынке выживут только те, кто работает в сфере робототехники, кто создает этих роботов. Или люди, которые продают свою харизму, как я. Шутка. В общем, посмотрим. Я и сама не уверена. Может быть, роботы будут выполнять и мою работу. Спасибо, Гауси. И теперь небольшой перерыв, после которого мы выясним, как сервисные роботы меняют индустрию развлечений. Интересно. Не переключайтесь. И вновь добро пожаловать. Теперь давайте выясним, как сервисные роботы становятся суперзвездами на концертах и развлекательных шоу. Трансляция новогоднего гала-концерта на телеканале Ихона Антиви превратила НК-01, робота, созданного компанией FutureWise, в настоящую интернет-звезду. НК-01 выступил вместе с группой TF Boys и покорил миллионы человек. Не так давно компания-разработчик представила усовершенствованную модель НК-01. X-X-21 относится к модельной линейке, которую мы планировали запустить с самых первых дней существования компании. Но для создания техники такого уровня нам нужны были ресурсы, поэтому сначала мы решили создать себе репутацию с моделью НК-01. Сейчас в мире существует всего три похожих робота, и один из них в нашей разработке. Мы хотим задействовать его в сфере развлечений, чтобы как можно больше людей узнали, каково это — находиться внутри меха-трансформера и управлять им. Компания FutureWise не просто производит больших управляемых человеком роботов, но и создает целую игровую вселенную со своими легендами, событиями и персонажами. Совсем как «Звездный путь» или «Звездные войны». Наша компания так или иначе работает с научной фантастикой. Наша цель — создать целую игровую вселенную для меха-трансформеров, китайскую версию «Звездных войн». Мы стремимся объединить культурную составляющую с технологической. Большие роботы — это продукт не для розничных продаж. Обычно их используют в развлекательной сфере. К примеру, мы видим, что в разных странах мира, в том числе и США, все чаще организуют состязания робототехники. Мы надеемся, что сможем организовать их и в нашей стране, воплотить в реальности схватки, которые мы видели, например, в фильме «Живая сталь». У компании «Фьючер Уайз» есть уникальные планы развития во всем, что касается развлекательных мероприятий с использованием больших управляемых роботов. В то же время «Кэмбот» — еще одна компания-производитель умных машин — нацелена не на развлечения, а на практическую пользу. В 2015 году мы выпустили «ЮЮ» — робота-гуманоиды, который способен повысить качество услуг и уровень обслуживания клиентов в различных бизнес-сценариях. К примеру, он может рекламировать какой-либо товар, подсказывать нужный отдел в супермаркетах, работать экскурсоводом в музеях и даже продавать машины в автосалонах. «ЮЮ» умеет разговаривать, способен распознавать лица и таким образом знать, с кем именно он общается. Он также может имитировать действия, жесты и мимику человека, так что он довольно экспрессивен. Наш робот снабжен системой навигации и может самостоятельно преодолевать или избегать преграды. Благодаря этому он может перемещаться по большим помещениям. Это значит, что его можно использовать в офисах или шоурумах, чтобы встречать и провожать посетителей. Многофункциональный сервисный робот «ЮЮ» настолько полюбился публике, что компания решила начать массовое производство. Так «ЮЮ» стал вторым в мире прототипом робота, который дошел до стадии конвейера. Первый прототип, вышедший в тираж, создали японские ученые. Как бы то ни было, небольшая, но опытная в своем деле компания «Кенбот» смогла создать перспективную бизнес-модель. Мы получаем прибыль с трех направлений. Во-первых, это массовое производство сервисных роботов для использования в коммерческих целях. Сюда я отношу и умные машины для домашних дел, и небольших роботов с развлекательными функциями. Второе направление — это создание техники по заказу. Некоторые крупные заказчики хотят, чтобы мы создали и настроили роботов по их требованиям. Например, это робот «Ванзай» для компании «Согол». Третий источник дохода — это лизинг, то, что мы называем аренда робототехники. Например, владельцы торгового центра могут взять у нас в лизинг сервисных роботов, а потом сдать их в субаренду своим арендаторам. Так наши умные машины могут использоваться в качестве зазывал и промоутера в период распродаж, помогать магазинам и торговым маркам рекламировать себя в празднике. Гаусин, мы только что говорили о том, что в будущем на рынке труда возможно останутся только те люди, которые управляют роботами или их создают, а также специалисты, которые продают свою харизму, сами себя, как бренд. Что вы думаете о перспективах использования роботов в развлекательной сфере? Я имею в виду не роботов для, так сказать, спальных комнат, а о машинах, которые заменят звезд. Что вы думаете? Думаю, даже если это случится, это будет последняя стадия развития робототехники. Прежде всего потому, что мы до сих пор полностью не понимаем, что именно способно развлечь человека. Возьмем музыкальные инструменты. Например, фортепиано. У нас уже давно есть их электрические аналоги, но люди все равно предпочитают классическое фортепиано. Как бы много оно ни стоило. Причем в продаже есть очень дорогие и функциональные электрические фортепиано. Но это не меняет дело. Выходит, какая-то разница все же есть. Развлечения предполагают что-то неожиданное. Роботов и компьютеров необходимо программировать. Но как вы можете написать для них программу, которая вас удивит чем-то неожиданным? Да, но кто знает, может, в будущем роботы все-таки превзойдут человека. В конце концов, уже совсем скоро могут появиться машины, которые будут разговаривать, преподавать английский или учить детей каким-то навыкам. Возможно, будущим поколениям уже не будут важны все эти человеческие связи. Давайте поговорим о существующих моделях роботов. Что вы думаете, это скорее игрушки или нет? Модели, которые я видел, пока лишь игрушки. Мне довелось познакомиться с некоторыми моделями, и мне показалось, что их можно назвать большими айпадами, которые могут перемещаться. Они двигаются, но не могут делать это свободно. Им нужна или колея, или совсем маленькое помещение. К тому же, они понимают совсем небольшой набор слов. Поэтому я думаю, что до появления полнофункциональных роботов нам еще далеко. Знаете, что по-настоящему страшно? Это когда роботы начнут задавать себе вопрос о смысле своего существования. Спрашивать, кто я, почему я здесь, в чем моя задача. Это именно то, что отличает людей от животных. И когда роботы начнут так делать и так думать, это будет довольно страшный день. Впрочем, давайте лучше поговорим о самых продвинутых роботах в мире. Атлас сейчас считается наиболее совершенным. Это робот-гуманоид, созданный компанией Google. Они удивили весь мир, когда показали, что их робот может встать после того, как его уложили на пол. Расскажите нам, почему-то так необычно. Это очень большой шаг вперед. Сбейте его с ног, он упадет и сам встанет. Раньше роботы еле двигались. Их движения были стеснены и ограничены. Но атлас может передвигаться, как живое существо. Он гибче, и его движения более плавные. Очень гибкие, да. Это значит, что разработчикам удалось понять, как именно двигаются люди и животные. Это намного сложнее, чем может показаться. Если вас собьют с ног, вы не будете думать, «Так, сейчас мне нужно подняться». Все это происходит очень естественно. Вы встанете, даже не размышляя об этом. Специалисты Google провели свои исследования, выяснили, как человек или, к примеру, собака будут действовать в подобной ситуации и создали робота, который ведет себя абсолютно так же. Это фантастика. Ого! Китай еще не достиг такого уровня. Давайте обсудим еще одну вещь, которая меня тревожит и мне совсем не нравится. Это так называемые роботы-журналисты, роботы-ведущие, которые могут разговаривать с гостями. Сейчас даже Siri или боты в соцсетях могут поддержать какой-то диалог. Что вы думаете об этом? Вы бы предпочли слушать новости, которые читает человек? Предпочли бы включить телевизор и увидеть там знакомое лицо? Или же вы не против того, чтобы этим занимались роботы? Сейчас это искусственный интеллект, который может писать новости, или же роботы-аналитики, которые уже работают в моей сфере деятельности. Они могут составлять отчеты о динамике акций и других ценных бумаг. Фирмы, которые этим занимаются, привлекают большие инвестиции. Наши должности в опасности? Возможно, но когда я читаю составленные машинами доклады, мне они, если честно, кажутся ужасно скучными. Обычно это что-то вроде акций такой-то компании, сегодня выросли на 10%. Такие статьи всегда основаны на сухих фактах. У машин нет своего мнения. Они пресные. И если вы просто случайно увидели такую статью или заметку, вам она может показаться обычной. Но если вам нужна действительно важная информация или точка зрения автора, вы ничего подобного там не найдете. Когда я веду программу, я стараюсь быть яркой, забавной. Роботы на такое не способны, так что не забирайте у меня работу. У них нет мнения. Точно, у них нет мнения. Хорошо, спасибо, Гаусин. Теперь настало время для еще одного перерыва, после которого мы выясним, как роботы меняют нашу повседневную жизнь в других аспектах. И вновь добро пожаловать. Роботы могут не только выполнять работу по дому и выступать со сцены, но и помогать нам в школах, больницах и даже в уходе за пожилыми людьми. Давайте посмотрим. В Китае индустрия сервисных роботов развивается сразу по нескольким направлениям. Домашние помощники, здравоохранение и физическая реабилитация, скорая помощь и работа с последствиями стихийных бедствий, энергетика, национальная безопасность, научные и исследовательские проекты. Прогресс очевиден во всех этих сферах. Главная цель — выйти на серийное производство профессиональных сервисных роботов, а также вывести на массовый рынок умные машины для дома. Роботы теперь используются в самых разных сценариях, и главными векторами развития индустрии стали коммерческое производство и изготовление умных машин по индивидуальным заказам. Роботов изготавливают, чтобы они подменяли человека при выполнении определенных задач. Поэтому подлинная ценность роботов проявляется только в том случае, если они действительно способны справляться с предусмотренным функционалом. Применение умных машин в различных сценариях предусматривает их многозадачность. Этого же требует и рынок. Производителям необходимо гарантировать, что их продукт отвечает предъявленным требованиям и может хорошо справиться со своей работой. Самое важное направление развития робототехники сейчас — это реализация заранее прописанных сценариев. Развитие технологий искусственного интеллекта и так называемого интернета вещей позволит сделать обычную технику умнее с помощью аппаратных и программных средств. В будущем сервисные роботы будут иметь все больше функций и применяться в самых разнообразных ситуациях. Они могут выступать единым центром экосистемы интернета вещей, то есть вместо владельца контролировать бытовые и электронные приборы, подключенные к глобальной сети. Поэтому рыночный потенциал сервисных роботов огромен. Правительство также придает большое значение развитию сервисных роботов, или точнее, искусственного интеллекта в целом. Чтобы ускорить прогресс в этом направлении, чиновники предлагают различные льготы и стимулирующие программы. Это увеличивает рыночный спрос. У нас есть важное преимущество — технологический потенциал. Хотя Китай может и отстает по уровню технологий и темпам их внедрения, мы все же добились успехов во всем, что касается производства и практического применения. Сервисных роботов ждет большое будущее. Сейчас это совсем не массовый популярный продукт, поэтому потенциал развития огромен. В докладе о развитии робототехники в Китае в 2017 году, подготовленном Китайским институтом электроники, отмечается, что в 2016 объем рынка сервисных роботов КНР превысил миллиард долларов. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы он будет расти на 30%, что намного выше среднемировых темпов роста этой отрасли. Точно так же, как это произошло с интернетом и смартфонами, роботы различных типов и функционалов станут частью нашей повседневной жизни. В какой-то степени они определяют наш будущий образ жизни, как это сейчас делает глобальная сеть. В том же докладе о развитии робототехники в Китае отмечается, что к 2020 году начнется быстрое развитие специализированных умных машин, будь то автоматические парковщики или ассистенты в супермаркетах. В результате объем рынка сервисных роботов в Китае вплотную приблизится к отметке в 3 миллиарда долларов. Сейчас сервисные роботы делают первые шаги на пути к массовому рынку. Большая их часть — это всего лишь прототипы, созданные в экспериментальных целях. Но общество меняется. Например, пожилых людей становится все больше, стоимость труда растет. Из-за этого спрос на роботов будет только увеличиваться, тем более, что мы постоянно совершенствуем технологии и снижаем цены. Чем быстрее стареет общество и чем стремительнее растет спрос на качественные медицинские и образовательные услуги, тем внушительнее рыночный потенциал сервисных роботов в Китае. Новые технологии, такие как большие данные, машинное обучение и облачные вычисления, позволяют существенно расширить возможности умных машин, наделить их навыками выполнения сложных узкоспециализированных задач. По всем прогнозам, сервисных роботов с каждым годом будет становиться все больше, и именно они могут стать главным направлением для роста всей индустрии робототехники. Итак, Гаусин, что вы думаете о перспективах использования роботов в образовании, здравоохранении, особенно в уходе за пожилыми людьми? Думаю, на нынешнем этапе развития они не могут полностью заменить человека в этих сферах. Может быть, способны как-то помочь в решении отдельных задач. К примеру, в образовании специально запрограммированные роботы могут помочь детям в изучении английского, но учитель там все равно нужен. В уходе за пожилыми роботы могут напомнить, когда принимать лекарства, какую именно таблетку нужно выпить, замерить, например, давление или температуру. Но в экстренных ситуациях все равно потребуется помощь людей. Во многих странах, к примеру, в Японии и в Сингапуре население стремительно стареет. Пожилых там очень много. Как сервисные роботы меняют ситуацию в этих странах? Ведь у них есть этические и социальные обязанности в том, что касается создания таких роботов, чтобы позаботиться о пожилых. Это особенно справедливо для Японии. В структуре населения там очень большая доля пожилых людей, а темпы рождаемости остаются крайне низкими. У них попросту нет достаточно молодежи, чтобы позаботиться о стариках. Именно поэтому они тратят так много времени и денег на создание таких роботов. Я видел конкретные примеры. В некоторых центрах для пожилых там уже сейчас есть роботы, которые могут принести обед или лекарства пациентам, к которым они прикреплены. Есть и роботы, которые способны звонить детям, если с их родителями приключилась беда. Основные функции уже выполняют машины. Получается, что в некоторых странах потребность в таких роботах огромна. Вы рекомендовали бы инвестировать в эту сферу? Думаю, пока еще рано вкладываться в компании, которые создают подобных роботов. Они своего рода первооткрыватели. Им нужны большие инвестиции, хотя риск огромен. Но есть и другие компании, занимающиеся производством комплектующих для робототехники. Спрос на их продукцию в краткосрочной перспективе будет довольно большим. Например, это сенсоры. Они нужны всем роботам. Это датчики света, звука или температуры. Своего рода аналоги глаз и ушей человека. Все компании, которые занимаются их производством, не останутся в накладе. Очень интересно. Большое спасибо за ваши комментарии, Гаоси. Спасибо, что пригласили. Создатели сервисных роботов подчеркивают, что они производятся для того, чтобы жить вместе с человеком, а не служить ему. Но кто знает, может быть, они, как и домашние животные, могут стать нашими лучшими друзьями. И на этом мы заканчиваем наш выпуск программы «Путь к успеху». Большое спасибо, что были с нами. Увидимся в то же время на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Испытания терпения в КНДР подтвердили проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий. Борьба Ирана. Рухани призвал увеличить нефтяной экспорт и продолжить продажи нефти в ответ на санкции США. Майские праздники в Китае. За выходные жители страны поставили новый рекорд по объему внутреннего туризма. Здравствуйте. Вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. На понятном языке в КНДР подтвердили, что накануне проводили стрельбы. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что учениями руководил лично Ким Чин Ин. Официальная цель – оценить и проверить умения военных обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием. Но что Пхеньян хотел сказать этим миру или конкретным странам и как эти страны отреагировали, об этом наш следующий материал. Что это летело, откуда и в каком количестве – непонятно. В Центральном телеграфном агентстве Кореи не сообщили. В том смысле, что да, ракеты, но какие из множества видов. Они были направлены в Японское море, но цель, по всей видимости, была в головах у политических партнеров, не спешащих делать ответные шаги на примерное поведение. Вот и в Республике Корея вроде бы шли-шли к некоторому ослаблению финансовых ограничений, но накануне новых учений соседа снова стали говорить жёстче. Логика предельно ясна. Санкции действуют из-за ядерной и ракетных программ КНТР. И поэтому должны быть какие-то зримые, конкретные и существенные действия Пеньяна, чтобы мировое сообщество согласилось что-нибудь изменить. Ядерная дипломатия на Корейском полуострове находится в подвешенном состоянии с тех пор, как президент США Дональд Трамп отверг то, что он назвал плохой сделкой на саммите с Кимченыном в Ханое. Недавно во Владивостоке глава КНДР обсужал с Владимиром Путиным возможность возродить шестисторонние переговоры. Штаты по-прежнему этого не хотят. Важно то, что КНДР сейчас жизненно необходимы деньги. Буквально в пятницу ООН опубликовала доклад, согласно которому Пеньян сократил размер суточного продуктового пайка до самого низкого уровня в истории для этого времени года. Засухи, аномальная жара и наводнение стали причиной худшего за 10 лет урожая. По нашим оценкам, около 10,1 миллиона человек, или почти 40% населения КНДР, сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи. Дональд Трамп, желающий стать президентом США, который сможет договориться с КНДР, тем временем продолжает делать хорошую мину. Острой реакции на новые пуски от него не последовало. Как обычно в соцсетях, он заявил, что считает, Ким Чен Ын осознает огромный экономический потенциал своей страны и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить этому конец. Сделки быть. Ответ обратным эффектом президент Ирана Хасан Рухани озвучил в эфире гостелевидения меры противодействия американским санкциям. И похоже, несмотря на надежды США прекращать торговать нефтью, никто не намерен. «Нам следует нарастить производительность и увеличить экспорт товаров, не связанных с нефтью. В то же время продолжать запасать нефтепродукты и сохранять их продажи. Мы окажем сопротивление заговору американцев против нашей нефтяной промышленности». По словам Рухани, в прошлом году объемы экспорта иранских товаров, не связанных с нефтью, составил 43 миллиарда долларов. Нужно торговать больше. Президент также считает, что Вашингтон нацелился на резервы Тегерана в иностранной валюте. А значит, нужно увеличить доходы в твердой валюте и сократить расходы. Напомню, это выступление стало реакцией на ужесточение антииранских санкций со стороны США. 3 мая ими уже пригрозили тем, кто будет помогать в расширении АЭС в Бушере. Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что не позволят Исламской Республике производить тяжелую воду выше существующих лимитов. Председатель иранского парламента Али Лариджани ответил, его страна продолжит обогащать уран в соответствии с соглашением по ядерной программе. Тем временем Париж, Лондон, Берлин и Брюссель в совместном заявлении указали, что сохранят финансовые и торговые каналы с Тегераном и призвали Пекин и Москву сделать то же самое. За минувшие сутки из сектора газа по Израилю было выпущено более 450 ракет, об этом сообщили израильские военные. В связи с атакой Израиль полностью закрыл рыболовную зону берегов сектора газа и приостановил работу наземных погранпереходов. В ответ Израиль поразил 220 ракетами объекты на территории газа, в том числе пусковые установки для ракет, командный центр палестинского движения «Хамас», а также склад оружия. Тем временем глава администрации Палестины Махмуд Аббас резко осудил удары Израиля и назвал их военным преступлением. Он призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинского народа. По данным Министерства здравоохранения сектора газа, в результате ударов израильских ВВС погибли мирные жители. Напомним, резкая эскалация напряженности на границе сектора газа и Израиля началась на этой неделе после месяца относительного затишья. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Он отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники хотят снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн. Они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить Венесуэлу с помощью предателей и заговорщиков. Ранее президент призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы провести специальную сессию, чтобы определить политический вектор развития. Напомним, 1 мая Мадуро заявил, что его правительство готово принять специальный план изменений для того, чтобы исправить допущенные ошибки. За день до этого оппозиция вновь сделала попытку госпереворота. Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в столице Венесуэлы рядом с военной базой Карлота. Оппозиционный лидер призвал жителей страны и армию завершить операцию «Свобода», цель которой – свержение главы государства Николаса Мадуро. В китайском Циндао завершились учения «Морское взаимодействие-2019». В последний день маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС «НОАК» провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям. Упражнения прошли в акватории Желтого моря. Согласно легенде, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эсминец «Чанчунь» обнаружили неопознанное суднонарушитель, в роли которого выступил танкер «Иркут». Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника. В ходе маневров было отрепетировано десантирование на корабль с воздуха и конвоирование судов-нарушителей. Морская часть китайско-российских учений стартовала в порту Циндао 1 мая. Цель улучшения – управление совместными действиями по обороне на море и противодействию угрозам безопасности. С обеих сторон в учениях были задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты. «Достигнут высокий уровень взаимодействия между моряками российского флота и ВМС НААК, для того, чтобы достигнуть более высокого уровня боеспособности наших флотов. То, что мы увидели на эсминцах Арбин и на других кораблях, показало высокую выучку китайских моряков. Надо в дальнейшем развивать, то есть учения нужно расширять, усложнять задачи». В Москве состоялась вторая репетиция парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовало 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и ракетные комплексы. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты войск московского гарнизона, учащиеся военных вузов, училищ и кадетских корпусов. Руководил репетицией министр обороны России Сергей Шойгу. Посмотреть на прохождение войсковых подразделений собрались сотни зрителей. В тот же день тренировочные полеты над столицей провела авиация Воздушно-космических сил России. Напомним, первая репетиция парада победы прошла в Москве 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади намечена на утро 7 мая. В Фиджи завершилось 52-е годовое собрание Азиатского банка развития. Мероприятие собрало министров финансов, управляющих Центробанков и руководителей предприятий стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тема встречи в этом году – процветание через единство. Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе собрания заявил, что Азиатский банк развития должен выступать за равные и взаимовыгодные условия для всех участников внешнеэкономических отношений в регионе и стимулировать их развитие. Он призвал разработать несколько стратегий для помощи развивающимся государствам в зависимости от конкретной ситуации и ускорить реформу глобального управления. Министр приветствовал поддержку банкам программ регионального сотрудничества и развития их интеграции с китайской инициативой «Пояс и путь». Коллега Лю Куня из Монголии в ходе мероприятия назвал этот проект стимулом для укрепления отношений с соседями. Монголия рассматривает инициативу «Пояс и путь» как отличную возможность для развития. Исторически наша страна была частью Великого Шелкового Пути. Поэтому мы делаем все, чтобы установить новые связи с другими странами и извлечь все лучшее из этой возможности. В Китае завершились четырехдневные выходные в честь Дня Труда. Для туристической инфраструктуры страны они оказались одними из самых загруженных в году. За первые числа мая жители КНР совершили 195 миллионов внутренних поездок. Драйвером для турпотока служили не только достопримечательности, но и местная кухня разных провинций. С подробностями корреспондент CGTN. В этом году майские праздники в Китае продлились не три, как обычно, а четыре дня. И это закономерно отразилось на показателях внутреннего турпотока. Число поездок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%. Доходы от туризма на 16%, превысив 17 миллиардов долларов. Железные дороги совершили 50 миллионов пассажирских перевозок. Авиалинии почти 7 миллионов. Одну только международную садоводческую выставку в Пекине за четыре дня посетило 320 тысяч человек. В Чунцине на юго-западе Китая спросом у туристов пользуются экстремальные виды спорта. Мне очень нравятся прыжки с парашютом. Я чувствую себя летящей в небе птицей. На объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на майские настоящее столпотворение. Гору Тайшань на востоке Китая за четыре дня посетило 300 тысяч человек. В уезде Уюань на юго-востоке, который часто называют самым красивым уездом страны, приезжие наслаждаются сочетанием жилой архитектуры и природы. Здесь действительно красиво, как будто я гуляю среди моря цветов. Многие путешествуют в другие города ради гастрономических открытий. Одна из точек притяжения для гурманов – город Чунцин. Еда в Чунцине горячая и острая, она бодрит. В южнокитайском Шунде приветствуют сладкоежек. Город славится конфетами и десертами. Молочный крем здесь особенный. Кус молока очень сильный и очень приятный. Статистика показывает, что все более популярными в Китае становятся семейные поездки. А это, в свою очередь, стимулирует и общий турпоток, и объем доходов в отрасли. Александр Дегтярев, CGTN. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за развитием событий вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com. У меня на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Эх, что же делать? Можно поискать что-то дымящееся, чтобы зажечь костер. Можно сделать сигнальный огонь. Пойдемте. Я думаю, можно поджечь пластмассу. Например, пенопласт или использованные бутылки. Так ведь этот огонь не так большой. Нужен не большой огонь, а сильный дым. Это дым? Это не самый большой дым, но можно положить вниз. Пластмассовую бутылку? Вон там пенопласт, еще лучше бутылки. Да, пенопласт, еще можно взять влажную траву. Вот так точно получится. Ребята стали готовить предметы для сигнального огня. Ван Нань считает, что если зажечь пенопласт, то пойдет черный дым. И к тому же на остров прибило много пенопласта. Так все начали быстро собирать пенопласт. Джан Вань Куй пошел набрать немного дикой травы, чтобы попробовать сделать черный сигнальный огонь. Слушайте, нам нужно быстрее все делать. Мы за три дня впервые увидели лодку. Сами подумайте, вероятность очень маленькая. Так мы будем сжечь пенопласт или что? Все попробуем, посмотрим, что дает больше дыма. Будем пробовать в этой куче? Да, давайте пробовать здесь. Надо отойти от ветра, а то дым будет ядовитый. Но это сгорит и дым уйдет. Потому что сейчас к траве подольет воды, от влаги пойдет дым. Но дым будет небольшой. Вань Куй, давай попробуем. Не стой на ветру. Сильный запах, очень сильный. Главное, что трава еще не загорелась. Надо подождать. Недостаточно черный. Свет дыма кажется очень светлый. Может так сделаем? От пенопласта много пыли. Давайте положим пенопласт под траву. Давайте. Возьми палку и повороши, потом положим пенопласт вниз. Давай. Так. Даже запах изменился. Дым черный повалил. Смотрите. Пенопласта много и цвет изменился. Думаю, если сверху накрыть мокрой травой, будет долго гореть. Мы немного задыхаемся. Но ветер слишком сильный, дым не идет вверх. В этот раз наши ведущие бросили в костер несколько кусков пенопласта. И сразу же пошел желтый и серый дым. Появился очень резкий запах. Джен Ванькуй бросил в костер свежую траву, и дым стал еще сильнее. Как видно, из пенопласта и свежей травы можно сделать сигнальный огонь. Наши ведущие собрали еще пенопласта и положили рядом с костром, чтобы можно было в любой момент дать сигнал о спасении. Далеко уплывшая рыболовецкая лодка не заметила их на безлюдном острове. Но, возможно, следующая лодка увидит их сигнальный огонь. Ваннань, почему еще нет костра? Не получается. Давай я, а? Эй, что с тобой? Что случилось? Че с тобой? Немного кружится голова. У него температура. Давай его поднимем. Опирайся. Дай я посмотрю. Опирайся. Дай я посмотрю рану. Не двигайся. А, боже! Не двигайся. Подожди. У тебя температура? Жар? Ванзин, у него жар. Я пойду ему воды наберу попить. За день выпарилось совсем немного воды. Но сегодня плохая погода. За утро совсем чуть-чуть. Мне тоже хочется пить, но нельзя. Оставим это вонькую. На следующий день на необитаемом острове Ваннань сделал из двух дождевиков установку для выпаривания воды. При солнце установка за счет солнечной энергии выпаривала из водорослей питьевую воду. Но из-за примитивных условий в этой воде вполне могут быть бактерии. Воду нужно вскипятить, а только потом пить. Так будет безопаснее. Но как же кипятить воду без специальной емкости? Что ты хочешь делать? Нельзя испортиться от нагрева. Ты хочешь нагреть горячей воды, да? Да. Не получится. Все равно надо что-то придумать. Не дай огню погаснуть, ни в коем случае. Ваннань взял ведерко из мягкой пластмассы, привязанной к плоту, и хотел сварить в нем воды. Но пластмасса может расплавиться в огне, поэтому воду в ней греть нельзя. Что же хочешь сделать, Ваннань? Осторожно. Что ты делаешь? Нагреваю. Я слышу. Потрескивание, да? Да. Вода вскипела. Не торопись. Это горячая вода, можно дать ему попить. А дальше? Дай ему попить, ничего страшного. Дать ему эту воду? Давай, давай, давай. Ты хочешь его отравить? Да ничего страшного, не волнуйся. Нет, как это пить? Такая грязь. Давай, Ванькуй, пей. Там один уголь, мы только что подогрели. Давай, давай, Ванькуй, выпей глоток горячего, выпей. Горячо, очень горячо. Нет, как такое пить? Тут одна грязь. Это можно пить, можно. Боже мой. Давай скорее, пей. Эту воду можно пить? Он в таком состоянии, а ты ему такую воду даешь. Это можно пить, скорее пей. Ты зачем вылила-то? Очень грязная, эту воду нельзя пить. Если ему пить нельзя, то мы ему могли бы выпить. Это прекрасная вода, дерево, растительная зола, понимаешь? Что за растительная зола? Что ты там грел только что? Ее можно пить. Ты вот так нагрел и дал ему. Нельзя, нельзя пить. Я тебе говорю, это растительная зола. Лучше уж было выпить холодную. А если там отрава? Невозможно сниматься. Съемочная группа, все, мы закончили. Мы признаем провал. Сил больше никаких нет. Видя, что Джен Вань Куй становится все хуже, Ван Нань, переживая за его здоровье, был вынужден попросить помощи у съемочной группы. Джен Вань Куй вышел из эксперимента на выживание. Сотрудники сразу же связались с рыболовецким судном, чтобы его быстрее доставили в больницу. Что будем делать? Давай так, давай посмотрим, что у нас еще есть. Так. Одна банка. Так как на острове нужно прожить еще два дня, Ван Зин и Ван Нань еще раз просмотрели все предметы. Кроме ножей и медицинских препаратов, у них осталась лишь одежда. Из-за паспорной погоды морская вода была очень холодная. В такой ситуации они не хотели рисковать и простужаться. Поэтому не стали заходить в воду в поисках Сейснова. В настоящее время нужно было придумать, как снова разжечь костер. Они столкнулись с самым трудным моментом выживания на острове. Очень холодно. Даже если бы Вань Куй был здесь, он бы тоже не пошел в воду. Что же делать? У тебя там есть колготки, да? Дай посмотреть. У меня осталась одна пара. Зачем тебе? Дай посмотреть. Тут до смерти недалеко, а ты за колготки волнуешься. Ладно, не важно. У меня тут есть проволока. Сделай одну вещь. Я пойду соберу хворост. Хорошо. Нам все равно нужно разжечь огонь. Очень холодно. Давай, давай, иди. Морской ветер все продувает. В ловушке будет одно отверстие. Креветка залезет, но не сможет выйти. О, здорово! Здесь одно отверстие. Креветка отсюда заходит, через это маленькое отверстие, но не может выйти. Ван Нань разрезал бутылку из-под минеральной воды на две части и использовал конусообразную часть в качестве отверстия для ловушки. Широкую часть поставил наружу, маленькую внутрь. Так креветки и крабы могут залезть через широкое отверстие. А найти маленькое отверстие и выбраться им будет уже непросто. За полчаса они сделали четыре таких ловушки. И теперь можно спокойно ловить креветок. Но ведь креветки тоже не глупые. Как их заставить залезть? Без проблем. Слушай меня. Бери и идем. Будем подбирать мертвую рыбу и крабов. В качестве наживки? Да, да. Возьми эту веревку. Идем. Ван Зин, иди сюда. Будем собирать. О, на рифе. Да, сварилась. Все высохло. Но это можно использовать. А мы не можем это есть? Не, не можем. Она же протухла. Давай я ее порежу. Держи. Ну и вонь. Ну хватит тебе. Мертвого краба сделай сама, а я доделаю ловушку. Ну и вонь, а. Сырые креветки есть нельзя, да? Да. Ладно, надеюсь, получится. Пойдем. Ван Нань связал четыре ловушки веревкой и бросил их в воду за рифы. Как ты привяжешь? Длины не хватает. Ты посмотри, а я привяжу к длинному камню. Наши герои стали ждать ароматных вареных креветок. Только что Ван Нань набрал в пакет морской воды и попросил Ван Зин помочь ему выдавить из пакета воздух. Что же он собирается сделать? Ты будешь разжигать огонь водой? Да. Если мы сегодня поймаем рыбу, нам снова придется есть сырое. Оказывается, Ван Нань сделал из пакета и морской воды выпуклую линзу. Так известно, она может собрать солнечный свет в одной точке. Энергия в этой точке очень большая и может с легкостью зажечь бумагу. Но выпуклая линза Ван Наня сделана из морской воды. Сможет ли она снова разжечь костер? Держи, вот это. Как только будет огонь, ты ее сразу же подкладывай. Дай мне перчатки. Клади ее сверху. Хорошо. Как только появится огонь, сразу же клади. Я помогу тебе прижать. Лучше будь на готове. Появилась. Как блестит. Эта ватная палочка слишком белая. Намашь немного угля. Не торопись, не торопись. Ван Нань сидел без движения, чтобы точка концентрации солнечного света отражалась на ватную палочку. Прошло пять минут. Ван Нань от усталости покрылся потом. Но спиртовая ватная палочка как будто и не собиралась загораться. Получилось, получилось. Загорелась. А где трава-то? Ну, давай скорее. Дуй. Получилось, получилось. Получилось, получилось. Ван Зин, скорее готовь хворост. Хорошо, хорошо. Маленькую ветку, да? Получилось, получилось. Скорей. Не торопись, не торопись, не торопись. Пусть она пока разгорится. Раскрой ее. Не торопись. Ван Нань и Ван Зин в спешке разожгли костер. Уставший Ван Нань наконец спокойно вздохнул. Больше нельзя дать огню потухнуть. Не надо, по одной клади. Загорелась. Ван Зин, ты посреди за огнем, а я пока пойду посмотрю, что там с ловушками. Наверное, уже есть добыча. Только хорошо смотри. Иди. Одни ракушки. А это вообще пустая. Здесь тоже ничего нет. А здесь большая дырка. Полный надежд поймать креветки, Ван Нань разочаровался. В четырех ловушках, кроме мертвой рыбы и мелких ракушек, размером с ноготь, ничего не было. Ван Нань. 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 Так, где она? Давай скорее ставь назад, нельзя, чтобы вода просто так утекала. Вечером третьего дня на необитаемом острове в Анна-Ниван-Зин наконец попробовали пресную воду. Хотя от голода у них была слабость, теперь у них появился костер и пресная вода, и они смогут пить и не замерзнут. Видно, сегодня опять придется лечь спать голодными. Ван-Зин, Ван-Зин, смотри, рыба! А-а-а! И правда! Пойдем, возьмем ее! Так, стоп, ты иди оттуда. Заходи оттуда. Куда идти, куда? Иди с наружной стороны. Иди и прикрой с той стороны, чтобы она не ушла вглубь. Быстрее! Она уплыла, уплыла! Нет, иди, в расщелине сидит она. О, этот камень такой скользкий! Осторожно! Осторожно, аккуратнее. Куда она делась? Здесь! Не дай ей уйти! Она уплыла, уплыла! Подожди, не дай ей уйти! Втыкай палку, быстрее! Не уплывай! Не уплывай! Уплыла! Вот там! Ладно, давай я попробую. Ее уже нет, как ловить-то? Нет, нет, здесь! Здесь! Мы с таким трудом заметили рыбу! Если бы ты ее в воде задержала, мы бы ее с двух сторон ударили и поймали. Так ты бы взял и поймал ее! Сейчас уже в воду идти бесполезно! Как же я могу задержать ее? Ну все! Не уходи! Я ведь не специально! Не поймали! Здесь очень суровая среда! Я не ожидала, что рыба уплывет! Ну что делать? Ван Нань и Ван Зин провели на острове уже четыре дня. На второй день вечером они поели несколько кусочков крабьего мяса. После этого так ничего и не ели. Из-за голода Ван Нань стал разражительным. Рыба не может сидеть в таком мелководье, понимаешь? Надо подумать, что сделать. Будешь меня слушать? Угу. Иди собери мне леску и пенопласт. А я пока подумаю. Хорошо, хорошо. Первый день я нашел два крючка, но этого не хватит. Чтобы поймать рыбу в море без удочки и лодки, остается только плавучая платформа. Мне нужна пружина от шариковой ручки, чтобы сделать несколько крючков. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ничего, нужно немного воды. И я стащу ее в море. Давай, давай, давай. Садись. А я буду тебя тащить. А камень не испортит? Нет. Это положи сюда, а я постараюсь вывести тебя в глубину. Хорошо, хорошо. Еще глубже. А если еще глубже, хватит? Хватит, и я тоже подальше зайду. И ты глубже уходи. Давай, джорджа! Давай здесь! Давай, закладывай! Во второй половине четвертого дня Ван Нани Ван Зин сделали из пенопласта и палки плавучую платформу для ловли рыбы. Установив ее, они терпеливо прождали полчаса. Увидев, что солнце вот-вот сядет, эта платформа стала единственной надеждой раздобыть еду сегодня. Ван Зин, уже отлив начинается. Мы так долго прождали. Уже сил нет ждать. Пойдем посмотрим. Там могло что-то пойматься? Мне кажется, эта штука ненадежная. Ван Нани Ван Зин от голода стали очень слабыми. Им очень была нужна еда для восстановления сил. Удастся ли им наловить рыбу с помощью этой платформы? Есть! Есть! Смотри! Смотри, еще живая! И правда есть! Давай, давай, не торопись, не торопись, не торопись. Круто, круто! Не торопись. Давай скорее ее снимем. Нельзя, чтобы она слишком мучилась. Иначе она будет невкусная. Ван Нань, ты такой крутой! Как тебе это удалось, а? Вань Куй, и то не смог поймать рыбу, а ты смог. Только маловато. Немного. При виде этой рыбки Ван Зин была так рада, что и двух слов не могла связать. Видно, сегодня вечером они наконец смогут поесть. Прости, но если ты не умрешь, нам придется умереть от голода. При виде жареной рыбы Ван Нань и Ван Зин временно забыли обо всех трудностях. Весь дискомфорт и раздраженность ушли на второй план. Они успешно продержались на безлюдном острове четыре дня. Еще один день, и к ним прибудут спасатели. А сегодня вечером надо хорошенько поспать. Эй, Ван Зин! Ван Зин, эй! Эй! Сюда! Сюда! Скорее зажигай пенопласт! Скорее, скорее, зажигай! Зажигай! Зажигай, давай, скорее! Ван Нань и Ван Зин внезапно обнаружили проплывающую рыбацкую лодку. В этот раз они разожгли ранее приготовленный сигнальный огонь. Скорее! Скорее! Он увидел нас! Он увидел нас! В этот раз высоко вздымающийся черный сигнальный дым успешно привлек внимание рыбака в лодке. И она тотчас же последовала в сторону острова. Вот уже пятый день заключенные на необитаемом острове Ван Нань и Ван Зин благодаря подаче сигнала СОС получили помощь от проплывающей мимо лодки. Скорее, спасите нас! Что это за остров? Почему тут нет рыбы? Тут обычно нет рыболовецких лодок. Тут обычно не бывает рыболовецких лодок. Скорее, затаскивайте меня! Помогите подняться! В этом выпуске Ван Нань, Ван Зин и Джан Вань Куй оказались на необитаемом острове и успешно прожили на нем пять дней. Ван Нань и Ван Зин при помощи морской воды и пакета сделали выпуклую линзу и разожгли неожиданно потухший костер. При помощи консервной банки и дождевика сделали простую установку для выпаривания морской воды и успешно получили пресную воду. Еще они сделали из пенопласта и деревянной палки плавучую платформу для ловли рыбы и добыли себе пропитание. В конце, с помощью сигнального дыма, они подали сигнал рыбаку и были спасены. Если вы попали на необитаемый остров, нельзя впадать в панику. Нужно объединить силы и бороться с различными трудностями. Помните, нужно твердо верить в спасение и собрать волю в кулак. Мудро используйте ресурсы острова и старайтесь продержаться до самого конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Конец совещания. Вам все надоело? Уже нет силы работать сверхурочно? Хочется выпить кофе с друзьями и просто расслабиться? Или пойти всей семьей в парк развлечений? Вы спросите, а что я? Я в этот момент больше всего хочу сменить этот офисный костюм и заняться спортом в самом большом пекинском парке, чтобы расслабиться по полной программе. Хотите присоединиться ко мне? Я в этот момент. Я в этот момент. Хотите отправиться со мной на приятную во всех смыслах пробежку? Сегодня мы пойдем с вами в одно очень популярное у любителей спорта место – Чаоянский парк. И вместе хорошенько потренируемся. Ну что, вы готовы? Тогда вперед! В Пекине насчитывается больше тысячи мелких и крупных парков. Где бы вы ни находились, в радиусе 500 метров от вас точно будет какой-нибудь районный парк. Жители столицы приходят в них, чтобы отдохнуть и расслабиться. Чаоянский парк является крупнейшим городским парком вблизи центра Пекина. Его площадь составляет примерно 3 квадратных километра, а это почти как 400 футбольных полей. К южному входу Чаоянского парка очень удобно добираться на 14-й ветке метро. Перед пробежкой не забудьте сделать растяжку и как следует разогреться, чтобы поднять тонус и заодно избежать травм. Разминка окончена. Сейчас мы приступим к полноценному забегу. Здесь у нас старт. Моя цель на сегодня – сделать максимальный круг. Всего 6 километров. Поболейте за меня. Вперед! В интернет-рейтинге 10 лучших мест для бега в Китае Чаоянский парк занимает второе место. Этому поспособствовали отличное расположение, обширная зеленая зона, специально спроектированные дорожки для бега и заразительная атмосфера спорта. Здесь собираются разные беговые группы. Спортивный азарт побуждает каждого участника стремиться вперед. Профессиональные тренеры терпеливо наставляют всех любителей бега. Если вы в какой-то момент почувствуете, что у вас уже нет сил, всегда найдется товарищ по команде, который подбодрит вас и вдохновит двигаться дальше. Бегать в одиночку не менее увлекательно. Поставьте перед собой цель, откройте спортивное приложение, в котором можно отмечать траекторию забегов, и в удобном для себя темпе начинайте преодолевать один километр за другим. Вы заметите, что всегда найдутся милые болельщики, готовые выкрикнуть вам «Давай, давай!», а постоянная смена пейзажей просто не даст вам устать. Вслух начнут ласкать пение птиц и жужжание насекомых, на которые вы обычно не обращаете внимания. Даже биение сердца, дыхание и удары ступней, которыми вы всегда пренебрегали, заставят вас в полной мере ощутить изменения в собственном теле. Бегать в Шауянском парке – одно удовольствие. Здесь невероятно чистый воздух. Пока я бежала, я все время наблюдала за сменой пейзажей, поэтому не заметила, как достигла цели. Так я потратила 400 калорий. Круто. Даже самой как-то не верится. Шауянский парк – настоящий рай не только для бегунов, но и для любителей многих других видов спорта. Детям нравится заниматься здесь с профессиональными тренерами. Кто знает, может, среди них тоже есть будущие звезды футбола или бейсбола. Спорт испокон веков сопровождает развитие человеческой цивилизации. Он несет в себе дух соперничества, сплоченности и миром. В последние несколько лет развитие физкультуры среди населения стало особо популярным трендом в Китае. В этом парке вы найдете прекрасно оборудованные площадки для футбола, бейсбола, пинг-понга, бадминтона, баскетбола, тенниса и пляжного волейбола. Все они привлекают к себе жителей столицы, среди которых есть как профессиональные игроки, так и абсолютно новички в спорте. Попотеть и укрепить здоровье здесь может каждый. После каждой пробежки всегда очень жарко и хочется пить. Поэтому первым делом после тренировки я всегда прихожу именно сюда. В Чаоянском парке специально для спортсменов открыли разные пункты обслуживания. Приходи побегать. Один из них. Здесь вы сможете оставить свои вещи, переодеться и даже принять душ после пробежки. Это невероятно удобно. А еще здесь можно купить профессиональное спортивное снаряжение, в котором вы в любой момент сможете прийти сюда побегать. Вы также можете записаться здесь для участия в марафонских бегах, проходящих в любой точке мира. Весна – это идеальное время для похода в Чаоянский парк. После тренировки вам не помешает прогуляться. Возможно, за поворотом вас ждут красивые пейзажи. Очарование этого парка заключается в его динамике и в то же время спокойствии. Здесь все как на картинке. Можно бродить по лесу или прогуливаться по газону. 90% площади парка покрыто зеленым покровом. Именно поэтому его считают самым большим кислородным баром в центре Пекина. Когда жители столицы гуляют по этому зеленому пространству, у них риска повышается индекс счастья. Пекин – это город с насыщенной творческой атмосферой. Я покажу вам одно место, где полно современного искусства. Меня зовут Сюйвэй. Давайте приобщаться к арту. Арт-зона 798 расположена в пекинском районе Шаоян, в 15 километрах от центра города. Раньше на этой территории находился ряд государственных заводов, в том числе и завод 798 по производству электронного оборудования. Здесь по сей день можно увидеть оставшиеся с тех времен заводские установки и оборудование. С 2001 года здесь стали собираться художники, которые решили по максимуму использовать индустриальную атмосферу этого места. Они сделали в этих цехах небольшой ремонт, немного украсили их и превратили 798 в весьма оригинальное творческое пространство со множеством выставочных залов и галерей. В наше время 798 стал новым ориентиром культурной жизни Пекина. Здесь повсюду бросается в глаза модный дизайн. Внутри зоны искусств можно увидеть разные инсталляции. В этих экспозициях отражено современное искусство китайской столицы. И все же главное в этом районе – это выставки скульптур, живописи, фотографий и так далее. В арт-зоне 798 собраны лучшие работы огромного количества дизайнеров. В руках художников некогда списанный со счетов завод превратился в огромный выставочный комплекс, заполненный всякими модными элементами. Сюда приходит очень много туристов. И есть здесь одно место, которое точно нельзя пропустить. Это Центр современного искусства Улэнса. У-Си-Си-Эй – это самый масштабный центр современного искусства в зоне 798. Раньше здесь, как и в остальных галереях этого района, находилась заброшенная фабрика. Но потом чета коллекционеров из Бельгии, барон Улэнс и его жена выкупили это помещение и за 8 месяцев переоборудовали его в выставочный павильон актуального искусства, который был открыт для публики в ноябре 2007 года. Так многие художники получили возможность показать свой талант. Свои работы здесь экспонируют как китайские, так и зарубежные мастера со всех уголков мира. Издалека кажется, что это картина. Но на самом деле это инсталляция, которая собрана из вполне повседневных вещей. А вот картина составлена из костей. Экспозиция центра UCCA периодически обновляется. Каждый раз, приходя сюда, у вас будут совершенно новые ощущения. Двери центра открыты для туристов со всего мира каждый день с 10 до 7 вечера. Ах да, выходной в воскресенье. От такого количества студий и галерей 798 буквально разбегаются глаза. Если вы поклонник актуального искусства, то вас точно ждет масса открытий. А если вы, как и я, обычный турист, то вы тоже найдете здесь много всего удивительного. А это место мне показалось очень интересным. Здесь взяли всемирно известные картины и наделили их новым, современным и понятным простому народу смыслом. В живом 3D-музее представлено 80 картин в трехмерном формате. Вход по выходным стоит здесь 75 юаней, а по будням 50. И запомните, что лучший угол для фотографирования получится, если встать на нарисованные возле картин зеленые ступни. Это точно довольно забавный способ погружения в мир искусства. Если вы устали, то полдник в приятной атмосфере вполне может считаться отличным выбором. Ну а я для себя выбрала весьма необычное кафе. Вот это. AC-кафе – это кафе, главной темой которого являются мотоциклы. Здесь вы можете завести новых друзей из сообщества байкеров или выпить настоящий кофе и поболтать о жизни со старыми приятелями. Время от времени здесь проводятся какие-то мероприятия, связанные с мотоциклами. Но даже если вы и не отъявленный байкер, все равно приходите в 798, чтобы посмотреть на людей, перекусить и что-нибудь выпить. AC-кафе находится в зоне 751, прямо за стенкой от 798. Но здесь не так шумно, претенциозно, как в 798. Мне даже больше понравилась винтажная атмосфера 751. И если здесь прогуляться, то можно заметить, что эти здания и обстановка вокруг тоже напоминают произведения искусства. За один день я смогла значительно расширить свое представление об искусстве и понять, что я на самом деле не так уж и далека от него. Искусство рождается из жизни, а потом опять возвращается в жизнь. Не сидите в выходные дома. Я приглашаю вас в 798, чтобы вы тоже смогли окунуться в художественную атмосферу. Сегодня у меня день сельскохозяйственных работ. Как вы видите, благодаря моим усилиям, лопасти водяного колеса направляют воду из водоема в Канаву, после чего вода орошает поле, которое находится впереди. Здесь вы можете увидеть массу интересных и очень умных древних, но удивительных приспособлений. Если вы хотите больше узнать о культуре земледелия и погрузиться в древенскую жизнь Китая, то музей-ферма Вали станет отличным выбором. Музей-ферма Вали находится в поселке Сяо Таншань, район Чанпин. Сюда можно добраться по шоссе Пекин-Чэнде. Нужно съехать с шоссе на улице Баймалу, проехать на запад один километр, и вы на месте. Вали занимает огромную территорию. За 20 юаней в будние дни и за 30 выходные вы сможете обойти все здешние аттракционы. Больше, в принципе, никаких денег тратить не придется. Главной изюминкой этого парка является возможность прикоснуться к сельской жизни. Вы можете сами поучаствовать в процессе и на собственном опыте понять, что из себя представляла жизнь китайских крестьян, и откуда возникла эта самобытная аграрная культура. А на месте этого комплекса, расположенного в северной части Пекина, в свое время была деревня с очень давней историей. В 2005 году здесь развернулось строительство Олимпийского стадиона, поэтому жителям Бали пришлось покинуть родную деревню. И хотя сегодня настоящей деревни здесь уже нет, но зато осталась ее атмосфера. А весь этот музей превратился со временем в настоящий учебник по истории сельской культуры Китая. Поливной рис засыпается сюда, а вот здесь находится рычаг. Если его передвинуть, очищенный рис будет выходить отсюда, а рисовая шелуха – отсюда. Это древняя сельскохозяйственная машина. Она называется «Велка» или «Воздуходувка». По этой машине видно, какими мудрыми были китайские крестьяне. Это очень старая фотография. Я с большим трудом могу представить себе картину, которая изображена на ней. В то время китайские крестьяне жили в крайне тяжелых условиях. Создатели музея Вали попытались с помощью каждого экспоната дать нам возможность узнать и не забывать о событиях, которые происходили в те тяжелые для страны времена. Если вам интересно поближе познакомиться с сельской культурой, тогда вам стоит попробовать сделать что-нибудь своими руками. Например, сплести корзину. Похоже, что это не так уж и сложно. Хотя нет, погодите. Думаю, чтобы овладеть этой техникой, вам нужно иметь крепкие пальцы. Прогуливаясь по этому музею, вы всегда сможете ощутить сильнейший деревенский колорит. А еще здесь вас могут поджидать небольшие сюрпризы. Это просто невероятно умная машина. У нас здесь корзина с кукурузой. Это навело меня на одну очень хорошую мысль. Древнее приспособление для изготовления попкорна. В нем воздушная кукуруза получается очень сладкой и ароматной. Хотя технология производства не совсем безопасная. Пообедать можно, выйдя из развлекательной зоны. Только не забудьте поставить невидимую печать, чтобы снова зайти и продолжить свой отдых. А вот этим гуляющим деликатесом здесь явно не до веселья. Местные куры считаются здесь знаменитым блюдом. Говорят, они такие вкусные, что их ел сам китайский император. После половины дня, проведенного на сельхозработах, я должна как следует подкрепиться. Музей ферма Вали – это место полное сюрпризов. Я говорю не только об увлекательных элементах сельской жизни и вкусной еде, потому что впереди меня ждет кое-что более интересное. Надеюсь, это будет не так утомительно, как аграрные работы. Для детей это в полном смысле слова «парк у веселений». Вместо игровых площадок, сделанных из холодного металла, здесь все из настоящего дерева и ротанга. Оригинальные композиции, выполненные деревенскими мастерами, делают это место своеобразным и не похожим на другие. Не сидите в выходные дни дома, приезжайте тоже в Вали и проведите здесь запоминающийся день. Единственное, о чем вам предстоит задуматься здесь, это то, на какой аттракцион пойти первым. И ни в коем случае не пропустите вот этот. Парк развлечений «Счастливая долина» находится в районе Чаоян, на востоке Четвертого кольца к юго-востоку от моста Сыфан-Тяо. Это крупнейший тематический парк Пекина. Добраться сюда можно на седьмой линии метро, станция «Счастливая долина» или на автобусе номер 31 и 41. Счастливая долина разбита на восемь зон, каждая из которых посвящена определенной тематике. В них вы словно переноситесь в совершенно разные места. Это Шангрила, пляж Майя, Атлантида. Посетителям парка предлагается с помощью строений, скульптур и аттракционов познакомиться с культурой различных районов и испытать как можно больше счастья. Оказавшись в Счастливой долине, нужно попробовать самые разные аттракционы. Моя цель на сегодня – это вот эта горка, которая называется «Кристальные крылья». Это самая огромная американская горка в Пекине. От одного ее вида становится как-то страшно. Боже, лучше я пока подожду. Лучше начать с этого. Это мне подходит. Можно распахнуть руки и почувствовать себя в полете. Вход в Счастливую долину стоит 260 юаней. Работает парк с 9 утра до 10 вечера. Здесь 40 с лишним аттракционов мирового уровня. Экстремальные, вращающиеся, парящие, спокойные. Здесь каждый найдет подходящий ему способ различия. Экстремальный гонщик готовится к старту. Особой популярностью, конечно же, пользуются самые страшные горки, от которых душа уходит в пятки. В выходные дни в очереди придется отстоять примерно полчаса. Поэтому, чтобы не застрять в толпе, обращайте внимание на табло с указанием времени и ожидания в очереди. Ничего себе! Как здорово! Это будет мой следующий аттракцион. Это один из лучших аттракционов Счастливой долины. Немножко страшно, но я все равно пойду. Бесплатный дождевик. Я понятия не имела, что промокну насквозь даже с дождевиком. Советую припрятать телефон и кошелек куда-нибудь подальше. Но все равно я вам очень рекомендую эту горку. Те, кто не особо стремится к увеселительной программе, а также дети, которых не пустят на экстремальной горке, тоже могут найти в этой долине свое счастье. Если вы собираетесь отдохнуть в парке с маленькими детьми, я настоятельно рекомендую вам посетить три зоны. Это похоже на цветущий сад зона Дикий фьорд, Эгейская гавань, в которой рассказывается легенда об Эгейском море, и Королевство муравьев, где вы окунетесь в микроскопический мир. Каждые выходные на главной площади парка проходит парад, в котором участвуют украшенные машины каждой тематической зоны. Здесь вы сможете повеселиться вместе со звездами счастливой долины. Начало в 15 часов. Не пропустите! Так, я почти морально настроилась. Пришло время проехаться на самой страшной горке. Пожелайте мне удачи! Это было потрясающе! Очень круто! И не так страшно, как я себе представляла. Я поняла одну вещь. Не надо пасовать перед трудностями. Бросайте им вызов, и, может, все кажется не таким уж страшным, как вы думали. Не сидите в выходные дома. Приезжайте в счастливую долину. Вас здесь ждет много веселья. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 В господине половина древней истории Китая. Все это произвело огромное впечатление. Мы практически не задумываясь подписали контракт. Время идет. И десять лет пролетели почти незаметно. Здесь родился сын Владимира и Анны – Максим, которому сейчас уже семь лет. Со временем их понимание местного колорита стало не хуже, чем у коренных жителей Юэяна. История города Йоян насчитывает 2500 лет. За этим барельефом находятся озеро Донкинху и река Янзи. Но также город Йоян славен своей Йоянской башней. Это одно из самых знаменитых мест в городе Йоян. Всей семье очень по душе местная культурная насыщенность и атмосфера древнего Китая. Особенно Анне, которая стала активно интересоваться китайской поэзией и восхищаться талантом древних авторов. Знаменитые строчки из поэмы Йоянской башни древнего поэта Фан Чон Яня, написанной здесь в Йояне. Они рассказывают об интеллектуалах древности, людях Ши. И рассказывают о том, что настоящих благородных людей невозможно найти во дворцах, но можно найти здесь, возле рек и озер. Родители частенько приходят сюда вместе с сыном, в эту обитель древней мудрости. Да, китайская культура совсем не похожа на западную, но для творческих людей этот конфликт может стать отличным источником вдохновения. ДБА. 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 Хорошо? Если есть вопросы, то я могу помочь. Хорошо? Хорошо. Это очень красиво. Что это? Если это? Мы должны знать, что это. Это не пейзин. Если это пейзин, то я хочу. Это хорошо. Это хорошо. Я хочу. Где-то можно. Да. Где-то время. Просмотреть себя. Уже специалисты. Сейчас мы видим все важные места. Здесь необходимо. Это много. Здесь есть много. Еще раз. Здесь много. Здесь есть еще обычные места. Здесь, в районе, еще есть, что можно сделать. Это не Матога. Знаете? я начну с условий что институт действительно нам создал замечательные условия для работы здесь потому что решили сразу всю все бытовые проблемы то есть это не касается квартиры и проживания безусловно это очень хорошо но для моего супруга предоставили арт-студии очень хорошие вы были вы видели для художника это практически это самое главное а на зале что-то лейко фарф и таде кэссо нега сенью дали сын и по существа линзи дай фоня мы с дай фоня умы гонзу не я еще гонзу не я и сам Кроме того, Владимир в свободное время может писать картины в своей мастерской. За эти годы его творчество в значительной мере приобрело китайский колорит. Также он постоянно ездит со своими работами на выставки в другие города Китая. Ну и к тому же, вот то, что вы видите вокруг, это мастерская моя. И когда у меня нет уроков, я работаю здесь, пишу картины, также активно выставляюсь. Вот, потому что, ну, учитель, профессия учителя, она предполагает то, что ты все время будешь, ну, как бы на острие своей профессии. То есть, если ты что-то практически не делаешь, то ты деградируешь как профессионал. В этом году я уже сделал четыре выставки, вот это уже пятая выставка, она на нашем факультете. Мы пройдем туда и посмотрим. Вот, поэтому за этот год я сделал уже пять выставок персональных. Это было в Харбине, было в Янтай город, также это было в городе Далянь и в городе Юян. И вот сейчас на нашем факультете, в институте. Ну, вот, собственно, это моя персональная выставка. Здесь можно видеть два стиля. Первый стиль, это, собственно, для нашего университета, для студентов. Это пейзажи натюрморты, которые мы должны делать по программе. Вот, пленерные вещи какие-то. А второй, собственно, это вот мой творческий стиль. Вот то, что вы можете увидеть на этой картине. Картина называется «Фортуна». Она такая символистическая. Вот. Часть картин посвящена, ну, такому, можно сказать, в юмористическом стиле, о людях, которых интересуют только деньги. Это такой сарказм. В своих картинах Владимир Ганин остро и иронично показывает разные аспекты современного общества. И каждая его работа полна символического смысла. Вот почему многие люди по достоинству оценили его уникальный стиль. У меня была выставка персональная в городе Пномпень, в Камбодже. И вот с этой выставки был эскиз вот к этой большой картине, метровый эскиз. И он был приобретен нашим посольством и подарен королю Камбоджу. Также мои картины есть у Михаила Сергеевича Горбачева одна картина. Также есть еще в кабинете в рабочем у Медведева, нашего премьер-министра. Вот, у Алексия Второго, патриарха нашей РПЦ. Сегодня вечером мы приглашаем гостей к нам. И нам нужно купить овощи. Вот, и мы зашли на типичный рынок, который находится рядом с нашим домом. Вот, и обычно мы сюда и ходим покупать овощи и фрукты. Вот, поэтому мы здесь сейчас купим то, что нужно для нашего ужина. Вот, и... Морковь и другие овощи. Морковь и другие овощи. Морковь и другие овощи. Так, это же кола. Здесь в Кунане все очень острое. Все любят... Не этот перец. Все любят вот этот перец. Зеленый. Вот. Этот перец очень ржется. И поэтому... И поэтому... Кастный перец... И поэтому Кастный перец лучше, чем зеленый перец. Ну, на самом деле, конечно, где-то половина овощей здесь, таких, которых у нас нет в России. Ну, например, вот это. Я даже не знаю, что это. Вот, или, да, или, например, вот это. Я тоже не знаю, что вот это такое. Явно какой-то корень, но я не знаю, что это. Вот. Так же есть продукты, которые есть и у нас, естественно, картофель, капуста, бобовые, шампиньоны. Молгу. Вот. Так, а где твои? Ага, хорошо, молодец. Спасибо. 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 Это очень красиво, и очень вкусно. Это у них есть особенность. Это Анна. Вы можете спросить Анна. Я не знаю, что это. Анна, Анна. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. В этой жизни, я чувствую себя очень милый, очень вкусный. Особенно его вероятность. Я считаю, что он в его身上 уничтожил российский народ, ручьи, хаоке, хаочи, и эти новые вещи. Владимир пригласил гостей, чтобы отметить радостное событие. В мае 2015 года он, будучи русским специалистом в Китае, удостоился встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Это большая гордость для русского художника. Я хочу vocêsぜckых... Вотra К leklin... Это у bulk. У меня есть лица... У меня есть лице... Какое слово « Sascha»? У меня есть лица? Это nosso... Ф motivation? Это у меня есть имяule liulayпы. Это чистый лиц. А вот松America. Да, это не strive. Но давайте. Это Росио. Я в Том. Это Росио. Я в Том. Я у тебя очень рад. Ты знаешь, что это? Ты где-нибудь есть? Нет! У меня есть ли у тебя? Нет. В Том. Он в Ухан. Да. У меня сейчас. Ухан. Ухан. У меня есть ли у Ухан. 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 Он ухан. Продолжение следует... 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 Методика преподавания Анны разительно отличается от того, к чему привыкли в Китае. Владимир также надеется передать студентам своё представление об искусстве, чтобы заставить их с разных углов взглянуть на привычные вещи и явления. Я думаю, что китайские студенты более терпеливые и они способны выполнять более муторную работу. Русские студенты, их больше интересуют элемент творчества, какого-то поиска. У китайских студентов в основном, если им покажешь русло, куда идти, они в этом русле и идут. Они в этом русле и в этом русле. У них есть много русла, они должны помочь иметь, они должны помочь иметь. ПОДПИСЫВАНИЕ Владимир и Анна оба занимаются своим любимым делом. И жизнь их протекает весьма неплохо. Однако, как и у многих китайских родителей, в какой-то момент у них возник вопрос, связанный с образованием сына. Максим – русский мальчик, который родился в Китае. Но какое образование он должен получать? Русское или китайское? Больной вопрос, знаете ли. Боюсь, что у нас не было выбора. А уже все, что касается образования, это всегда вопрос, я думаю, в любой стране. То есть это и в Китае, и в России это одинаковая, в общем-то, головная боль, потому что в любом случае мы беспокоимся об этом. Я думаю, что в России мы бы точно так же волновались. Ну, дело в том, что у нас были опасения к тому, как он здесь будет адаптироваться, и получится ли у него влиться здесь в китайскую среду, потом получится ли у него выучить язык китайский. Конечно, были у нас опасения, тем более, что у нас несколько пар уже уехало именно из-за этого. Дети у них подросли, вот, и они в 7 лет уже отправились в школу. Но сейчас вот наш сын ходит в школу китайскую. Очень жаль, единственное, что носителями русской культуры для него, конечно, только родители. Ну и мои коллеги, с которыми мы общаемся. Решение родителей – это решение на далекую перспективу. Но Максиму всего 7 лет, и для него самое важное – это счастливая и беззаботная жизнь с родителями. Максим, скажи, тебе нравится в Юаяне? Нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Ну, мы тут путешествуем иногда всякие. У нас тут дом. Скажи, а в школе китайской тебе нравится учиться? Нравится. У меня уже второй класс. А трудно тебе, русскому мальчику, в китайской школе было сначала? Нет. То есть ты сразу, как пришел, тебе было легко, да? Угу. Потому что сначала мы изучили самые пустяковые иероглифы. Например, иероглиф «и» – он как «анопалочка». «Анопалка». Ну, такая. Мне ведь вот таки твой… Иероглиф «и» – он как иероглиф. Иероглиф «и» – он как иероглиф. Классно, молодец. Вот это, вот это вот не очень сложно. Максим пошел в китайскую школу. Мы, конечно, старались готовиться для этого. Но во многом положительную роль сыграло то, что он вообще ужасно общительный. Он обожает быть среди людей, он очень любит быть среди сверстников. Но и так как он один ребенок в семье, он ужасно рад появлению друзей. И это решает проблему, действительно, потому что для него, к счастью, в этом возрасте все это происходит очень натурально, достаточно удобно. Максим учится в лучшей школе этого города. И познакомившись с администрацией школы, с учителями, я видела детей, которые учатся с ним в классе. Они очень милые. Действительно, Максим окружен внимание не только потому что наностранец, но потому что там вообще такой хороший отношения к детям. Я чувствуюсь я чувствуюсь к детям. Я желаю вам радовать, чтобы он самостоятельно окружен. Я желаю вам радовать. Думаю, он был в своем любовь, и он был в своем свободе, и он не должен быть виноват. Но он должен быть счастливой. Молодец! Молодец! Я и Маккси Морис同, как друг друга. Я не знаю, что он виноват ли мне лучше. Я считаю, что он самый лучший друг. то что мы здесь это достаточно достаточно закономерно потому что мы и на мы пробовали найти что-то другое переехать какую-то другое место но на самом деле посмотрев и послушав тех наших знакомых которые работают в крупных городах мы поняли что именно именно здесь у нас такой небольшой такой коммунизм грубо говоря нас в принципе здесь все устраивает все эти 15 лет пока мы проживаем в китае для нас конечно самое главное что мы ощущаем себя на месте в своем месте как профессионалы и как граждане два года назад мой супруг стал почетным гражданином города юян это очень почетно это очень для нас это гордость конечно и конечно важно что вы здесь нужны не отпускает восток как короста нам шелковый путь вместо погоста завязан как шелковый шарф не вздохнуть не вырвать приросшего горло на роста не след на начало вернуть а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Мы находимся в аптеке традиционной китайской медицины И этот стенд полностью посвящен тем самым инструментам, которые используют местные народные лекари Как то, например, иголки в иглотерапии Эти иголки совершенно разной формы, совершенно разных размеров и втыкаются в совершенно разные части человеческого тела Либо вот этот инструмент Я понятия не имею для чего, нам специалист потом объяснит О, а это я знаю Эти инструменты используются в массаже гуаша Вот эти пластины делаются из нефрита Они совершенно разной формы для косметических процедур, либо для лечебных Эти для косметических Вот таким вот способом китайские женщины Омолаживаются Избавляются от морщин И ждут прилива энергии Местные врачи обещают, что если я буду часто использовать эти пластины Я буду красивой до 100 лет Ну что ж, проверим Дело в том, что здесь мы совершенно не случайно Мы получили вопрос от Анны из Казахстана Анна, здравствуйте, сейчас зачитаю ваш вопрос Анна спрашивает Какие методы использует традиционная китайская медицина? Анна, ну и задачку вы нам задали Дело в том, что, чтобы ответить на ваш вопрос Необходимо прочитать как минимум несколько фолиантов Ну что ж, раз есть вопрос, должен быть ответ Попробуем вместе разобраться, в чем уникальна традиционная китайская медицина Конечно, все эти мнения весьма познавательны И даже имеют полное право на существование Но, Анна, согласитесь, что лучше получить ответ специалиста Поэтому, за квалифицированной информацией Мы отправляемся в клинику китайской традиционной медицины Пойдемте! Китайская медицина – это целая наука Которая развивалась в Китае на протяжении нескольких тысячелетий Это своего рода результат труда и жизнедеятельности китайского народа Который сплотил в себе способы и методы И профилактики, и лечения болезней Говорят, в китайской традиционной медицине не нужно сдавать кровь Не нужно сдавать какие-то другие анализы Не нужно делать рентген, флюорографию Либо УЗИ Достаточно, чтобы доктор на тебя посмотрел Задал несколько важных для себя вопросов Почувствовал твой запах И сделал диагностику по пульсу По-моему, достаточно странно Мы, европейцы, привыкли к более сложным методам диагностики Но я решила проверить все на себе Поэтому я записалась к доктору Вану И прямо сейчас пойду к нему на прием Задалем Привет! Доброе утро! Как вы не можете? Понятно, что вы так не очень. Наши руки не плохо. Давай посмотрим на вас. Наши руки? Один месяц. Давай посмотрим на вас. С этой стороны, на самом деле, ваша ищущая позаточка, на самом деле, Иглоукалывание? О, не сюда. Это отделение иглотерапии в процедурный кабинет. Страшно. Очень страшно. Я хочу дать вам пить. Утром не плохо. Вы не можете пить. Это хорошо. Это очень хорошо. Вы знаете, это совсем не больно. Я испытывала страх, думала, что это будет очень больно, но тем не менее есть какие-то ощущения, слегка неприятные, но все нормально. Хотя странно такое, когда из тебя торчат иголки. Мне врач сказала, что нужно сделать 20 уколов для того, чтобы излечить мою бессонницу. Поэтому давайте сделаем паузу. Все, наконец, закончилось. Вот на такой эксперимент я сегодня решилась, но я очень-очень надеюсь, что этой ночью я буду спать на младенца. Это что, китайские банки? О, нет. Лучше я пойду к другому специалисту. Привет. Не ожидали меня увидеть в таком ракурсе? Сейчас мне делают массаж. Вау. Очень приятное ощущение. Это что-то удивительное. Вау. Это прекрасно. Массаж это прекрасно. У моей массажистки еще очень приятные руки. И очень сильные. Я хочу массаж делать каждый день. Вау. По-моему, она затронула точку удовольствия. А сейчас расслабляющая часть массажа. Прямо хочется закрыть глаза и уснуть. Врач делает те самые движения, которые помогают улучшить кровообращение. Помните детский стишок? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Так вот сейчас как раз на мне та самая часть, которая постучали-постучали. Еще на родине я слышала о чудодейственных свойствах китайского традиционного массажа. Потрясающе. Удивительно потрясающее, изумительное чувство. Тело полностью расслабилось. Мозг отключился. Ну и, конечно же, ничем не умолимый лечебный эффект китайского традиционного массажа. Вам нужны мечты, конечно. Здравствуйте! 太阳穴,像咱们头疼的时候,轻轻揉一揉,效果是非常好的。 当然了,咱们的胳膊上也是有穴位的。 像这个河虎穴,也就是咱们常说的虎口, 治疗一些感冒,头疼,效果也是非常好的。 牙疼也可以按这个穴位。 当然了,咱们女性可以做一些美容,也可以在家里经常做。 像这些四白穴,还有当台说的太阳, 还有咱们的赞竹,还有四诸空,还有成江, 像咱们的面匣部分就可以用手往上推。 当然了,咱们不能往下, 因为地球的吸引力越来越往下, 往后上面的这个上额部分可以这种分推法。 效果都是非常好的。 谢谢。 不客气。 методы лечения в китайской медицине 这种方式的需要分析限数, 到了另一方式一定的内部 一方式来封面, 外面位和内部非常好的運用。 确实险补重量, 确实险补重量, 压力套接近击波尽日经济。 压力套接近击波尽墙尽。 确实险补重量, 压力套接近击波尽。 Теперь я отправляюсь за лекарствами. Китайские лекарства – это один из самых важных способов лечения в традиционной китайской медицине. Они бывают в виде таблеток и отваров из лечебных трав. История китайских лекарств, сделанных на основе целебных растений, насчитывает уже более двух тысяч лет. Эти препараты заручились уважением и доверием. Главным образом потому, что в качестве компонентов здесь используется природное лекарственное сырье. Ну вот, например, коренья, стебли, листья, цветки или плоды растений. Также продукты животного происхождения и даже минералы. Чаще всего из них делают отвары. Доктор может увеличивать либо уменьшать состав и дозу лекарства в зависимости от симптомов и состояния больного. В этом и заключается отличительная особенность традиционной китайской медицины. Продолжение следует... Моё мнение, любое лекарственное средство имеет побочные действия. Просто у китайских лекарств они минимальны. В их состав входит множество разных компонентов, которые вступают во взаимодействие друг с другом. Например, одно лекарство может подавить побочные действия другого. Вместе они наносят меньше вред организму и приносят наибольшую пользу. Также в традиционной китайской медицине считается, что лекарство и еда происходят из одного источника. То есть какое-либо лекарственное сырьё само по себе уже пищевой продукт. Поэтому побочные действия китайских средств минимальны. Говоря в общих чертах, особенность традиционной китайской медицины заключается в том, что она делает упор на всесторонний комплексный подход. В первую очередь, она подчеркивает единство человека с природой. Проводя ли лечение или профилактику, необходимо учитывать целостную связь человека с природой, человека с обществом. Во-вторых, человек сам по себе – это единая целая, цельная система. Если, например, у больного всего лишь разболелся зуб или выскочила язва в полость рта, это связано с совокупными функциями всего организма. Нельзя смотреть поверхностно. Человеческий организм – это система. Поэтому врачи китайской медицины проводят диагностику общего состояния организма и в соответствии с этим назначают индивидуальное лечение. Врачи китайской медицины проводят диагностику общего состояния организма. В последние годы наша страна уделяет особое внимание интернационализации традиционной китайской медицины, а также всей отрасли традиционных китайских лекарств. Будучи традиционной наукой, китайская медицина является сокровищницей мирового значения. Она должна служить не только китайцам, но и всем людям земного шара. Думаю, в дальнейшем, вслед за экономической глобализацией и ростом научно-технических обменов, все больше людей и ученых в мире поймет и примет традиционную китайскую медицину. Вот какой мне мешок вручили. Это мои рекомендации по здоровому образу жизни, а это те самые профилактические настои, которые мне рекомендуют врачи китайской традиционной медицины. Анна, я надеюсь, вы остались довольны нашим ответом. Кстати, благодаря вам я испытала на себе методы китайской традиционной медицины, и если вам было интересно, то вы можете попробовать тоже. Спасибо вам за вопрос. Будьте здоровы и, конечно же, пишите нам. До встречи! Майские праздники в Китае. За выходные жители страны поставили новый рекорд по объему внутреннего туризма. Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. На понятном языке в КНДР подтвердили, что накануне проводили стрельбы. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что учениями руководил лично Ким Чен Ын. Официальная цель – оценить и проверить умения военных обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием. Но что Пхеньян хотел сказать этим миру или конкретным странам и как эти страны отреагировали, об этом наш следующий материал. Что это летело, откуда и в каком количестве – непонятно. В Центральном телеграфном агентстве Кореи не сообщили. В том смысле, что да, ракеты, но какие из множества видов. Они были направлены в Японское море, но цель, по всей видимости, была в головах у политических партнеров, не спешащих делать ответные шаги на примерное поведение. Вот и в Республике Корея вроде бы шли-шли к некоторому ослаблению финансовых ограничений, но накануне новых учений соседа снова стали говорить жуще. Логика предельно ясна. Санкции действуют из-за ядерной и ракетных программ Кантера. И поэтому должны быть какие-то зримые, конкретные и существенные действия Пеньяна, чтобы мировое сообщество согласилось что-нибудь изменить. Ядерная дипломатия на Корейском полуострове находится в подвешенном состоянии с тех пор, как президент США Дональд Трамп отверг то, что он назвал плохой сделкой на саммите с Кимчен Ином в Ханое. Недавно во Владивостоке глава КНДР обсуждал с Владимиром Путиным возможность возродить шестисторонние переговоры. Штаты по-прежнему этого не хотят. Важно то, что КНДР сейчас жизненно необходимы деньги. Буквально в пятницу ООН опубликовала доклад, согласно которому Пеньян сократил размер суточного продуктового пайка до самого низкого уровня в истории для этого времени года. Засухи, аномальная жара и наводнение стали причиной худшего за 10 лет урожая. По нашим оценкам, около 10,1 миллиона человек или почти 40% населения КНДР сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи. Дональд Трамп, желающий стать президентом США, который сможет договориться с КНДР, тем временем продолжает делать хорошую мину. Острой реакции на новые пуски от него не последовало. Как обычно в соцсетях, он заявил, что считает, Ким Чен Ын осознает огромный экономический потенциал своей страны и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить этому конец. Сделки быть. Ответ обратным эффектом. Президент Ирана Хасан Рухани озвучил в эфире гостелевидения меры противодействия американским санкциям. И, похоже, несмотря на надежды США, прекращать торговать нефтью никто не намерен. Нам следует нарастить производительность и увеличить экспорт товаров, не связанных с нефтью. В то же время продолжать запасать нефтепродукты и сохранять их продажи. Мы окажем сопротивление заговору американцев против нашей нефтяной промышленности. По словам Рухани, в прошлом году объемы экспорта иранских товаров, не связанных с нефтью, составил 43 миллиарда долларов. Нужно торговать больше. Президент также считает, что Вашингтон нацелился на резервы Тегерана в иностранной валюте. А значит, нужно увеличить доходы в твердой валюте и сократить расходы. Напомню, это выступление стало реакцией на ужесточение антииранских санкций со стороны США. 3 мая ими уже пригрозили тем, кто будет помогать в расширении АЭС в Бушере. Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что не позволят Исламской Республике производить тяжелую воду выше существующих лимитов. Председатель иранского парламента Алила Риджани ответил, что его страна продолжит обогащать уран в соответствии с соглашением по ядерной программе. Тем временем Париж, Лондон, Берлин и Брюссель в совместном заявлении указали, что сохранят финансовые и торговые каналы с Тегераном и призвали Пекин и Москву сделать то же самое. За минувшие сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено более 450 ракет. Об этом сообщили израильские военные. В связи с атакой Израиль полностью закрыл рыболовную зону берегов сектора Газа и приостановил работу наземных погранпереходов. В ответ Израиль поразил 220 ракетами объекты на территории Газы, в том числе пусковые установки для ракет, командный центр палестинского движения «Хамас», а также склад оружия. Тем временем глава администрации Палестины Махмуд Аббас резко осудил удары Израиля и назвал их военным преступлением. Он призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинского народа. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате ударов израильских ВВС погибли мирные жители. Напомним, резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после месяца относительного затишья. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Он отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники хотят снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн. Они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить Венесуэлу с помощью предателей и заговорщиков. Ранее президент призвал боливарианский конгресс народов Венесуэлы провести специальную сессию, чтобы определить политический вектор развития. Напомним, 1 мая Мадуро заявил, что его правительство готово принять специальный план изменений для того, чтобы исправить допущенные ошибки. За день до этого оппозиция вновь сделала попытку госпереворота. Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в столице Венесуэлы рядом с военной базой Карлота. Оппозиционный лидер призвал жителей страны и армию завершить операцию «Свобода», цель которой – свержение главы государства Николаса Мадуро. В китайском Циндао завершились учения «Морское взаимодействие-2019». В последний день маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС «НОАК» провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям. Упражнения прошли в акватории Желтого моря. Согласно легенде, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эсминец Чанчун обнаружили неопознанное судно-нарушитель, в роли которого выступил танкер «Иркут». Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника. В ходе маневров было отрепетировано десантирование на корабль с воздуха и конвоирование судов-нарушителей. Морская часть китайско-российских учений стартовала в порту Циндао 1 мая. Цель – улучшение управления совместными действиями по обороне на море и противодействию угрозам безопасности. С обеих сторон в учениях были задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты. Достигнут высокий уровень взаимодействия между моряками российского флота и ВМС НААК, для того, чтобы достигнуть более высокого уровня боеспособности наших флотов. То, что мы увидели на эсминцах Арбин и на других кораблях, показало высокую выучку китайских моряков, надо в дальнейшем развивать. То есть, учения нужно расширять, усложнять задачи. В Москве состоялась вторая репетиция парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовало 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и ракетные комплексы. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты войск московского гарнизона, учащиеся военных вузов, училищ и кадетских корпусов. Руководил репетицией министр обороны России Сергей Шойгу. Посмотреть на прохождение войсковых подразделений собрались сотни зрителей. В тот же день тренировочные полеты над столицей провела авиация Воздушно-космических сил России. Напомним, первая репетиция парада победы прошла в Москве 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади намечена на утро 7 мая. Редактор субтитров А.Семкин В Фиджи завершилось 52-е годовое собрание Азиатского банка развития. Мероприятие собрало министров финансов, управляющих Центробанков и руководителей предприятий стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тема встречи в этом году – процветание через единство. Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе собрания заявил, что Азиатский банк развития должен выступать за равные и взаимовыгодные условия для всех участников внешнеэкономических отношений в регионе и стимулировать их развитие. Он призвал разработать несколько стратегий для помощи развивающимся государствам в зависимости от конкретной ситуации и ускорить реформу глобального управления. Министр приветствовал поддержку банкам программ регионального сотрудничества и развития их интеграции с китайской инициативой «Пояс и путь». Коллега Лю Куня из Монголии в ходе мероприятия назвал этот проект стимулом для укрепления отношений с соседями. Монголия рассматривает инициативу «Пояс и путь» как отличную возможность для развития. Исторически наша страна была частью великого шелкового пути. Поэтому мы делаем все, чтобы установить новые связи с другими странами и извлечь все лучшее из этой возможности. В Китае завершились четырехдневные выходные в честь Дня труда. Для туристической инфраструктуры страны они оказались одними из самых загруженных в году. За первое число мая жители КНР совершили 195 миллионов внутренних поездок. Драйвером для турпотока служили не только достопримечательности, но и местная кухня разных провинций. С подробностями корреспондент CGTN. В этом году майские праздники в Китае продлились не три, как обычно, а четыре дня. И это закономерно отразилось на показателях внутреннего турпотока. Число поездок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%. Доходы от туризма на 16%, превысив 17 миллиардов долларов. Железные дороги совершили 50 миллионов пассажирских перевозок. Авиалинии почти 7 миллионов. Одну только международную садоводческую выставку в Пекине за четыре дня посетило 320 тысяч человек. В Чунцине на юго-западе Китая спросом у туристов пользуются экстремальные виды спорта. Мне очень нравятся прыжки с парашютом. Я чувствую себя летящей в небе птицей. На объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на майские – настоящее столпотворение. Город Тайшань на востоке Китая за четыре дня посетило 300 тысяч человек. В уезде Уюань на юго-востоке, который часто называют самым красивым уездом страны, приезжие наслаждаются сочетанием жилой архитектуры и природы. Здесь чувствительно красиво, как будто я гуляю среди моря цветов. Многие путешествуют в другие города ради гастрономических открытий. Одна из точек притяжения для гурманов – город Чунцин. Еда в Чунцине горячая и острая. Она бодрит. В южнокитайском Шунде приветствуют сладкоежек. Город славится конфетами и десертами. Молочный крем здесь особенный. Кус молока очень сильный и очень приятный. Статистика показывает, что все более популярными в Китае становятся семейные поездки. А это, в свою очередь, стимулирует и общий турпоток, и объем доходов в отрасли. Александр Дегтярёв, CGTN. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за развитием событий вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок У нас начинается новая насыщенная жизнь Она была Найтингейловской медсестрой В пекинском районе Хайдяних таких было двое Для меня это был почет и гордость После выхода на пенсию я решила заняться рисованием Как-то раз я нарисовала небольшую гору Это было ночью, и у меня было такое воодушевление Я разбудила Ян Шеттина посреди ночи, чтобы он по достоинству оценил мой рисунок Я говорю, Сяомэй, ты подвези меня в следующий раз Она прямо мне ответила Не хочет, наверное, подвозить старуху Но я слышал, на поезде безопаснее всего Да нет, там все дело в высоте Держи чай Я сразу пошла спать А ты что тут делаешь? Да, почитаю здесь газету, пока жена на занятии Скажите, а печать лучше ниже поставить? Снизу от иероглифа Жу Снизу? Вот здесь Ага, подождите, я сейчас повешу свой рисунок Я возьму твои вещи, как лучше сложить? Мой муж навсегда меня покинул Однако память о нем будет со мной всегда Я решила написать эту биографию, чтобы и другие люди о нем узнали Это история его жизни Примерно год я писала черновик Потом два с половиной года исправляла и редактировала И, наконец, через три с половиной года Книга была опубликована Мой муж был известным лингвистом Как-то раз к нему на день рождения пришел сам Юань Гуйжень Бывший министр образования Я уже не вижу Наверное, вот он С тех пор, как он заболел, я похудела на 10 килограммов У него было вздутие живота Пищеварение плохое Иногда проблемы со стулом Мне приходилось ему помогать Без меня он бы не справился Это было тяжело для нас обоих Когда он скончался Я как будто постарела Я подумала Может, мне тоже пора умирать Но потом я решила Что в этом нет смысла Лучше я сделаю что-нибудь Чтобы почтить память моего мужа Я стала каждый день писать его биографию Писала я год От руки Потому что компьютером пользоваться не умею Я не могу Так он как будто все еще жив и разговаривает. Мы с ним прожили вместе 46 лет. И все события нашей жизни я отчетливо помню. Я имею в виду, что многое забылось, но я до сих пор помню все, что касается нас двоих. Возьми книгу и распишись. Продолжение следует... 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 летом я не каждый день прописываю у нас ведь последний этаж солнце там греет так что у меня голова кружится градусов 40 не меньше какой там писать иероглифы да у всех свои трудности но все таки многие выполнили задания и призы от учителя были достойные многим нравились работы призы где было больше иероглифов потому что можно научиться побольше там у ворот колумбийского университета продавались пирожки серьезно ну такие знаешь с какой начинкой по моему жареным мясом да кажется я помню мужик их продавал заработала много денег студенты из разных стран любили эти пирожки люди специально приезжали чтобы их попробовать начнем с самых основ как выбирать душистый лук жаль если придется обрывать что делать ничего промоем и все будет хорошо цинбао пушистик наш нельзя слишком сильно стирать а теперь пусть тесто поднимется не трогай сковороду голыми руками нормально да можно выкладывать выключай огонь когда человек стареет первыми стареют его ноги болеть начинают только одна нога болит или обе сначала это болело потом я больше стала нагружать эту ногу и болеть стала она а та перестала сегодня это болит когда пишу иероглифы я хорошо себя чувствую только ноги устают но ничего ноги далеки от сердца пока еще поживу главное оптимизм слушай возраст не шутка лучше не молодись понапрасну да знаю я знаю тогда посиди немного отдохни все хорошо режь давай несколько сделаю я несколько ты хорошо я покажу тебе что ты поняла от начала и до конца теперь сама начинки чуть больше сколько жарим на одной стороне все готова спасибо смотри-ка понравилось папа один раз укусит и половины уже нет это значит мне действительно нравится в прошлый раз дочка была дома полтора года назад каждый день я первым делом открываю вичат и смотрю нет ли от нее сообщений если нет ладно ничего занимаюсь своими делами моя дочь самостоятельная и независимая девушка никогда мне не жаловалась на жизнь не говорил о своих проблемах в общем сама она звонит редко а если мне звонить то там же разница во времени я не знаю когда и удобнее иногда думаю мол что ее лишний раз беспокоить но где-то раз в неделю все же мы созваниваемся скучаешь по дочке нет что толку что толку по ней скучать если она по мне не скучает у меня довольно консервативный муж хотел чтобы дочь вернулась поскорее она только-только начала там более-менее устраиваться зачем ей сейчас возвращаться так а ну-ка уйди отсюда иногда она мяукает а мне кажется что это кто-то маму зовет еще через 30 лет мне будет столько же сколько сейчас моей матери и я все думаю через 30 лет моя дочь будет рядом со мной или нет кто знает возможно я буду жить в доме для престарелых да это наиболее вероятный вариант в молодом и В молодости он был красавчик. Самый красивый парень в физическом корпусе. У нее были две прелестные косички. А скоро у нас золотая свадьба. Через 4 года мы будем уже 50 лет как вместе. Мы многое пережили вместе. Мы уже повидали жизнь. Это точно. Столько всего было. Хотите, я вам расскажу, как мы жили в самое неблагополучное время. Покупали редьку и баклажаны, варили их в воде, заправляли солью и кунжутным маслом. Все. Помню, как-то у него майки прохудились. Так я взяла три разные майки и сшила ему одну более-менее целую. Помочь тебе чем-нибудь? Не надо. Ножницы-то тебе нужны? Да. Держи. Нормально, я все прекрасно вижу. Все видишь? Да, конечно. Хватает света? Хватает. Ты лучше убери фонарь. Ладно, я тогда на стену посвечу, чтобы рассеянный свет был. Не надо, говорю тебе. Спасибо, мне и так все видно. Ты же все думаешь о смене лампы. Она заботится обо мне больше, чем кто-либо другой в этом мире. Когда мы спускаемся по лестнице, она держит меня крепко-крепко. Знаете, до какой степени мы уже привыкли друг к другу? Мы ходим все время под руку. Так мы чувствуем себя гораздо устойчивее. Когда я иду один, мне немного некомфортно. Когда идем с ним в магазин за одеждой, он как увидит, что мне что-то понравилось, сразу покупает. Если понравилось. А потом дома я провожу воспитательные беседы. В молодости я не мог себе позволить что-то ей купить. Денег не было. Да ладно тебе, перестань. Я родилась в Южном Вьетнаме. Моя мать вьетнамка, а отец был этническим китайцем. Занимался экспортом продовольствия. Он был довольно от традиционных взглядов. Не хотел, чтобы дочери получали образование. Я попросила маму с ним поговорить. И в итоге он согласился. Я пошла в китайско-французскую школу. И стала учить французский язык. Отец организовал брак по своей воле и для моей сестры, и для брата. А мне не понравилась идея, что я должна была выходить замуж за незнакомого человека. Поэтому я решила уйти из дома. Я сбежала на следующий же день после того, как закончила школу. А потом я написала родителям письмо, в котором сказала, что уехала в Китай. Мой муж был под следствием. Его уволили из МИДа и направили в Народный университет преподавать английский. После того, как я закончила Пекинский институт иностранных языков, меня тоже направили в Народный университет по распределению. Так мы и познакомились. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вам нужно в регистратуру объединить ваши записи. Иначе будут проблемы с оплатой. Сходите в регистратуру. Сходите в регистратуру. В регистратуру? Да, вам нужно объединить ваши записи. Но у меня уже есть карточка. Есть, но у вас разные записи. Вам нужно их объединить. Иначе вы просто не сможете потом провести оплату. Куда надо еще раз? В регистратуру. В регистратуру, ясно. Вот, держите. Спасибо. Идем. До свидания. КОНЕЦ Это лекарство для мамы. У нее плохо работает мозг. Забывает, что, когда надо принимать. До еды, во время и после. По этим коробочкам сразу понятно, что, когда надо принимать. Утром, днем или вечером. Вообще, у меня брадикардия. По утрам и вечерам у меня пульс меньше 40 ударов в минуту. Днем более-менее нормально. Но все равно, самое большее – это 40-42 удара в минуту. По-моему, мне это диагностировали лет в 38 или 39. Сказали, это врожденная болезнь. Я помню, как испугался врач, когда увидел мое ОКГ. Он не разрешил мне никуда идти и сразу отправил в реанимацию. У меня тогда сыну не было больше и 10 лет. Я тогда, помню, подумала, что помирать мне еще рано. Вот исполнится ему хотя бы 18, тогда уже как получится. Сказали, надо менять клапан, но я отказалась. Не хотела, чтобы в сердце были странные звуки. Я подумала, что больше не щажу сил на работе. Никто меня больше не считал, да и я сама не считала себя больной. Спокойно занималась домашними делами. Я ведь оптимист по своей природе. Всё в порядке, жизнь продолжается. Спортом занимаюсь. Ужин. Поешь немного. Держи. Спасибо. Ешь, пока горячее. Видели, какая темнота? Это мой муж сделал. Просто, но эффективно. Полотно можно поднимать и опускать. Вот так. Он уравновесил бутылки с водой и перекладину. Без воды ничего бы не получилось. Напишем стихотворение Синь-Ти-Дзи. Под диском луны, отполированным до блеска, Целую ночь люди играют фонарями разных форм. Все более-менее значительные и важные свои работы я пишу стоя, с помощью этого приспособления. Она часто говорила, мол, как хорошо было бы писать иероглифы на стене. Ну, я и сделал ей эту штуку. Не потратил ни юаня. Главное ведь, чтобы работала. У нас условия довольно спартанские, поэтому обычно простые решения самые лучшие. Мы уже привыкли жить в бедности. Я чуть ли не заставляю его есть. Даже не представляю, что бы я без нее делал. В университете все постоянно говорят о своих проблемах. То у них давление, то гиперлипемия. Я говорю, овощи ешьте. Причем желательно свежие. Я что, для себя решила? Самое важное – это пищеварение. Если там все в порядке, то значит, с большей вероятностью и в сердечно-сосудистой системе все будет в порядке. А если сосуды чистые, то считай, все хорошо. Вообще, я довольно ленивая. Ты купила этот соус? Да, купила. Ну, кое-чего добавила. Немного кунжутного масла, уксуса. Ему нравится уксус. Везде его добавляют. Высокое качество. Лень – двигатель прогресса. Боль на выдумке, хитра. Ну, а что такого? Это известный какой-то фильм. Ага. Вот вопендрежник. Лень – двигатель прогресса. Лень – двигатель прогресса. Лень – двигатель прогресса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Что касается ствола бамбука, если у нас маленький рисунок, ствол должен казаться толще, должен быть по размеру похож на настоящий. Во-первых, вы должны определить, где вы его изобразите. А во-вторых, какого размера. Это очень важно. Размер определяет главное и второстепенное. А положение определяет степень плотности и насыщенности цвета. Мне кажется, у меня совсем не женский характер. Я знаю, как снять шину и как поставить новую. И дома я сама лампочки меняю, трубы чиню, всё сама делаю. Могу справиться с любой трудностью. Мам! Мама! Мам! Мама! Я вернулась! Мама! Я вернулась! Как ты сегодня? Нормально? Ага, ничего. Хорошо. Так, только пампушки остались. Да, ещё одна упаковка. Что ты ела на завтрак? Пару пирожков съела с кунжутной пастой. Как будем праздник отмечать? Завтра. Послезавтра уже праздник середины осени. Это будет выходной. Когда нам прийти? Когда захотите? Ну, когда лучше. Да как время будет, так и приходите. Ладно. Мой младший брат ещё не на пенсии. Днём он обычно занят работой. И его семья приходит по вечерам. Так что в основном работу по дому делаю я. В прошлом году мы решили кого-нибудь нанять, чтобы нам помогали. Как-то мы подумали, что мы все слишком заняты. Брат работает, у меня куча своих занятий. Но мама была против. Мы приглашали трёх разных человек. Одного она прогнала, двое сами ушли. У неё сложный характер. Так что людей тоже можно понять. Приходится нам помогать в меру своих сил. Мой отец кончал. Мой отец кончался в 2011 году. Мама тяжело переживала эту потерю. Постоянно плакала. Похудела на 10 килограммов. Я раньше и не думала, что они так сильно любили друг друга. Но вы бы видели, как мама похудела с горя. Нам в этой квартире хорошо вдвоём. В таком возрасте мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в нашу жизнь. Я и так и говорю, лучше всего, когда мы только вдвоём. Это наш мир для двоих. Если я выхожу куда-то, за продуктами, например, я всегда оставляю записку. Если она ещё спит, то я не бужу, а просто тихонько пишу на бумаге, мол, я ушёл за продуктами. Или там, за электричество заплатить. Потом пишу время, во сколько я ушёл, и кладу на стол. Я боюсь, что без записки она проснётся и не будет знать, куда я ушёл. А если меня долго не будет, она начнёт волноваться. Вдруг со мной что-то случилось. Так что я всегда её предупреждаю. Он всегда пишет, куда и насколько ушёл. А она мои записки собирает. Мне просто жаль их выбрасывать. Говорит, мол, никогда не знаешь. А вдруг сегодняшняя записка окажется последней? Я как раз их искала, чтобы вам показать. Вот умрёшь ты, и что я буду делать? С кем буду под ручку ходить? Я не умру, не волнуйся. Ну а куда ты денешься? Все мы там будем. Да нет. Кстати, по поводу Дзяо Пенфея я прям не ожидал. Ну вот видишь, никто не застрахован. Помню, в мае 2016 года Мы с ним разговаривали на обследовании. И он был в каталке. Никогда раньше не видел его в каталке. Как быстро всё-таки, а? Жизнь человека непредсказуема, это точно. Ничего не поделать. Давай мне. Так он пустой, видишь? Но нельзя сильно привязываться и радоваться, потому что кто-то из нас умрёт первым. И это будет очень тяжело для того, кто останется в одиночестве. Но мы готовы и не боимся ни смерти, ни болезни. Посмотрим. И не важно, кто из нас сейчас кажется крепче. Всё может измениться. Давай на лавочке посидим. Возьми мандарин. Это же лучше, чем вода. Да. Хватит, смотри. Только в глаза мне не свети. А ты ещё говоришь, мол, я тебе сладкого не даю. Возьми мандарин. Я недавно видела тебя во сне. Мы снова были вместе. Вместе навсегда. Как эти две кошки. Когда я родила старшего сына, он мне сказал, мол, «Теперь ты называй меня Котяра. А я буду звать тебя Котёнком». С тех пор мы так и звали друг друга. До самой его кончины. Сможешь спуститься? Смогу. Хорошо. Ну что ж, мы с Ваньхуа пришли тебя проведать. Дома всё хорошо. Мо-Мо получил награду. В университете, говорят, будут вручать премию Уйюйжана. И Сунь Юй, и Хэ Ян написали прошение, чтобы награда досталась тебе. Сунь Юй считает, что ты её достоин. Но пока ничего не известно по этому делу. Вот об этом я и хотела тебе рассказать. Мо-Мо, ты только старайся, обязательно. Всегда стремись быть независимым в обществе. Да, не волнуйся. По государственным законам, могилу можно оплатить только на 20 лет. Значит, через 20 лет тебе надо будет снова внести оплату. Не забудь. Да-да, я понял. В 2012 году его похоронили. Значит, это будет 2032 год. Не переживай, я всё сделаю. Только не забудь. Конечно. Не забудешь? Обещаю, что не забуду. Положись на меня. А то меня уже на этом свете не будет. Никто тебе не напомнит. У тебя здоровье ещё хоть куда. Кстати, ты как, не устала за целый день? Устала. Тогда ложись сегодня пораньше. Как ты сейчас? Сам себе начальник. Неплохо, работаю на себя. А чем именно занимаешься? Культурой, образованием. И зарабатываю больше, чем те, кто сидит в конторах за 4000 юаней. Ну, молодёжь пошла. 4000? Это тоже неплохие деньги? Мама, наверное, не очень хорошо в этом разбирается. Ладно, если со всеми страховками, то может и ничего. Да, я это ему и предлагала. Неплохие деньги. Ещё и со страховками. Говорю, нужно прежде всего участвовать в страховании. Но он не хочет. Раньше я любил играть. Но теперь я ещё и учусь. Набираюсь опыта. Интеллектуальные ресурсы человека гораздо важнее материальных. Мы ведь постепенно отходим от плановой экономики. Теперь люди более свободные. И экономика становится модульной. То есть любой человек в любой момент может подключиться к любой системе и к любой работе. Но мама считает иначе. Она считает, что работать нужно в одном месте, чтобы была пенсия и всё тому подобное. Но это препятствует твоему росту и развитию. У людей разных поколений разный тип мышления. Пусть и разные, но я считаю, Ты, во-первых, должен быть здоровым. Во-вторых, жить по биологическим часам. Кроме того, ты должен работать на благо общества и своей семьи. Нельзя же быть одному всё время. Жить как отшельнику. А ну, как ты заболеешь? Кто за тобой присмотрит? Это да, это проблема. Потому что в будущем... Ладно, не перебиваю. Говори. Если по-честному, то я даже не особо в курсе, чем он занимается. Сначала нужно встать на ноги. Стать достойным членом общества. А потом уже расти и развиваться. Нельзя всю жизнь проводить за компьютером. Это неправильно. Шаблонные фразы. И ни в коем случае нельзя делать ничего незаконного. Правильно? Чего государство не разрешает. Нужно работать честно и честно зарабатывать. Ну, ты даёшь. Конечно, я честно зарабатываю. И, кстати, мне кажется, что концепция биологических часов всё менее состоятельна. В будущем все люди, начиная с тех, кто родился в 90-е годы, будут есть, когда захотят, и спать, когда захотят. То есть в любое время суток будут люди, которые спят и которые бодрствуют. И в работе они будут непрерывно сменять друг друга. Больше не будет такого, что днём все работают, а ночью все спят. Вы слышали это? Всё больше компаний теперь работает целыми сутками. Белая ворона. Опять же, сколько в Пекине жителей? Новое поколение. Мне это всё трудно понять. Ходит в халате всё время. Как монах. Аквариум сделал не я, а отец. Если честно, я не особо люблю рыб. Это твоя мама написала? Наверное. Да, я вижу иероглифы Джан Чун Ли. Тут мои документы. Если удача от меня отвернётся, если с моим сайтом что-то случится или его закроют, здесь у меня вся информация на бумажных носителях. Он любит историю. Я привезла свою маму. Она пожила несколько дней. Дней десять, наверное. А потом всё жаловаться начала. Хочу домой. Мы даже поругались два раза. Говорит, не могу здесь жить. Я свекрови говорю, мол, скажи, что я делаю не так. Я аж расплакалась. Я ведь хочу заботиться о маме. А как это делать, если она не хочет со мной жить? И рвётся назад. Да не ругались мы. Просто она меня не отпускает домой. Я не хочу у неё жить. Хочу жить одна. Мы ведь с мужем все эти годы жили вдвоём. Так что лучше я одна. Тебе нужно вернуться в семью, чтобы кто-то о тебе заботился. Родная дочь, например. Как бы я хотела, чтобы она жила у меня? Нет. Не хочу. Лучше я буду жить одна. А как придёт моё время, я хочу умереть прямо в этой комнате. Ну ладно, хочешь жить у себя – живи. Но тогда надо нанять домработницу. Она ни в какую. Домработницу? Да вы бы их видели. С утра яйца, молоко, пельмени там лепят. По-своему всё делают. Купи мне какие-то продукты, и я сама всё смогу сделать. Мне не нужны помощники. Я прекрасно сама справляюсь. Какие мы были красавцы в молодости. Много фотографировались тогда. Как же мы постарели. Ну а что ты хотела? Все люди постепенно стареют. Да ладно. Конечно. Вчера мы знаете, о чём беседовали? О том, где будут наши могилы. В Пекинском университете есть один парк с замечательным озером. Да, есть вроде. Называется «Безымянное озеро». Если я уйду первым, то ты уж закопай мой прах где-нибудь там, у озера. Если хочешь, пусть потом твой прах тоже положат туда. Не факт, что нам разрешат там закапывать свой прах. Да там под холмиком в траве никто и не заметит. Зато мы всё время будем любоваться безымянным озером. Красивый вид. Мы ведь всегда любили сидеть вдвоём с видом на озеро. Начнёшь копать, охранники прибегут. Да не прибегут. Какое им дело? Я уже устала. Можно ещё чуть-чуть вправо. Приготовились. Уже негде писать иероглифы. Так что уже и на стене пишу. Как отшельник в своей пещере. Вообще, я за свою работу получала премии в университете для пожилых людей. С другой стороны, многие художники и каллиграфы трудились в очень стеснённых спартанских условиях. Но несмотря на материальное стеснение, у человека должна быть широкая душа, большое сердце. Нельзя ограничиваться личными интересами. Нельзя быть эгоистичным и коростолюбивым. И тогда перед тобой откроются перспективы человеческого достоинства и добродетели. Так, аккуратнее. Молодец. Мы поздно пришли. Цветы уже почти отцвели. Это китайская яблоня. Там сакура. Цветы вишни. Прямо у тебя за спиной. Здорово. Правда? Конечно. Давай ещё одну. Ну, ты даёшь сегодня. Молодец. Ладно, давай станцуем. Молодец. 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 Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Летом 2015 года гравировка основной части клише для новых китайских банкнот уже была на этапе корректировки и пробной печати. В это время Маажун курсировала между Монетным двором и Центром технологии полировки и чеканки для изучения результатов печати и сравнения банкнот и гравюры для их улучшения. Впервые в истории печати юаней использовалась цифровая гравировка. Вместе с этим возникло много непредвиденных проблем. Будучи ответственной за гравировку стояемой банкноты 2015 года, Маажун вместе со своей командой прошла через многочисленные строжайшие обсуждения и отборы специалистов в этой сфере. В отличие от традиционной ручной гравировки клише для глубокой печати, компьютерная гравировка осуществляется на виртуальном стальном клише на мониторе. Этот процесс разительно отличается от ручной гравировки, когда твердый резец работает с твердой поверхностью. Технология ручной гравировки клише для глубокой печати была заимствована Китаем в начале 20 века. Гравировщики четвертого поколения, которых представляет Маажун, являются наследниками этой технологии и главными создателями пятого комплекта клише для китайских банкнот. При ручной гравировке клише для глубокой печати особое внимание уделяют мелким деталям большого изображения. Здесь важна тонкая работа. Даже тонкий, как волос, линии хорошо различимы. Они показывают мастерство гравера. Гравировка портретов на китайских банкнотах – это высшее достижение среди клише для глубокой печати. Изображения должны быть абсолютно точными и живыми. В 1997 году Мажун, как самый молодой гравер в мастерской, в первый раз взялась за такое важное задание, как гравировка портрета председателя Мао Цзэдуна. Но ее работа не была выбрана из-за ничтожно малого недочета в изображении глаз. Чтобы вырезать на клише живые глаза, Мажун практиковалась 19 лет. Она боялась испортить дорогие стальные клише для гравировки и, упражняясь в создании портретов, вместо резца пользовалась ручкой и бумагой. Мажун преобразовывала сложные тени и цвета в изящные и уникальные узоры клише для глубокой печати. В конце прошлого века здесь была гравировальная мастерская Пекинского монетного двора. Это ключевой отдел в индустрии печатания денег. Толстые слои пыли скрывает сложный период, через который прошла студентка-художница, прежде чем стать мастером ручной гравировки клише для глубокой печати. Благодаря упорным стараниям Мажун достигла высокого уровня мастерства. Ее работы последовательно были использованы для банкнот в 50, 20, 10, 5 и 1 юаневой банкноты. Когда Мажун достигла наивысшего уровня в технике ручной гравировки, компьютерные технологии стремительно проникли в индустрию печатания денег. Цифровые технологии значительно усовершенствовали весь процесс. И внезапно традиционная ручная гравировка клише стала проблемой, сдерживающей развитие индустрии. Это стало большим психологическим потрясением. Этот резец очень дорог Мажун. На его ручке выгравирован иероглиф Шень. Эту отметку оставил гравер первого поколения. К тому моменту, как резец попал в руки Мажун, уже прошло 100 лет. Неужели передававшийся на протяжении 100 лет искусство вот так прекратит свое существование у нее на глазах? Мажун и ее коллеги пришли к единому мнению, что нельзя прятаться от перемен, которые принесла новая эпоха. И тем более нельзя допускать, чтобы на мировой арене пострадала репутация уровня гравировки китайских банкнот. В конце концов, они приняли решение начать с нуля. В рабочем столе Мажун до сих пор хранятся несколько толстых тетрадей с учебными записями. Глядя на эти подробные конспекты, можно представить, как тяжело училась с самых азов компьютера человек среднего возраста. Мажун выработала привычку внимательно наблюдать, когда еще была студенткой. Гравируя ветки и листья, цветы и деревья, она была сосредоточена на расстановке точек и соединении линии. Таким образом, изображения превращались в произведения искусства. Это профессиональный секрет, который ей передал учитель, и в этом заключается сущность гравировки клише для глубокой печати. Плоды этого искусства совсем не зависят от инструментов. Мажун потратила 10 лет на то, чтобы научиться гравировке клише вручную. На изучение компьютерной гравировки клише с нуля у Мажун и ее коллег ушло меньше двух лет. И в их гравировальной мастерской одна за другой стали рождаться цифровые работы, которые не уступали тем, что были сделаны при помощи традиционного метода. Когда Мажун освоила технологию создания клише на компьютере, ее мастерство проявило себя, и квинтэссенция искусства точек и линий возникла на мониторе. Цифровая гравировка позволила Мажун почувствовать свободу и творческие возможности, которые ей не могла дать традиционная гравировка клише. Смена инструментов на самом деле привнесла в творческий процесс граверов революционное освобождение и воодушевление. В ноябре 2015 года первая 100-юаневая банкнота, сделанная при помощи цифровой гравировки, вышла из печатного денежного станка и была введена в обращение. Считается, что деньги – это визитная карточка страны, но в то же время это результат интеграции технологий, культуры и искусства. Теперь Мажун может отправиться в дальнее путешествие вместе с достижениями Китая в области гравировки эпохи цифровых технологий и рассказать коллегам из других стран историю о том, как китайские мастера преодолели себя и оказались на гребне волны мировых технологий. Редактор субтитров А.Семкин Сервисные роботы все быстрее входят в нашу повседневную жизнь благодаря развитию технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и машинного обучения. Сегодня мы расскажем, как они могут помочь нам в быту, в развлечениях, в больницах и в уходе за пожилыми людьми. Здравствуйте, посетитель А-01. Вот ваш заказ. Это не сцена из фантастического фильма, а обычный эпизод работы одного из шанхайских ресторанов. За прием и доставку заказов, а также развлечения посетителей здесь отвечают сервисные роботы. В индустрии кейтеринга всегда был дефицит рабочего персонала, так что мы решили использовать роботов для обслуживания клиентов. Площадь нашего зала около тысячи квадратных метров. Обычному ресторану такого размера потребовалось бы по меньшей мере 15 официантов. Нам же достаточно всего пять машин. Это еще и хорошая реклама. К нам приходят и дети, и пожилые люди. Всем интересно посмотреть на роботов своими глазами. Благодаря прогрессу в промышленном производстве и в разработке технологий искусственного интеллекта, сервисные роботы больше не экзотика. Используют их не только в кейтеринге, но и почти во всех сферах. Еще совсем недавно умные машины были задействованы лишь в сборочных цехах и исследовательских центрах. Теперь же они стали частью повседневной жизни. Это не только эффективно, но и весело. Мы воплощаем науку в реальность. В прошлом мы могли предложить своим клиентам только виртуальный опыт. Сейчас же они могут управлять самыми настоящими мехами, то есть боевыми роботами, о которых мы так много читали в фантастических книгах. Любой человек может стать частью машины. Мы также выяснили, что в современной индустрии развлечений появляется большой спрос на хай-тек, то есть технологические развлечения. Судя по всему, границы между реальностью и научной фантастикой быстро стираются. По определению Международной Федерации Робототехники, сервисных роботов можно разделить на две категории. Машины для домашнего и для профессионального использования. Первые облегчают жизнь своим владельцам и делают ее более комфортной. Вторые заточены на конкретной операции в той или иной сфере науки или производства. Например, в энергетике используются умные машины для проверки безопасности оборудования. Это профессиональные сервисные роботы. Индустрия сервисных роботов в Китае сейчас находится на этапе становления. Большая часть существующих на рынке умных машин пока не может похвастаться богатым функционалом. Но с развитием технологий искусственного интеллекта и ростом спроса со стороны потребителей ситуация будет меняться, а роботы становятся все более способными. Мы рассчитываем, что со временем роботы будут обладать шестью основными чувствами, присущими человеку. Глаза, уши, нос, язык, тело и интеллект позволят им понимать и интерпретировать выражения человека, принимать решения, а в перспективе обзавести системами визуального, эмоционального и поведенческого интеллекта. С нашей точки зрения, сервисных роботов необходимо очеловечить и обучить нашим культурным кодам. Это и будет основным отличием между сервисными и промышленными роботами. Прорыв в исследованиях технологий искусственного интеллекта существенно ускорил прогресс робототехники. За последние 30 лет роботы стали заметно умнее и способнее. Сервисные роботы сейчас используются все шире. И это особенно заметно с 2015 года. Они могут заниматься и уборкой дома, и охраной, и проверкой товаров в супермаркете, словом, способные выполнять множество функций. Теперь у нас также есть умные машины с современным дизайном. Они задействованы, например, в сфере образования, и могут общаться с детьми. Такого рода коммуникация — это новшество, которое интересна и родителям, и всей индустрии в целом. Современные технологии позволили создать и роботов, которые способны подменить человека для проведения работ в особо опасных условиях. Правда, рынок для них пока не очень большой. Перед тем, как начать наш разговор, я хотела бы представить сегодняшнего гостя. Это господин Гаусин, руководитель отдела глобальных продаж компании Juntai Securities. Большое спасибо, что пришли к нам в студию Гаусин. Сегодня мы поговорим о роботах. Я очень рада, потому что это одна из моих любимых тем. Но сначала хочу вас спросить, в чем заключается преимущество и недостатки использования этих очень дорогих умных машин в таких местах, как рестораны, где они заменяют официантов, или же в торговых центрах, где они подменяют продавцов, или даже вместо торговых автоматов? Сейчас нам лучше сразу же определиться с понятиями. О каких работах мы будем говорить? О тех, что мы видели в фантастических фильмах? Пока мы еще далеко от таких технологий. С другой стороны, в ситуациях, о которых вы только что упомянули, у нас уже есть, так сказать, полуроботы, которые вполне себе успешно работают. Теперь насчет того, какие у них есть преимущества и недостатки. Плюсы в том, что они экономят много времени, и с точки зрения банков и магазинов много денег, ведь им больше не нужно нанимать так много людей, как раньше. Во-вторых, роботы могут предложить клиентам и посетителям больше услуг. В тех же банках нам не так давно приходилось выстаивать длинные очереди, чтобы решить элементарный вопрос. Сейчас там стоят автоматы, и любой может очень быстро разобраться со своей проблемой. Это очень эффективно. Но минус в том, что вы теряете часть потребительского опыта. Заходя в ресторан, я хочу увидеть улыбку на лице официанта. Человеческий фактор, да? Да, именно так. Хочется какого-то общения с официантами, хочется обсудить заказ. К тому же, может, они уже знают, какие блюда я люблю, если я появляюсь там не в первый раз. Проблема в том, что роботы лишают вас такого общения. Ну, не знаю, я как-то не привыкла заводить друзей среди официантов. Но я все же понимаю, вы приходите в знакомую закусочную, обмениваетесь парой слов с персоналом, и они уже знают, какой кофе вы любите получать по утрам, как именно его сварить и что в него добавить. Для многих в этом есть определенная сентиментальность. Очень сентиментально, да. Точно. И еще они никогда не ошибутся, правда? Так вот, мы создаем роботов, хотим, чтобы они были умнее и даже эмоциональнее, но на деле мы не видим большого разнообразия, не видим роботов, которые ведут себя точно так же, как и люди. И многие отраслевые эксперты, которые специализируются на разработках в области искусственного интеллекта или же инвестируют в эту сферу, разочарованы темпами развития этого сектора. Они говорят, «Вообще-то мы думали, что к этому времени у нас уже появятся летающие машины. В чем же преграды для развития?» Думаю, главная причина в том, что мы плохо понимаем саму человеческую природу. Чтобы создать очень способного и умного робота, который сможет делать работу вместо нас, нам нужно понимать, как мы сами функционируем. Мы до сих пор мало что знаем о том, как люди думают, как мы можем двигать руками. Тайн и загадок все еще очень много, и именно поэтому так сложно создать робота, который будет умнее человека. Или таким же умным, как человек, даже приблизительно. Но я часто слышала, что все, что может делать человек, может делать и машина, причем делать это даже лучше. Наверное, когда это время наступит, мы подумаем, «Ого, что же мы создали? Эти роботы во всем справляются лучше меня. Думают быстрее, действуют быстрее, анализируют быстрее. Так что же теперь остается мне?» Так все-таки, не опасно ли это, создать робота, который намного умнее человека? Знаете, множество известных людей уже бьют тревогу, в том числе и Эллен Маск, он говорит, «Вы не догадываетесь, с чем вы имеете дело, с роботами лучше не связываться, вы не хотите создать машину умнее вас самих». Что вы об этом думаете? Я с этим согласен. Это довольно страшно. Мы все слышали об Альфа Гоу. Он выиграл у самых известных во всем мире игроков в настольную игру Гоу. Еще пару лет назад об этом никто не мог бы и подумать. Во всех книгах я читал, что компьютер может победить человека в шахматах, но никогда не возьмет верх в Гоу, потому что это очень сложная игра, и с такими комплексными вычислениями справится только человек. Теперь же вы видите, что компьютер и здесь намного превзошел человека. И разница уже огромна. Самого сильного игрока уделали, как цыпленка, легко скинули с пьедестала. Большая разница, да. Задам такой вопрос. Многие уже сейчас стали использовать сервисных роботов в качестве помощников по дому. Стоит ли это поощрять и продвигать? Все-таки недостатка в рабочей силе в Китае нет, и многим людям трудно найти работу. Думаю, на это можно посмотреть под другим углом. Население Китая больше не растет так быстро, как раньше. В будущем оно точно начнет сокращаться, и у нас возникнет такая же ситуация, как в Японии или Республике Корея. Показатели рождаемости у нас сейчас низкие, и из-за этого дефицит рабочей силы все-таки возникнет. Это первая причина. Вторая в том, что молодежь сейчас не хочет работать помощниками по дому, она хочет сидеть в офисах. Но и такие должности скоро могут заменить роботы. Возникнет массовая безработица, людей просто вытеснет с рынка труда. Возможно, вы правы, но тогда на рынке выживут только те, кто работает в сфере робототехники, кто создает этих роботов. Или люди, которые продают свою харизму, как я. Шутка. В общем, посмотрим. Я и сама не уверена, может быть, роботы будут выполнять и мою работу. Спасибо, Гауси. И теперь небольшой перерыв, после которого мы выясним, как сервисные роботы меняют индустрию развлечений. Интересно. Не переключайтесь. И вновь добро пожаловать. Теперь давайте выясним, как сервисные роботы становятся суперзвездами на концертах и развлекательных шоу. Трансляция новогоднего гала-концерта на телеканале Ихуна Антиви превратила НК-01, робота, созданного компанией FutureWise, в настоящую интернет-звезду. НК-01 выступил вместе с группой TF Boys и покорил миллионы человек. Не так давно компания-разработчик представила усовершенствованную модель НК-01. X-X-21 относится к модельной линейке, которую мы планировали запустить с самых первых дней существования компании. Но для создания техники такого уровня нам нужны были ресурсы. Поэтому сначала мы решили создать себе репутацию с моделью НК-01. Сейчас в мире существует всего три похожих робота, и один из них — наши разработки. Мы хотим задействовать его в сфере развлечений, чтобы как можно больше людей узнали, каково это — находиться внутри меха-трансформера и управлять им. Компания FutureWise не просто производит больших управляемых человеком роботов, но и создает целую игровую вселенную со своими легендами, событиями и персонажами, совсем как «Звездный путь» или «Звездные войны». Наша компания так или иначе работает с научной фантастикой. Наша цель — создать целую игровую вселенную для меха-трансформеров, китайскую версию «Звездных войн». Мы стремимся объединить культурную составляющую с технологической. Большие роботы — это продукт не для розничных продаж. Обычно их используют в развлекательной сфере. К примеру, мы видим, что в разных странах мира, в том числе и США, все чаще организуют состязания робототехники. Мы надеемся, что сможем организовать их и в нашей стране, воплотить в реальности схватки, которые мы видели, например, в фильме «Живая сталь». У компании «Фьючер Уайз» есть уникальные планы развития во всем, что касается развлекательных мероприятий с использованием больших управляемых роботов. В то же время «Кэмбот» — еще одна компания-производитель умных машин — нацелена не на развлечения, а на практическую пользу. В 2015 году мы выпустили «Ю-Ю» — робота-гуманоида, который способен повысить качество услуг и уровень обслуживания клиентов в различных бизнес-сценариях. К примеру, он может рекламировать какой-либо товар, подсказывать нужный отдел в супермаркетах, работать экскурсоводом в музеях и даже продавать машины в автосалонах. «Ю-Ю» умеет разговаривать, способен распознавать лица и таким образом знать, с кем именно он общается. Он также может имитировать действия, жесты и мимику человека, так что он довольно экспрессивен. Наш робот снабжен системой навигации и может самостоятельно преодолевать или избегать преграды. Благодаря этому он может перемещаться по большим помещениям. Это значит, что его можно использовать в офисах или шоурумах, чтобы встречать и провожать посетителей. Многофункциональный сервисный робот «Ю-Ю» настолько полюбился публике, что компания решила начать массовое производство. Так «Ю-Ю» стал вторым в мире прототипом робота, который дошел до стадии конвейера. Первый прототип, вышедший вчераш, создали японские ученые. Как бы то ни было, небольшая, но опытная в своем деле компания «Кэнбот» смогла создать перспективную бизнес-модель. Мы получаем прибыль с трех направлений. Во-первых, это массовое производство сервисных роботов для использования в коммерческих целях. Сюда я отношу и умные машины для домашних дел и небольших роботов с развлекательными функциями. Второе направление — это создание техники по заказу. Некоторые крупные заказчики хотят, чтобы мы создали и настроили роботов по их требованиям. Например, это робот «Ван Зай» для компании «Согол». Третий источник дохода — это лизинг, то, что мы называем аренда робототехники. Например, владельцы торгового центра могут взять у нас в лизинг сервисных роботов, а потом сдать их в субаренду своим арендаторам. Так наши умные машины могут использоваться в качестве зазывал и промоутера в период распродаж, помогать магазинам и торговым маркам рекламировать себя в праздники. Гаусин, мы только что говорили о том, что в будущем на рынке труда возможны останутся только те люди, которые управляют роботами или их создают, а также специалисты, которые продают свою харизму, сами себя, как бренд. Что вы думаете о перспективах использования роботов в развлекательной сфере? Я имею в виду не роботов для, так сказать, спальных комнат, а о машинах, которые заменят звезд. Что вы думаете? Думаю, даже если это случится, это будет последняя стадия развития робототехники. Прежде всего, потому что мы до сих пор полностью не понимаем, что именно способно развлечь человека. Возьмем музыкальные инструменты. Например, фортепиано. У нас уже давно есть их электрические аналоги, но люди все равно предпочитают классическое фортепиано. Как бы много оно ни стоило. Причем в продаже есть очень дорогие и функциональные электрические фортепиано. Но это не меняет дело. Выходит, какая-то разница все же есть. Развлечения предполагают что-то неожиданное. Роботов и компьютеров необходимо программировать, но как вы можете написать для них программу, которая вас удивит чем-то неожиданным. Да, но кто знает, может в будущем роботы все-таки превзойдут человека. В конце концов, уже совсем скоро могут появиться машины, которые будут разговаривать, преподавать английский или учить детей каким-то навыкам. Возможно, будущим поколениям уже не будут важны все эти человеческие связи. Давайте поговорим о существующих моделях роботов. Что вы думаете, это скорее игрушки или нет? Модели, которые я видел, пока лишь игрушки. Мне довелось познакомиться с некоторыми моделями, и мне показалось, что их можно назвать большими айпадами, которые могут перемещаться. Они двигаются, но не могут делать это свободно. Им нужна или колея, или совсем маленькое помещение. К тому же, они понимают совсем небольшой набор слов. Поэтому я думаю, что до появления полнофункциональных роботов нам еще далеко. Знаете, что по-настоящему страшно? Это когда роботы начнут задавать себе вопрос о смысле своего существования, спрашивать, кто я, почему я здесь, в чем моя задача. Это именно то, что отличает людей от животных. И когда роботы начнут так делать и так думать, это будет довольно страшный день. Впрочем, давайте лучше поговорим о самых продвинутых роботах в мире. Атлас сейчас считается наиболее совершенным. Это робот-гуманоид, созданный компанией Google. Они удивили весь мир, когда показали, что их робот может встать после того, как его уложили на пол. Расскажите нам, почему это так необычно? Это очень большой шаг вперед. Сбейте его с ног, он упадет и сам встанет. Раньше роботы еле двигались. Их движения были стеснены и ограничены. Но Атлас может передвигаться как живое существо. Он гибче, и его движения более плавные. Очень гибкие, да. Это значит, что разработчикам удалось понять, как именно двигаются люди и животные. Это намного сложнее, чем может показаться. Если вас собьют с ног, вы не будете думать, «Так, сейчас мне нужно подняться». Все это происходит очень естественно. Вы встанете, даже не размышляя об этом. Специалисты Google провели свои исследования, выяснили, как человек, или, к примеру, собака, будут действовать в подобной ситуации, и создали робота, который ведет себя абсолютно так же. Это фантастика. Ого! Китай еще не достиг такого уровня. Давайте обсудим еще одну вещь, которая меня тревожит, и мне совсем не нравится. Это так называемые роботы-журналисты, роботы-ведущие, которые могут разговаривать с гостями. Сейчас даже Siri или боты в соцсетях могут поддержать какой-то диалог. Что вы думаете об этом? Вы бы предпочли слушать новости, которые читает человек? Предпочли бы включить телевизор и увидеть там знакомое лицо, или же вы не против того, чтобы этим занимались роботы? Сейчас это искусственный интеллект, который может писать новости, или же роботы-аналитики, которые уже работают в моей сфере деятельности. Они могут составлять отчеты о динамике акций и других ценных бумаг. Фирмы, которые этим занимаются, привлекают большие инвестиции. Наши должности в опасности? Возможно, но когда я читаю составленные машинами доклады, мне они, если честно, кажутся ужасно скучными. Обычно это что-то вроде акций и такой-то компании сегодня выросли на 10%. Такие статьи всегда основаны на сухих фактах, у машин нет своего мнения. Они пресные. И если вы просто случайно увидели такую статью или заметку, вам она может показаться обычной, но если вам нужна действительно важная информация или точка зрения автора, вы ничего подобного там не найдете. Когда я веду программу, я стараюсь быть яркой, забавной. Роботы на такое не способны, так что не забирайте у меня работу. У них нет мнения. Точно, у них нет мнения. Хорошо, спасибо, Гаусин. Теперь настало время для еще одного перерыва, после которого мы выясним, как роботы меняют нашу повседневную жизнь в других аспектах. И вновь добро пожаловать. Роботы могут не только выполнять работу по дому и выступать со сцены, но и помогать нам в школах, больницах и даже в уходе за пожилыми людьми. Давайте посмотрим. В Китае индустрия сервисных роботов развивается сразу по нескольким направлениям. Домашние помощники, здравоохранение и физическая реабилитация, скорая помощь и работа с последствиями стихийных бедствий, энергетика, национальная безопасность, научные и исследовательские проекты. Прогресс очевиден во всех этих сферах. Главная цель выйти на серийное производство профессиональных сервисных роботов, а также вывести на массовый рынок умные машины для дома. Роботы теперь используются в самых разных сценариях и главными векторами развития индустрии стали коммерческое производство и изготовление умных машин по индивидуальным заказам. Роботов изготавливают, чтобы они подменяли человека при выполнении определенных задач. Поэтому подлинная ценность роботов проявляется только в том случае, если они действительно способны справляться с предусмотренным функционалом. Применение умных машин в различных сценариях предусматривает их многозадачность, этого же требует и рынок. Производителям необходимо гарантировать, что их продукт отвечает под предъявленным требованиям и может хорошо справиться со своей работой. Самое важное направление развития робототехники сейчас это реализация заранее прописанных сценариев. Развитие технологии искусственного интеллекта и так называемого интернета вещей позволит сделать обычную технику умнее с помощью аппаратных и программных средств. В будущем сервисные роботы будут иметь все больше функций и применяться в самых разнообразных ситуациях. Они могут выступать единым центром экосистемы интернета вещей, то есть вместо владельца контролировать бытовые и электронные приборы, подключенные к глобальной сети. Поэтому рыночный потенциал сервисных роботов огромен. Правительство также придает большое значение развитию сервисных роботов, или точнее, искусственного интеллекта в целом. Чтобы ускорить прогресс в этом направлении, чиновники предлагают различные льготы и стимулирующие программы. Это увеличивает рыночный спрос. У нас есть важное преимущество — технологический потенциал. Хотя Китай может и отстает по уровню технологий и темпом их внедрения, мы все же добились успехов во всем, что касается производства и практического применения. Сервисных роботов ждет большое будущее. Сейчас это совсем не массовый популярный продукт, поэтому потенциал развития огромен. В докладе о развитии робототехники в Китае в 2017 году, подготовленном Китайским институтом электроники, отмечается, что в 2016 объем рынка сервисных роботов КНР превысил миллиард долларов. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы он будет расти на 30%, что намного выше среднемировых темпов роста этой отрасли. Точно так же, как это произошло с интернетом и смартфонами, роботы различных типов и функционала станут частью нашей повседневной жизни. В какой-то степени они определяют наш будущий образ жизни, как это сейчас делает глобальная сеть. В том же докладе о развитии робототехники в Китае отмечается, что к 2020 году начнется быстрое развитие специализированных умных машин, будь то автоматические парковщики или ассистенты в супермаркетах. В результате объем рынка сервисных роботов в Китае вплотную приблизится к отметке в 3 миллиарда долларов. Сейчас сервисные роботы делают первые шаги на пути к массовому рынку. Большая их часть — это всего лишь прототипы, созданные в экспериментальных целях. Но общество меняется. Например, пожилых людей становится все больше, стоимость труда растет. Из-за этого спрос на роботов будет только увеличиваться, тем более, что мы постоянно совершенствуем технологии и снижаем цены. Чем быстрее стареет общество и чем стремительнее растет спрос на качество медицинские и образовательные услуги, тем внушительнее рыночный потенциал сервисных роботов в Китае. Новые технологии, такие как большие данные, машинное обучение и облачные вычисления, позволяют существенно расширить возможности умных машин, наделить их навыками выполнения сложных узкоспециализированных задач. По всем прогнозам, сервисных роботов с каждым годом будет становиться все больше, и именно они могут стать главным направлением для роста всей индустрии робототехники. Итак, Гаусин, что вы думаете о перспективах использования роботов в образовании, здравоохранении, особенно в уходе за пожилыми людьми? Думаю, на нынешнем этапе развития они не могут полностью заменить человека в этих сферах. Может быть, способны как-то помочь в решении отдельных задач. К примеру, в образовании специально запрограммированные роботы могут помочь детям в изучении английского, но учитель там все равно нужен. В уходе за пожилыми роботы могут напомнить, когда принимать лекарства, какую именно таблетку нужно выпить, замерить, например, давление или температуру. Но в экстренных ситуациях все равно потребуется помощь людей. Во многих странах, к примеру, в Японии и в Сингапуре население стремительно стареет. Пожилых там очень много. Как сервисные роботы меняют ситуацию в этих странах? Ведь у них есть этические и социальные обязанности в том, что касается создания таких роботов, чтобы позаботиться о пожилых. Это особенно справедливо для Японии. В структуре населения там очень большая доля пожилых людей, а темпы рождаемости остаются крайне низкими. У них попросту нет достаточно молодежи, чтобы позаботиться о стариках. Именно поэтому они тратят так много времени и денег на создание таких роботов. Я видел конкретные примеры. В некоторых центрах для пожилых там уже сейчас есть роботы, которые могут принести обед или лекарства пациентам, к которым они прикреплены. Есть и роботы, которые способны звонить детям, если с их родителями приключилась беда. Основные функции уже выполняют машины. Получается, что в некоторых странах потребность в таких роботах огромна. Вы рекомендовали бы инвестировать в эту сферу? Думаю, пока еще рано вкладываться в компании, которые создают подобных роботов. Они своего рода первооткрыватели. Им нужны большие инвестиции, хотя риск огромен. Но есть и другие компании, занимающиеся производством комплектующих для робототехники. Спрос на их продукцию в краткосрочной перспективе будет довольно большим. Например, это сенсоры. Они нужны всем роботам. Это датчики света, звука или температуры. Своего рода аналоги глаз и ушей человека. Все компании, которые занимаются их производством, не останутся в накладе. Очень интересно. Большое спасибо за ваши комментарии, Гао Син. Спасибо, что пригласили. Создатели сервисных роботов подчеркивают, что они производятся для того, чтобы жить вместе с человеком, а не служить ему. Но кто знает, может быть, они, как и домашние животные, могут стать нашими лучшими друзьями. И на этом мы заканчиваем наш выпуск программы «Путь к успеху». Большое спасибо, что были с нами. Увидимся в то же время на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Знаете, что это? Это массаж гуаша, один из элементов традиционной китайской медицины. Си-си, Нин. Си-си. Мне даже пришлось для этой процедуры немного изменить прическу. Меня зовут Олеся Корзу, и я исследователь сегодня программы «Вопросы и ответы». Мы находимся в аптеке традиционной китайской медицины, и этот стенд полностью посвящен тем самым инструментам, которые используют местные народные лекари. Как то, например, иголки в иглотерапии. Эти иголки совершенно разной формы, совершенно разных размеров, и втыкаются в совершенно разные части человеческого тела. Либо вот этот инструмент... Я понятия не имею, для чего, нам специалист потом объяснит. О, а это я знаю. Эти инструменты используются в массаже гуаша. Вот эти пластины делаются из нефрита. Они совершенно разной формы для косметических процедур, либо для лечебных. Эти для косметических. Вот таким вот способом китайские женщины омолаживаются, избавляются от морщин и ждут прилива энергии. Местные врачи обещают, что если я буду часто использовать эти пластины, я буду красивой до 100 лет. Ну что ж, проверим. Дело в том, что здесь мы совершенно не случайно. Мы получили вопрос от Анны из Казахстана. Анна, здравствуйте. Сейчас зачитаю ваш вопрос. Анна спрашивает, какие методы использует традиционная китайская медицина? Анна, ну и задачку вы нам задали. Дело в том, что, чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо прочитать как минимум несколько фолиантов. Ну что ж, раз есть вопрос, должен быть ответ. Попробуем вместе разобраться, в чем уникальна традиционная китайская медицина. Конечно, все эти мнения весьма познавательны и даже имеют полное право на существование. Но, Анна, согласитесь, что лучше получить ответ специалиста. Поэтому за квалифицированной информацией мы отправляемся в клинику китайской традиционной медицины. Пойдемте. Китайская медицина – это целая наука, которая развивалась в Китае на протяжении нескольких тысячелетий. Это своего рода результат труда и жизнедеятельности китайского народа, который сплотил в себе способы и методы и профилактики, и лечения болезней. Говорят, в китайской традиционной медицине не нужно сдавать кровь, не нужно сдавать какие-то другие анализы, не нужно делать рентген, флюорографию, либо УЗИ. Достаточно, чтобы доктор на тебя посмотрел, задал несколько важных для себя вопросов, почувствовал твой запах и сделал диагностику по пульсу. По-моему, достаточно странно. Мы, европейцы, привыкли к более сложным методам диагностики. Но я решила проверить все на себе, поэтому я записалась к доктору Вану и прямо сейчас пойду к нему на прием. Энди. Энди. Иглоукалывание? О, не сюда. Это отделение иглотерапии в процедурный кабинет. Вы знаете, это совсем не больно. Я думала, что... я испытывала страх, думала, что это будет очень больно, но тем не менее... Есть какие-то ощущения слегка неприятные, но все нормально, хотя странно такое, когда из тебя торчат иголки. Мне врач сказала, что нужно сделать 20 уколов для того, чтобы излечить мою бессонницу, поэтому давайте сделаем паузу. Все, наконец, закончилось. Вот на такой эксперимент я сегодня решилась, но я очень-очень надеюсь, что этой ночью я буду спать на младенца. Это что, китайские банки? О, нет. Лучше я пойду к другому специалисту. Привет. Не ожидали меня увидеть в таком ракурсе? Сейчас мне делают массаж. Вау. Очень приятное ощущение. Это что-то удивительное. Вау. Это прекрасно. Массаж – это прекрасно. У моей массажистки еще очень приятные руки и очень сильные. Я хочу массаж делать каждый день. Ау. По-моему, она затронула точку удовольствия. О, а сейчас расслабляющая часть массажа. Прям хочется закрыть глаза и уснуть. Врач делает те самые движения, которые помогают улучшить кровообращение. Помните детский стишок? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Так вот сейчас как раз на мне та самая часть, которая постучали-постучали. Еще на родине я слышала о чудодейственных свойствах китайского традиционного массажа. Потрясающих, удивительно потрясающие, изумительные чувства. Тело полностью расслабилось, мозг отключился. Ну и, конечно же, ничем не умолимый лечебный эффект китайского традиционного массажа. Ван Сен, ан-му, душевные боли, сягу, хорошо? Здравствуйте! 太陽穴,像咱們頭疼的時候,輕輕揉一揉,效果是非常好的。 當然了,咱們的胳膊上也是有穴位的。 像這個河虎穴,也就是咱們常說的虎口, 治療一些感冒、頭疼,效果也是非常好的。 牙疼也可以按這個穴位。 當然了,咱們女性可以做一些美容,也可以在家裡經常做。 像這些四白穴,還有當台說的太陽, 還有咱們的讚珠,還有斯珠空,還有成江, 像咱們的面霞部分就可以用手往上推。 當然了,咱們不能往下, 因為地球的吸引力越來越往下, 然後上面的上額部分可以這種分推法。 效果都是非常好的。 謝謝! 不客氣! 謝謝! 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 Epic! 這隻 Моё мнение, любое лекарственное средство имеет побочные действия. Просто у китайских лекарств они минимальны. В их состав входит множество разных компонентов, которые вступают во взаимодействие друг с другом. Например, одно лекарство может подавить побочные действия другого. Вместе они наносят меньше вред организму и приносят наибольшую пользу. Также в традиционной китайской медицине считается, что лекарство и еда происходят из одного источника. То есть какое-либо лекарственное сырье – само по себе уже пищевой продукт. Поэтому побочные действия китайских средств минимальны. Говоря об общих чертах, особенность традиционной китайской медицины заключается в том, что она делает упор на всесторонний комплексный подход. В первую очередь, она подчеркивает единство человека с природой. Проводя ли лечение или профилактику, необходимо учитывать целостную связь человека с природой, человека с обществом. Во-вторых, человек сам по себе – это единая целая, цельная система. Если, например, у больного всего лишь разболелся зуб или выскочила язва в полость рта, это связано с совокупными функциями всего организма. Нельзя смотреть поверхностно. Человеческий организм – это система. Поэтому врачи китайской медицины проводят диагностику общего состояния организма и в соответствии с этим назначают индивидуальное лечение. Врачи китайской медицины врачи китайской медицины. Я думаю, как для китайских людей, так и для европейских людей. В последние годы наша страна уделяет особое внимание интернационализации традиционной китайской медицины, а также всей отрасли традиционных китайских лекарств. Будучи традиционной наукой, китайская медицина является сокровищницей мирового значения. Она должна служить не только китайцам, но и всем людям земного шара. Думаю, в дальнейшем, вслед за экономической глобализацией и ростом научно-технических обменов, все больше людей и ученых в мире поймет и примет традиционную китайскую медицину. Мои рекомендации по здоровому образу жизни. А это те самые профилактические настои, которые мне рекомендуют врачи китайской традиционной медицины. Анна, я надеюсь, вы остались довольны нашим ответом. Кстати, благодаря вам я испытала на себе методы китайской традиционной медицины. И если вам было интересно, то вы можете попробовать тоже. Спасибо вам за вопрос. Будьте здоровы. И, конечно же, пишите нам. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Испытания терпения. В КНДР подтвердили проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий. Борьба Ирана. Рухани призвал увеличить нефтяной экспорт и продолжить продажи нефти в ответ на санкции США. Майские праздники в Китае. За выходные жители страны поставили новый рекорд по объему внутреннего туризма. Здравствуйте. Вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. На понятном языке в КНДР подтвердили, что накануне проводили стрельбы. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что учениями руководил лично Ким Чен Ын. Официальная цель – оценить и проверить умения военных обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием. Но что Пхеньян хотел сказать этим миру или конкретным странам и как эти страны отреагировали, об этом наш следующий материал. Что это летело, откуда и в каком количестве – непонятно. В Центральном телеграфном агентстве Кореи не сообщили. В том смысле, что да, ракеты, но какие из множества видов. Они были направлены в Японское море, но цель, по всей видимости, была в головах у политических партнеров, не спешащих делать ответные шаги на примерное поведение. Вот и в Республике Корея вроде бы шли-шли к некоторому ослаблению финансовых ограничений, но накануне новых учений соседа снова стали говорить жёстче. Логика предельно ясна. Санкции действуют из-за ядерной и ракетных программ Гантера. И поэтому должны быть какие-то зримые, конкретные и существенные действия Пеньянна, чтобы мировое сообщество согласилось что-нибудь изменить. Ядерная дипломатия на Корейском полуострове находится в подвешенном состоянии с тех пор, как президент США Дональд Трамп отверг то, что он назвал плохой сделкой на саммите с Кимчен Ином в Ханое. Недавно во Владивостоке глава КНДР обсуждал с Владимиром Путином возможность возродить шестисторонние переговоры. Штаты по-прежнему этого не хотят. Важно то, что КНДР сейчас жизненно необходимы деньги. Буквально в пятницу ООН опубликовала доклад, согласно которому Пеньян сократил размер суточного продуктового пайка до самого низкого уровня в истории для этого времени года. Засухи, аномальная жара и наводнение стали причиной худшего за 10 лет урожая. По нашим оценкам, около 10,1 миллиона человек или почти 40% населения КНДР сталкиваются с острой нехваткой продовольствия и нуждаются в помощи. Дональд Трамп, желающий стать президентом США, который сможет договориться с КНДР, тем временем продолжает делать хорошую мину. Острой реакции на новые пуски от него не последовало. Как обычно в соцсетях, он заявил, что считает, Ким Чен Ын осознает огромный экономический потенциал своей страны и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить этому конец. Сделки быть. Аймира Шоу Кентаева, CGTN Ответ обратным эффектом. Президент Ирана Хасан Рухани озвучил в эфире гостелевидения меры противодействия американским санкциям. И похоже, несмотря на надежды США, прекращать торговать нефтью никто не намерен. Нам следует нарастить производительность и увеличить экспорт товаров, не связанных с нефтью. В то же время продолжать запасать нефтепродукты и сохранять их продажи. Мы окажем сопротивление заговору американцев против нашей нефтяной промышленности. По словам Рухани, в прошлом году объемы экспорта иранских товаров, не связанных с нефтью, составил 43 миллиарда долларов. Нужно торговать больше. Президент также считает, что Вашингтон нацелился на резервы Тегерана в иностранной валюте. А значит, нужно увеличить доходы в твердой валюте и сократить расходы. Напомню, это выступление стало реакцией на ужесточение антииранских санкций со стороны США. 3 мая ими уже пригрозили тем, кто будет помогать в расширении АЭС в Бушере. Кроме того, в Госдепартаменте заявили, что не позволят Исламской Республике производить тяжелую воду выше существующих лимитов. Председатель иранского парламента Али Лариджани ответил, что его страна продолжит обогащать уран в соответствии с соглашением по ядерной программе. Тем временем Париж, Лондон, Берлин и Брюссель в совместном заявлении указали, что сохранят финансовые и торговые каналы с Тегераном и призвали Пекин и Москву сделать то же самое. За минувшие сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено более 450 ракет. Об этом сообщили израильские военные. В связи с атакой Израиль полностью закрыл рыболовную зону берегов сектора Газа и приостановил работу наземных погранпереходов. В ответ Израиль поразил 220 ракетами объекты на территории Газы, в том числе пусковые установки для ракет, командный центр палестинского движения «Хамас», а также склад оружия. Тем временем глава администрации Палестины Махмуд Аббас резко осудил удары Израиля и назвал их военным преступлением. Он призвал международное сообщество обеспечить защиту палестинского народа. По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, в результате ударов израильских ВВС погибли мирные жители. Напомним, резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после месяца относительного затишья. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Он отметил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники хотят снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн. Они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить Венесуэлу с помощью предателей и заговорщиков. Ранее президент призвал боливарианский конгресс народов Венесуэлы провести специальную сессию, чтобы определить политический вектор развития. Напомним, 1 мая Мадуро заявил, что его правительство готово принять специальный план изменений для того, чтобы исправить допущенные ошибки. За день до этого оппозиция вновь сделала попытку госпереворота. Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в столице Венесуэлы рядом с военной базой Карлота. Оппозиционный лидер призвал жителей страны и армию завершить операцию «Свобода», цель которой – свержение главы государства Николаса Мадуро. В китайском Циндао завершились учения морское взаимодействие 2019. В последний день маневров экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и ВМС «НОАК» провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям. Упражнения прошли в акватории Желтого моря. Согласно легенде, большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и сменец Чанчун обнаружили неопознанное судно-нарушитель, в роли которого выступил танкер «Иркут». Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника. В ходе маневров было отрепетировано десантирование на корабль с воздуха и конвоирование судов-нарушителей. Морская часть китайско-российских учений стартовала в порту Циндао 1 мая. Цель – улучшение управления совместными действиями по обороне на море и противодействию угрозам безопасности. С обеих сторон в учениях были задействованы 15 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, 10 самолетов и вертолетов и подразделения морской пехоты. Достигнут высокий уровень взаимодействия между моряками российского флота и ВМС НААК, для того, чтобы достигнуть более высокого уровня боеспособности наших флотов. То, что мы увидели на эсминцах Арбин и на других кораблях, показало высокую выучку китайских моряков, надо в дальнейшем развивать. То есть, учения нужно расширять, усложнять задачи. В Москве состоялась вторая репетиция парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовало 13 тысяч военнослужащих и более 130 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и ракетные комплексы. По Красной площади прошли пешие парадные расчеты войск московского гарнизона, учащиеся военных вузов, училищ и кадетских корпусов. Руководил репетицией министр обороны России Сергей Шойгу. Посмотреть на прохождение войсковых подразделений собрались сотни зрителей. В тот же день тренировочные полеты над столицей провела авиация Воздушно-космических сил России. Напомним, первая репетиция парада победы прошла в Москве 29 апреля. Генеральная репетиция на Красной площади намечена на утро 7 мая. Редактор субтитров А.Семкин В Фиджи завершилось 52-е годовое собрание Азиатского банка развития. Мероприятие собрало министров финансов, управляющих Центробанков и руководителей предприятий стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тема встречи в этом году – процветание через единство. Министр финансов Китая Лю Кунь в ходе собрания заявил, что Азиатский банк развития должен выступать за равные и взаимовыгодные условия для всех участников внешнеэкономических отношений в регионе и стимулировать их развитие. Он призвал разработать несколько стратегий для помощи развивающимся государствам в зависимости от конкретной ситуации и ускорить реформу глобального управления. Министр приветствовал поддержку банкам программ регионального сотрудничества и развития их интеграции с китайской инициативой «Пояс и путь». Коллега Лю Кунья из Монголии в ходе мероприятия назвал этот проект стимулом для укрепления отношений с соседями. Монголия рассматривает инициативу «Пояс и путь» как отличную возможность для развития. Исторически наша страна была частью великого шелкового пути. Поэтому мы делаем все, чтобы установить новые связи с другими странами и извлечь все лучшее из этой возможности. В Китае завершились четырехдневные выходные в честь Дня труда. Для туристической инфраструктуры страны они оказались одними из самых загруженных в году. За первое число мая жители КНР совершили 195 миллионов внутренних поездок. Драйвером для турпотока служили не только достопримечательности, но и местная кухня разных провинций. С подробностями корреспондент CGTN. В этом году майские праздники в Китае продлились не три, как обычно, а четыре дня. И это закономерно отразилось на показателях внутреннего турпотока. Число поездок по сравнению с прошлым годом увеличилось на 14%. Доходы от туризма на 16%, превысив 17 миллиардов долларов. Железные дороги совершили 50 миллионов пассажирских перевозок. Авиалинии почти 7 миллионов. Одну только международную садоводческую выставку в Пекине за четыре дня посетило 320 тысяч человек. В Чунцине на юго-западе Китая спросом у туристов пользуются экстремальные виды спорта. Мне очень нравятся прыжки с парашютом. Я чувствую себя летящей в небе птицей. На объектах всемирного наследия ЮНЕСКО на майские – настоящее столпотворение. Гору Тайшань на востоке Китая за четыре дня посетило 300 тысяч человек. В уезде Уюань на юго-востоке, который часто называют самым красивым уездом страны, приезжие наслаждаются сочетанием жилой архитектуры и природы. Здесь чувствительно красиво, как будто я гуляю среди моря цветов. Многие путешествуют в другие города ради гастрономических открытий. Одна из точек притяжения для гурманов – город Чунцин. Еда в Чунцине горячая и острая. Она бодрит. В южнокитайском Шунде приветствуют сладкоежек. Город славится конфетами и десертами. Молочный крем здесь особенный. Пусть молока очень сильный и очень приятный. Статистика показывает, что все более популярными в Китае становятся семейные поездки. А это, в свою очередь, стимулирует и общий турпоток, и объем доходов в отрасли. Александр Дегтярев, CGTN. Таковы главные новости по версии журналистов CGTN. Следить за развитием событий вы также можете на нашем интернет-сайте russian.cgtn.com. У меня на этом все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Не двигайся, подожди. У тебя температура? Жар? Ванзин, у него жар, я пойду ему воды наберу попить. За день выпарилось совсем немного воды. Но сегодня плохая погода, за утро совсем чуть-чуть. Мне тоже хочется пить, но нельзя, оставим это ванькую. На следующий день на необитаемом острове Ваннань сделал из двух дождевиков установку для выпаривания воды. При солнце установка за счет солнечной энергии выпаривала из водорослей питьевую воду. Но из-за примитивных условий в этой воде вполне могут быть бактерии. Воду нужно вскипятить, а только потом пить, так будет безопаснее. Но как же кипятить воду без специальной емкости? Что ты хочешь делать? Нельзя испортиться от нагрева. Ты хочешь нагреть горячей воды, да? Да. Не получится! Все равно надо что-то придумать. Не дай огню погаснуть, ни в коем случае. Ваннань взял ведерко из мягкой пластмассы, привязанное к плоту, и хотел сварить в нем воды. Но пластмасса может расплавиться в огне, поэтому воду в ней греть нельзя. Что же хочет сделать Ваннань? Ваннань. Осторожно. Что ты делаешь? Нагреваю. Я слышу. Потрескивание, да? Да, вода вскипела. Ваннань. Не торопись. Это горячая вода, можно дать ему попить. А дальше? Дай ему попить, ничего страшного. Дать ему эту воду? Давай, давай, давай. Ты хочешь его отравить? Да ничего страшного, не волнуйся. Нет, как это пить? Такая грязь. Давай, Ванькуй, пей. Там один уголь, мы только что подогрели. Давай, давай, Ванькуй, выпей глоток горячего, выпей. Горячо, очень горячо. Нет, как такое пить? Тут одна грязь. Это можно пить, можно пить. Боже мой. Давай, скорее, пей. Эту воду можно пить? Он в таком состоянии, а ты ему такую воду даешь. Это можно пить, скорее пей. Ты зачем вылила-то? Очень грязная, эту воду нельзя пить. Если ему пить нельзя, то мы ему могли бы выпить. Это прекрасная вода, дерево, растительная зола, понимаешь? Что за растительная зола? Что ты там грел только что? Ее можно пить. Ты вот так нагрел и дал ему. Нельзя, нельзя пить. Я тебе говорю, это растительная зола. Лучше уж было выпить холодную. А если там отрава? Невозможно сниматься. Съемочная группа, все, мы закончили, мы признаем провал. Сил больше никаких нет. Видя, что Джен Вань Куй становится все хуже, Ван Нань, переживая за его здоровье, был вынужден попросить помощи у съемочной группы. Джен Вань Куй вышел из эксперимента на выживание. Сотрудники сразу же связались с рыболовецким судном, чтобы его быстрее доставили в больницу. Что будем делать? Давай так, давай посмотрим, что у нас еще есть. Так. Одна банка. Так как на острове нужно прожить еще два дня, Ван Зин и Ван Нань еще раз просмотрели все предметы. Кроме ножей и медицинских препаратов, у них осталась лишь одежда. Из-за паспурной погоды морская вода была очень холодная. В такой ситуации они не хотели рисковать и простужаться, поэтому не стали заходить в воду в поисках съестного. В настоящее время нужно было придумать, как снова разжечь костер. Они столкнулись с самым трудным моментом выживания на острове. Очень холодно. Даже если бы Вань Куй был здесь, он бы тоже не пошел в воду. Что же делать? У тебя там есть колготки, да? Дай посмотреть. У меня осталась одна пара. Зачем тебе? Дай посмотреть. Тут до смерти недалеко, а ты за колготки волнуешься. Ладно, неважно. У меня тут есть проволока. Сделай одну вещь. Я пойду соберу хворост. Хорошо. Нам все равно нужно разжечь огонь. Очень холодно. Давай, давай, иди. Морской ветер все продувает. В ловушке будет одно отверстие. Креветка залезет, но не сможет выйти. Ван Нань разрезал бутылку из-под минеральной воды на две части и использовал конусообразную часть в качестве отверстия для ловушки. Широкую часть поставил наружу, маленькую внутрь. Так креветки и крабы могут залезть через широкое отверстие. А найти маленькое отверстие, выбраться, им будет уже непросто. За полчаса они сделали четыре таких ловушки, и теперь можно спокойно ловить креветок. Но ведь креветки тоже не глупые. Как их заставить залезть? Без проблем. Слушай меня. Бери и идем. Будем подбирать мертвую рыбу и крабов. С качественной живки? Да, да. Возьми эту веревку. Идем. Ван Зин, иди сюда. Будем собирать. О, на рифе. Да, сварилась. Все высохло. Но это можно использовать. А мы не можем это есть? Не, не можем. Она же протухла. Давай я ее порежу. Держи. Ну и вонь. Ну, хватит тебе. Мертвого краба сделай сама, а я доделаю ловушку. Ну и вонь, а! Сырые креветки есть нельзя, да? Да. Ладно, надеюсь, получится. Пойдем. Ван Нань связал четыре ловушки веревкой и бросил их в воду за рифы. Как ты привяжешь? Длины не хватает. Ты посмотри, а я привяжу к длинному камню. Наши герои стали ждать ароматных вареных креветок. Только что Ван Нань набрал в пакет морской воды и попросил Ван Зин помочь ему выдавить из пакета воздух. Что же он собирается сделать? Ты будешь разжигать огонь водой? Да. Если мы сегодня поймаем рыбу, нам снова придется есть сырое. Оказывается, Ван Нань сделал из пакета и морской воды выпуклую линзу. Так известно, она может собрать солнечный свет в одной точке. Энергия в этой точке очень большая и может с легкостью зажечь бумагу. Но выпуклая линза Ван Нань сделана из морской воды. Сможет ли она снова разжечь костер? Держи, вот это. Как только будет огонь, ты ее сразу же подкладывай. Дай мне перчатки. Клади ее сверху. Хорошо. Как только появится огонь, сразу же клади. Я помогу тебе прижать. Лучше будь наготове. Появилась. Как блестит. Эта ватная палочка слишком белая. Намашь немного угля. Не торопись, не торопись. Ван Нань сидел без движения, чтобы точка концентрации солнечного света отражалась на ватную палочку. Прошло пять минут. Ван Нань от усталости покрылся потом. Но спиртовая ватная палочка как будто и не собиралась загораться. Получилось, получилось. Загорелась. А где трава-то? Ну, давай, скорее. Дуй. Получилось, получилось. Получилось, получилось. Ван Дин, скорее готовь хворост. Хорошо, хорошо. Маленькую ветку, да? Получилось, получилось. Скорей. Не торопись, не торопись. Пусть она пока разгорится. Раскрой ее. Не торопись. Ван Нань и Ван Зин в спешке разожгли костер. Уставший Ван Нань наконец спокойно вздохнул. Больше нельзя дать огню потухнуть. Не надо, по одной клади. Загорелась. Ван Зин, ты посиди за огнем, а я пока пойду посмотрю, что там с ловушками. Наверное, уже есть добыча. Только хорошо смотри. Иди. Одни ракушки. А это вообще пустая. Здесь тоже ничего нет. А здесь большая дырка. Полный надежд поймать креветки, Ван Нань разочаровался. В четырех ловушках, кроме мертвой рыбы и мелких ракушек, размером с ноготь, ничего не было. Ван Нань. Ван Нань хочет посредством выпаривания морской воды быстро получить пресную воду. Он собирается воткнуть высохшие ветки по обе стороны от костра. А над костром положить кусок дерева. Повесить один конец дождевика на дерево, а другой конец положить на землю рядом с костром. Так, чтобы дождевик свисал над костром наискосок. Потом повесить консервную банку с морской водой над костром. Довести ее до кипения, чтобы пар собрался на дождевике и скатывался по нему вниз. И таким образом получить пресную воду. Осторожно! Отпусти эту руку. Да, хорошо. Ну и вонь. В такой ситуации нельзя использовать открытый огонь. Иначе в дождевике прожжется дырка. Ух ты! Появился пар, подожди. И правда есть. Подожди, Ван Зин, смотри. Потекла, потекла, есть! Здорово, здорово! Похоже, получается. Смотри, там внутри немного. Да, да, да. Видишь сбоку? Есть, есть! Есть, да? Есть, есть. Можно пить? Можно, от жажды не умрем. Попробуй. Да. А где стакан? Эй, воду-то не трать. Так, где она? Давай, скорее ставь назад. Нельзя, чтобы вода просто так утекала. Вечером третьего дня на необитаемом острове Ван Нани и Ван Зин наконец попробовали пресную воду. Хотя от голода у них была слабость, теперь у них появился костер и пресная вода, и они смогут пить и не замерзнут. Видно, сегодня опять придется лечь спать голодными. Ван Зин, Ван Зин, смотри, рыба! Ах, и правда! Пойдем, возьмем ее! Так, стоп, ты иди оттуда. Заходи оттуда. Куда идти, куда? Иди с наружной стороны. Иди и прикрой с той стороны, чтобы она не ушла вглубь. Быстрее. А, она уплыла, уплыла! Нет, иди, в расщелье не сидит она. Ой, этот камень такой скользкий. Осторожно! Осторожно, аккуратнее. Куда она делась? Здесь. Не дай ей уйти. Она уплыла, уплыла. Подожди, не дай ей уйти. Втыкай палку, быстрее! Не уплывай! Не уплывай! Уплыла! Вот там! Ладно, давай я попробую. Ее уже нет, как ловить-то? Нет, нет, здесь, здесь. Мы с таким трудом заметили рыбу. Если бы ты ее в воде задержала, мы бы ее с двух сторон ударили и поймали. Как ты бы взял и поймал ее? Сейчас уже в воду идти бесполезно. Как же я могу задержать ее? Ну все! Не уходи! Я ведь не специально. Не поймали. Здесь очень суровая среда. Я не ожидала, что рыба уплывет. Ну что делать? Ваннань и Ванзин провели на острове уже 4 дня. На второй день вечером они поели несколько кусочков крабьего мяса. После этого так ничего и не ели. Из-за голода Ваннань стал разражительным. Рыба не может сидеть в таком мелководье, понимаешь? Надо подумать, что сделать. Угу. Будешь меня слушать? Угу. Иди собери мне леску и пенопласт. А я пока подумаю. Хорошо, хорошо. Первый день я нашел два крючка, но этого не хватит. Чтобы поймать рыбу в море без удочки и лодки, остается только плавучая платформа. Мне нужна пружина от шариковой ручки, чтобы сделать несколько крючков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего, нужно немного воды. Я стащу ее в море. Давай, давай, давай. Садись. А я буду тебя тащить. А камень не испортит? Нет. Это положи сюда, а я постараюсь вывести тебя в глубину. Хорошо, хорошо. Ещё глубже. А если ещё глубже, хватит? Хватит, и я тоже подальше зайду. И ты глубже уходи. Давай здесь. Давай, закладывай. Во второй половине четвёртого дня Ваннани Ванзин сделали из пенопласта и палки плавучую платформу для ловли рыбы. Установив её, они терпеливо прождали полчаса. Увидев, что солнце вот-вот сядет, эта платформа стала единственной надеждой раздобыть еду сегодня. Ванзин, уже отлив начинается. Мы так долго прождали. Уже сил нет ждать. Пойдём посмотрим. Там могло что-то пойматься? Мне кажется, эта штука ненадёжная. Ваннани Ванзин от голода стали очень слабыми. Им очень была нужна еда для восстановления сил. Удастся ли им наловить рыбу с помощью этой платформы? Есть! Смотри! Смотри, ещё живая! И правда есть! Давай, давай, не торопись, не торопись, не торопись. Круто, круто! Не торопись. Давай скорее её снимем. Нельзя, чтобы она слишком мучилась. Иначе она будет невкусная. Ваннань, ты такой крутой! Как тебе это удалось, а? Ванькуй и Тони смог поймать рыбу, а ты смог. Только маловато. Немного. При виде этой рыбки Ванзин была так рада, что и двух слов не могла связать. Видно, сегодня вечером они наконец смогут поесть. Прости, но если ты не умрёшь, нам придётся умереть от голода. Ваннань и Ванзин временно забыли обо всех трудностях. Весь дискомфорт и раздражённость ушли на второй план. Они успешно продержались на безлюдном острове четыре дня. Ещё один день, и к ним прибудут спасатели. А сегодня вечером надо хорошенько поспать. Ваннань и Ванзин внезапно обнаружили проплывающую рыбацкую лодку. В этот раз они разожгли ранее приготовленный сигнальный огонь. Скорее! Скорее! Он увидел нас! Он увидел нас! В этот раз высоко вздымающийся чёрный сигнальный дым успешно привлёк внимание рыбака в лодке. И она тотчас же последовала в сторону острова. Вот уже пятый день заключённые на необитаемом острове Ваннань и Ванзин благодаря подаче сигнала СОС получили помощь от проплывающей мимо лодки. Скорее, спасите нас! Что это за остров? Почему тут нет рыбы? Тут обычно нет рыболовецких лодок. Тут обычно не бывает рыболовецких лодок. Скорее, затаскивайте меня! Помогите подняться! В этом выпуске Ваннань, Ванзин и Джен Ванькуй оказались на необитаемом острове и успешно прожили на нём пять дней. Ваннань и Ванзин при помощи морской воды и пакета сделали выпуклую линзу и разожгли неожиданно потухший костёр. При помощи консервной банки и дождевика сделали простую установку для выпаривания морской воды и успешно получили пресную воду. Ещё они сделали из пенопласта и деревянной палки плавучую платформу для ловли рыбы и добыли себе пропитание. В конце, с помощью сигнального дыма, они подали сигнал рыбаку и были спасены. Если вы попали на необитаемый остров, нельзя впадать в панику. Нужно объединить силы и бороться с различными трудностями. Помните, нужно твёрдо верить в спасение и собрать волю в кулак. Мудро используйте ресурсы острова и старайтесь продержаться до самого конца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Конец совещания Я в этот момент больше всего хочу сменить этот офисный костюм и заняться спортом в самом большом пекинском парке, чтобы расслабиться по полной программе. Хотите присоединиться ко мне? Дорогие наши телезрители! На дворе выходные. Скорее поезжайте куда-нибудь на свежий воздух. Пора размять свои окостеневшие тела. Хотите отправиться со мной на приятную во всех смыслах пробежку? Сегодня мы пойдем с вами в одно очень популярное у любителей спорта место – Чаоянский парк и вместе хорошенько потренируемся. Ну что, вы готовы? Тогда вперед! В Пекине насчитывается больше тысячи мелких и крупных парков. Где бы вы ни находились, в радиусе 500 метров от вас точно будет какой-нибудь районный парк. Жители столицы приходят в них, чтобы отдохнуть и расслабиться. Чаоянский парк является крупнейшим городским парком вблизи центра Пекина. Его площадь составляет примерно 3 квадратных километра, а это почти как 400 футбольных полей. К южному входу Чаоянского парка очень удобно добираться на 14-й ветке метро. Перед пробежкой не забудьте сделать растяжку и как следует разогреться, чтобы поднять тонус и заодно избежать травм. Разминка окончена. Сейчас мы приступим к полноценному забегу. Здесь у нас старт. Моя цель на сегодня сделать максимальный круг. Всего 6 километров. Поболейте за меня. Вперед! В интернет-рейтинге 10 лучших мест для бега в Китае Чаоянский парк занимает второе место. Этому поспособствовали отличное расположение, обширная зеленая зона, специально спроектированные дорожки для бега и заразительная атмосфера спорта. Здесь собираются разные беговые группы. Спортивный азарт побуждает каждого участника стремиться вперед. Профессиональные тренеры терпеливо наставляют всех любителей бега. Если вы в какой-то момент почувствуете, что у вас уже нет сил, всегда найдется товарищ по команде, который подбодрит вас и вдохновит двигаться дальше. Бегать в одиночку не менее увлекательно. Поставьте перед собой цель, откройте спортивное приложение, в котором можно отмечать траекторию забегов и в удобном для себя темпе начинаете преодолевать один километр за другим. Вы заметите, что всегда найдутся милые болельщики, готовые выкрикнуть вам «Давай, давай!», а постоянная смена пейзажей просто не даст вам устать. Вслух начнут ласкать пение птиц и жужжание насекомых, на которые вы обычно не обращаете внимания. Даже биение сердца, дыхание и удары ступней, которыми вы всегда пренебрегали, заставит вас в полной мере ощутить изменения в собственном теле. Бегать в Шауянском парке – одно удовольствие. Здесь невероятно чистый воздух. Пока я бежала, я все время наблюдала за сменой пейзажей, поэтому не заметила, как достигла цели. Так я потратила 400 калорий. Круто. Даже самой как-то не верится. Шауянский парк – настоящий рай не только для бегунов, но и для любителей многих других видов спорта. Детям нравится заниматься здесь с профессиональными тренерами. Кто знает, может, среди них тоже есть будущие звезды футбола или бейсбола. Спорт испокон веков сопровождает развитие человеческой цивилизации. Он несет в себе дух соперничества, сплоченности и миром. Последние несколько лет развитие физкультуры среди населения стало особо популярным трендом в Китае. В этом парке вы найдете прекрасно оборудованные площадки для футбола, бейсбола, пинг-понга, бадминтона, баскетбола, тенниса и пляжного волейбола. Все они привлекают к себе жителей столицы, среди которых есть как профессиональные игроки, так и абсолютно новички в спорте. Попотеть и укрепить здоровье здесь может каждый. После каждой пробежки всегда очень жарко и хочется пить. Поэтому первым делом после тренировки я всегда прихожу именно сюда. В Шауянском парке специально для спортсменов открыли разные пункты обслуживания. Приходи побегать. Один из них. Здесь вы сможете оставить свои вещи, переодеться и даже принять душ после пробежки. Это невероятно удобно. А еще здесь можно купить профессиональное спортивное снаряжение, в котором вы в любой момент сможете прийти сюда побегать. Вы также можете записаться здесь для участия в марафонских бегах, проходящих в любой точке мира. Весна – это идеальное время для похода в Шауянский парк. После тренировки вам не помешает прогуляться. Возможно, за поворотом вас ждут красивые пейзажи. Очарование этого парка заключается в его динамике и в то же время спокойствии. Здесь все как на картинке. Можно бродить по лесу или прогуливаться по газону. 90% площади парка покрыто зеленым покровом. Именно поэтому его считают самым большим кислородным баром в центре Пекина. Когда жители столицы гуляют по этому зеленому пространству, у них резко повышается индекс счастья. Пекин – это город с насыщенной творческой атмосферой. Я покажу вам одно место, где полно современного искусства. Меня зовут Сюй Вэй. Давайте приобщаться к арту. Арт-зона 798 расположена в пекинском районе Шауян, в 15 километрах от центра города. Раньше на этой территории находился ряд государственных заводов, в том числе и завод 798 по производству электронного оборудования. Здесь по сей день можно увидеть оставшиеся с тех времен заводские установки и оборудование. С 2001 года здесь стали собираться художники, которые решили по максимуму использовать индустриальную атмосферу этого места. Они сделали в этих цехах небольшой ремонт, немного украсили их и превратили 798 в весьма оригинальное творческое пространство со множеством выставочных залов и галерей. В наше время 798 стал новым ориентиром культурной жизни Пекина. Здесь повсюду бросается в глаза модный дизайн. Внутри зоны искусств можно увидеть разные инсталляции. В этих экспозициях отражено современное искусство китайской столицы. И все же главное в этом районе – это выставки скульптур, живописи, фотографий и так далее. В арт-зоне 798 собраны лучшие работы огромного количества дизайнеров. В руках художников некогда списанный со счетов завод превратился в огромный выставочный комплекс, заполненный всякими модными элементами. Сюда приходит очень много туристов. И есть здесь одно место, которое точно нельзя пропустить. Это Центр современного искусства Улэнса. У-Си-Си-Эй – это самый масштабный центр современного искусства в зоне 798. Раньше здесь, как и в остальных галереях этого района, находилась заброшенная фабрика. Но потом чета коллекционеров из Бельгии, барон Улэнс и его жена, выкупили это помещение и за 8 месяцев переоборудовали его в выставочный павильон актуального искусства, который был открыт для публики в ноябре 2007 года. Так многие художники получили возможность показать свой талант. Свои работы здесь экспонируют как китайские, так и зарубежные мастера со всех уголков мира. Издалека кажется, что это картина. Но на самом деле это инсталляция, которая собрана из вполне повседневных вещей. А вот картина, составленная из костей. Экспозиция центра UCCA периодически обновляется. Каждый раз, приходя сюда, у вас будут совершенно новые ощущения. Двери центра открыты для туристов со всего мира каждый день с 10 до 7 вечера. Ах да, выходной в воскресенье. От такого количества студий и галерей в 798 буквально разбегаются глаза. Если вы поклонник актуального искусства, то вас точно ждет масса открытий. А если вы, как и я, обычный турист, то вы тоже найдете здесь много всего удивительного. А это место мне показалось очень интересным. Здесь взяли всемирно известные картины и наделили их новым, современным и понятным простому народу смыслом. В живом 3D-музее представлено 80 картин в трехмерном формате. Вход по выходным стоит здесь 75 юаней, а по будням 50. И запомните, что лучший угол для фотографирования получится, если встать на нарисованные возле картин зеленые ступни. Это точно довольно забавный способ погружения в мир искусства. Если вы устали, то полдник в приятной атмосфере вполне может считаться отличным выбором. Ну а я для себя выбрала весьма необычное кафе. Вот это. AC-кафе – это кафе, главной темой которого являются мотоциклы. Здесь вы можете завести новых друзей из сообщества байкеров или выпить настоящий кофе и поболтать о жизни со старыми приятелями. Время от времени здесь проводятся какие-то мероприятия, связанные с мотоциклами. Но даже если вы и не отъявленный байкер, все равно приходите в 798, чтобы посмотреть на людей, перекусить и что-нибудь выпить. AC-кафе находится в зоне 751, прямо за стенкой от 798. Но здесь не так шумно, претенциозно, как в 798. Мне даже больше понравилась винтажная атмосфера 751. И если здесь прогуляться, то можно заметить, что эти здания и обстановка вокруг тоже напоминают произведения искусства. За один день я смогла значительно расширить свое представление об искусстве и понять, что я на самом деле не так уж и далека от него. Искусство рождается из жизни, а потом опять возвращается в жизнь. Не сидите в выходные дома. Я приглашаю вас в 798, чтобы вы тоже смогли окунуться в художественную атмосферу. Сегодня у меня день сельскохозяйственных работ. Как вы видите, благодаря моим усилиям, лопасти водяного колеса направляют воду из водоема в Канаву, после чего вода орошает поле, которое находится впереди. Здесь вы можете увидеть массу интересных и очень умных древних, но удивительных приспособлений. Если вы хотите больше узнать о культуре земледелия и погрузиться в древенскую жизнь Китая, то музей-ферма Вали станет отличным выбором. Музей-ферма Вали находится в поселке Сяо Таншань, район Чанпин. Сюда можно добраться по шоссе Пекин-Чэнде. Нужно съехать с шоссе на улице Баймалу, проехать на запад один километр, и вы на месте. Вали занимает огромную территорию. За 20 юаней в будние дни и за 30 в выходные вы сможете обойти все здешние аттракционы. Больше, в принципе, никаких денег тратить не придется. Главной изюминкой этого парка является возможность прикоснуться к сельской жизни. Вы можете сами поучаствовать в процессе и на собственном опыте понять, что из себя представляла жизнь китайских крестьян и откуда возникла эта самобытная аграрная культура. А на месте этого комплекса, расположенного в северной части Пекина, в свое время была деревня с очень давней историей. В 2005 году здесь развернулось строительство Олимпийского стадиона, поэтому жителям Бали пришлось покинуть родную деревню. И хотя сегодня настоящей деревни здесь уже нет, но зато осталась ее атмосфера. А весь этот музей превратился со временем в настоящий учебник по истории сельской культуры Китая. Поливной рис засыпается сюда, а вот здесь находится рычаг. Если его передвинуть, очищенный рис будет выходить отсюда, а рисовая шелуха – отсюда. Это древняя сельскохозяйственная машина. Она называется «Велка» или «Воздуходувка». По этой машине видно, какими мудрыми были китайские крестьяне. Это очень старая фотография. Я с большим трудом могу представить себе картину, которая изображена на ней. В то время китайские крестьяне жили в крайне тяжелых условиях. Создатели музея Вали попытались с помощью каждого экспоната дать нам возможность узнать и не забывать о событиях, которые происходили в те тяжелые для страны времена. Если вам интересно поближе познакомиться с сельской культурой, тогда вам стоит попробовать сделать что-нибудь своими руками. Например, сплести корзину. Похоже, что это не так уж и сложно. Хотя нет, погодите. Думаю, чтобы овладеть этой техникой, вам нужно иметь крепкие пальцы. Прогуливаясь по этому музею, вы всегда сможете ощутить сильнейший деревенский колорит. А еще здесь вас могут поджидать небольшие сюрпризы. Это просто невероятно умная машина. У нас здесь корзина с кукурузой. Это навело меня на одну очень хорошую мысль. Древнее приспособление для изготовления попкорна. В нем воздушная кукуруза получается очень сладкой и ароматной. Хотя технология производства не совсем безопасная. Пообедать можно, выйдя из развлекательной зоны. Только не забудьте поставить невидимую печать, чтобы снова зайти и продолжить свой отдых. А вот этим гуляющим деликатесом здесь явно не до веселья. Местные куры считаются здесь знаменитым блюдом. Говорят, они такие вкусные, что их ел сам китайский император. После половины дня, проведенного на сельхозработах, я должна как следует подкрепиться. Музей ферма Вали – это место полное сюрпризов. Я говорю не только об увлекательных элементах сельской жизни и вкусной еде, потому что впереди меня ждет кое-что более интересное. Надеюсь, это будет не так утомительно, как аграрные работы. Для детей это в полном смысле слова «парк увеселений». Вместо игровых площадок, сделанных из холодного металла, здесь все из настоящего дерева и ротанга. Оригинальные композиции, выполненные деревенскими мастерами, делают это место своеобразным и не похожим на другие. Не сидите в выходные дни дома. Приезжайте тоже в Вали и проведите здесь запоминающийся день. Единственное, о чем вам предстоит задуматься здесь, это то, на какой аттракцион пойти первым. И ни в коем случае не пропустите вот этот. Парк развлечений «Счастливая долина» находится в районе Чаоян, на востоке Четвертого кольца к юго-востоку от моста Сыфан-Тяо. Это крупнейший тематический парк Пекина. Добраться сюда можно на седьмой линии метро, станция «Счастливая долина» или на автобусе номер 31 и 41. «Счастливая долина» разбита на 8 зон, каждая из которых посвящена определенной тематике. В них вы словно переноситесь в совершенно разные места. Это Шангрила, пляж Майя, Атлантида. Посетителям парка предлагается с помощью строений, скульптур и аттракционов познакомиться с культурой различных районов и испытать как можно больше счастья. Оказавшись в «Счастливой долине», нужно попробовать самые разные аттракционы. Моя цель на сегодня – это вот эта горка, которая называется «Кристальные крылья». Это самая огромная американская горка в Пекине. От одного ее вида становится как-то страшно. Боже, лучше я пока подожду. Лучше начать с этого. Это мне подходит. Можно распахнуть руки и почувствовать себя в полете. Вход в «Счастливую долину» стоит 260 юаней. Работает парк с 9 утра до 10 вечера. Здесь 40 с лишним аттракционов мирового уровня. Экстремальные, вращающиеся, парящие, спокойные. Здесь каждый найдет подходящий ему способ различия. Экстремальный гонщик готовится к старту. Особой популярностью, конечно же, пользуются самые страшные горки, от которых душа уходит в пятки. В выходные дни в очереди придется отстоять примерно полчаса. Поэтому, чтобы не застрять в толпе, обращайте внимание на табло с указанием времени и ожидания в очереди. Ничего себе! Как здорово! Это будет мой следующий аттракцион. Это один из лучших аттракционов «Счастливой долины». Немножко страшно, но я все равно пойду. Бесплатный дождевик. Я понятия не имела, что промокну насквозь даже с дождевиком. Советую припрятать телефон и кошелек куда-нибудь подальше. Но все равно я вам очень рекомендую эту горку. Те, кто не особо стремится к увеселительной программе, а также дети, которых не пустят на экстремальные горки, тоже могут найти в этой долине свое счастье. Если вы собираетесь отдохнуть в парке с маленькими детьми, я настоятельно рекомендую вам посетить три зоны. Это похоже на цветущий сад зона Дикий фьорд, Эгейская гавань, в которой рассказывается легенда об Эгейском море, и королевство муравьев, где вы окунетесь в микроскопический мир. Каждые выходные на главной площади парка проходит парад, в котором участвуют украшенные машины каждой тематической зоны. Здесь вы сможете повеселиться вместе со звездами Счастливой долины. Начало в 15 часов. Не пропустите! Так, я почти морально настроилась. Пришло время проехаться на самой страшной горке. Пожелайте мне удачи! Это было потрясающе! Очень круто! И не так страшно, как я себе представляла. Я поняла одну вещь. Не надо пасовать перед трудностями. Бросайте им вызов, и может, все кажется не таким уж страшным, как вы думали. Не сидите в выходные дома. Приезжайте в Счастливую долину. Вас здесь ждет много веселья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Меня зовут Владимир! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну, на самом деле, конечно, где-то половина овощей здесь, таких, которых у нас нет в России. Ну, например, вот это. Я даже не знаю, что это. Или, да, или, например, вот это. Я тоже не знаю, что вот это такое. Явно какой-то корень, но я не знаю, что это. Вот. Также есть продукты, которые есть и у нас, естественно, картофель, капуста, бобовые, шампиньоны. Так, а где твои? Ага, хорошо, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Оооо! Нияоо! Ооо! Оооо! Хом-дьоо! Хом-дьоо. Хом-дьоо, хом-дьоо. Оооо, лу-бинь-дьоо. Очень рада по-д killerту. Хоу-няк. Там-д са. Там, пусть. Ха-ха-ха. Это анна. Вы можете спросить анна. Я не знаю, что это. Анна не знает, что это. Вы не делаете в доме. В этой жизни, я чувствую себя очень милым, очень вкусным. Особенно в его отношениях. Я считаю, что в его身上 очень радостно. Владимир пригласил гостей, чтобы отметить радостное событие. В мае 2015 года он, будучи русским специалистом в Китае, удостоился встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Это большая гордость для русского художника. Я хочу выставить русский. Я хочу… У меня есть этот… У меня есть этот название. Это… Си Цзиньпин? Да. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин. Это мимпиан. Это мимпиан. Это мимпиан. О, нет. Мимпиан. Это мимпиан. Начина 우р�у при всемпианам. У加工 который стал местным, contacts мы со стороныken. Ур�ик... Ур�ик. Ур�ик. Он считалами science. Ив mood. Он поклонил. Музыка Китай, на фоне своего интенсивного развития, является для молодых специалистов, особенно для молодых, хорошим полем возможностей, хорошей стартовой площадкой для кого-то. Возможность реализовать свой потенциал именно в этой стране и здесь остаться, построить свою судьбу. Субтитры создавал DimaTorzok Мне достался хороший класс, и, между прочим, это тоже очень важно для нас, для играющих, для репетирующих. Потом для меня появилась возможность преподавать, во-первых, заниматься своей профессиональной деятельностью. И для меня, наверное, это самое интересное и самое благодарное время, потому что счастье заниматься своим делом, удовольствие от того, что я могу играть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Методика преподавания Анны разительно отличается от того, к чему привыкли в Китае. Владимир также надеется передать студентам своё представление об искусстве, чтобы заставить их с разных углов взглянуть на привычные вещи и явления. Я думаю, что китайские студенты более терпеливые и они как-то способны выполнять более такую вот муторную работу. Русские студенты их больше интересуют элемент творчества, там какого-то поиска. У китайских студентов в основном, если им покажешь русло, куда идти, они в этом русле и идут. И «туй бит» здесь, почему? Здесь нет «туй бит». Здесь дать столько, надо немного вкусное, надо немного вкусное и только то, и сразу еще добавить. Реология «туй бит.» В следующем году, вы будете разобрать свои забавы-шины. Вы должны понимать о том, что вы думаете. Вы можете делать что-то, вы не будете мешать-шин, потому что это у нас очень важно. Он выполняет неприятно и вы обеспечивая свой помощь. Д個人 нам понадобиться в себе в себе, чтобы вы решили с двух проблем. Владимир и Анна оба занимаются своим любимым делом. И жизнь их протекает весьма неплохо. Однако, как и у многих китайских родителей, в какой-то момент у них возник вопрос, связанный с образованием сына. Максим – русский мальчик, который родился в Китае. Но какое образование он должен получать? Русское или китайское? Больной вопрос, знаете ли. Боюсь, что у нас не было выбора. А уже все, что касается образования, это всегда вопрос, я думаю, в любой стране. То есть это и в Китае, и в России это одинаковая, в общем-то, головная боль, потому что в любом случае мы беспокоимся об этом. Я думаю, что в России мы бы точно так же волновались. Ну, дело в том, что у нас были опасения к тому, как он здесь будет адаптироваться, и получится ли у него влиться здесь в китайскую среду, потом получится ли у него выучить язык китайский. Конечно, были у нас опасения. Тем более, что у нас несколько пар уже уехало именно из-за этого. Дети у них подросли, вот, и они в 7 лет уже отправились в школу. Но сейчас вот наш сын ходит в школу китайскую. Очень жаль, единственное, что носителями русской культуры для него, конечно, только родители. Ну и мои коллеги, с которыми мы общаемся. Решение родителей – это решение на далекую перспективу. Но Максиму всего 7 лет, и для него самое важное – это счастливая и беззаботная жизнь с родителями. Максим, скажи, тебе нравится в Юаяне? Нравится. А что тебе здесь больше всего нравится? Ну, мы тут путешествуем иногда всякие. У нас тут дом. Скажи, а в школе китайской тебе нравится учиться? Нравится. У меня уже второй класс. А трудно тебе русскому мальчику в китайской школе было сначала? Нет. То есть ты сразу как пришел, тебе было легко, да? Угу. Потому что сначала мы изучили самые пустяковые иероглифы. Например, в иероглиф и он как одна палочка. Она палка. Ну, такая. Классно, молодец. Вот это вот не очень сложно. Максим пошел в китайскую школу. Мы, конечно, старались готовиться для этого. Но во многом положительную роль сыграло то, что он вообще ужасно общительный. Он обожает быть среди людей. Он очень любит, в общем-то, быть среди сверстников. Но и так как он один ребенок в семье, он ужасно рад появлению друзей. И это решает проблему, действительно. Потому что для него, к счастью, в этом возрасте все это происходит очень натурально, достаточно удобно. Максим учится в лучшей школе этого города. И познакомившись с администрацией школы, с учителями, я видела детей, которые учатся с ним в классе. Они очень милые. Действительно, Максим окружен внимание не только потому что он иностранец, но потому что там вообще такое хорошее отношение к детям. Максим с компаниями, он очень мило seinen миллиметров. И он может быть очень хорошо общением, и play с Buен-Doc, и он с удовольствием вместе. Я надеюсь, он будет счастливаться с ним в Играем самым классическим бесплодком. И продолжается. Не нужно, чтобы он был в порядке, но он должен был жить в порядке. Я хочу быть счастливой. Я и Марк Симов, как другая друзья. Я не знаю, как он, как мне лучше. Я считаю, что он самый лучший друг. То, что мы здесь, это достаточно закономерно, потому что мы пробовали найти что-то другое, переехать в какое-то другое место, но на самом деле, посмотрев и послушав тех наших знакомых, которые работают в крупных городах, мы поняли, что именно здесь у нас такой небольшой коммунизм, грубо говоря. И нас, в принципе, здесь все устраивает. Все эти 15 лет, пока мы проживаем в Китае, для нас, конечно, самое главное, что мы ощущаем себя на месте, на своем месте как профессионалы и как граждане. Два года назад мой супруг стал почетным гражданином города Юйян. Это очень почетно. Это очень для нас это гордость, конечно. И, конечно, важно, что мы здесь нужны. Не отпускает восток, как короста, Нам шелковый путь вместо погоста Завязан, как шелковый шарф. Не вздохнуть, не вырвать приросшего горлу на роста, Не след на начало вернуть. Завязан, как шелковый шарф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мясо рыбы чрезвычайно питательно и противодействует образованию злокачественных опухолей. При приготовлении на пару рыба сохраняет питательность и приятный вкус. Нам понадобится рыба-сабля, а также соевый соус, крахмал, желто-древесник, куриные яйца и китайская водка. При приготовлении этой рыбы, которая традиционно называлась жарено-вареной, используется белый соус. Так как рыба имеет особый запах, то мы приготовим красный соус. Он лучше подавляет запах? Лучше удаляет запах. Поэтому сначала ее нужно обжарить, а потом варить на пару? Да. Да, во время поджарки ее нужно замочить. Понятно. На самом деле в это блюдо не кладется желто-древесник. Главное, здесь маринад из лука и имбиря. Но ее запах слишком резкий, поэтому добавляем немного перца. Нальем немного кипятка, еще немного. Каким образом? Еще. Хорошо, достаточно режем рыбу, но они очень большие куски. Мастерши, жарим, варим. В чем преимущество использования этих двух техник? Во-первых, это делает ее вкусной. Прожарка на масле делает ее мягкой и очень хрустящей. Да, если просто варить на пару, во-первых, она может быть не очень вкусной, и во-вторых, останется запах сырой рыбы. Ах, вот как! Перед поджаркой нужно приправить ее специями, но на севере и на юге вкус разный. Например, на юге рыбу не очищают. Да, она с чешуей. Люди говорят, что такая рыба считается свежее. На юге не жарят ее на масле, просто тушат. Иногда можно просто варить на пару. Но во время хранения она окисляется, покрываясь желтым цветом. Посмотрите, мы северяне чувствуем, она плохо пахнет. Поэтому тушеную рыбу мы есть не можем, поскольку присутствует процесс транспортировки. Да, она не свежая, так? Поэтому в связи с изменениями в ингредиенте меняется способ приготовления. Дайте мне вон то, вон то. Что именно, это? Да. Хорошо, вот. Да. Хорошо, сейчас будем мариновать? В этом отличие между севером и югом. Да, мы северяне от такой еды удовольствия не получаем, поэтому используем способы приготовления, чтобы отрегулировать вкус. Маловато воды с перцем, нужно еще больше, чуть дольше. Для маринада мы только что использовали горячую воду. Если взять теплую или холодную, то будет сложно. Нельзя, нельзя. Чувствуете аромат? Да, желтодревесник можно вот так замачивать, а остальное нужно варить. Желтодревесник полезен. Да, он сильно удаляет запах сырой рыбы. Вот так достаточно? Так, теперь еще немного. Лук и имбиря. Обязательно нужно стукнуть, чтобы вышел сок. Да. Смотрите, это уберем. Да, необходим сок. Имбирный сок. Да. Мастерши, каждый раз, когда мы маринуем ингредиенты, сколько нужно времени? Маринуем их 10 минут. 10 минут? Да, 10 минут. Хорошо. Добавляем немного водки. Для рыбы весом 500 граммов достаточно капнуть немного водки. Много не нужно. Немножко. Водка удаляет сильный запах сырой рыбы. Вот теперь мы имеем подогретую воду с желтодревесником лук, имбирь и немного водки. Да, теперь пускай маринуется. 10 минут. Все знают, как макать рыбу в муку и делать яичный кляр. Для жарки. Без этого ничего не получится. Да. Да, крахмала много не нужно. Разобьем одно яйцо, одного достаточно. Мастерши, некоторые люди спрашивают, почему именно яйцо? Если не добавлять яйцо, то нанесенный крахмал не образует на рыбе тонкую пленку? Какова функция яйца? Почему оно необходимо для кляра? Да. Яйцо играет роль смягчителя. То есть без яйца используемый крахмал, размоченный в воде, образует пленку? Жесткую. А нам это не подходит. Если температура низкая, он клейкий, если высокая, он твердеет. Снова затвердил. Верно. Яйцо играет роль смягчителя. Поэтому обязательно нужно использовать яйцо. Хорошо. Давайте обмакнем. Давайте. Этот процесс называется обмакиванием. Да. Много не нужно, слой должен быть тонким. А если слишком много? Будет чересчур липким, с плохим вкусом. Вот столько. Вот столько. Если не хотите погружать, просто обмакните. Да. Смотрите, действительно образуется тонкий слой. На отдельных местах его нет. Это ничего? Ничего. Потом яйцо обязательно обвернет ее. Верно. Готовя домом репродукты, рыбу, мы всегда сталкиваемся с такой проблемой. Как? Удалить запах сырой рыбы и готовить. В частности, когда мы готовим и жареные свиные ребрышки. Или жареное блюдо. Да. Готовя жареные свиные ребрышки, необходимо их обмакивать в яйца с крахмалом и хлебных крошках. Верно. Будет суетливо. Да. Теперь маслом. Хорошо. Только что мастер Ши уже разогрел сковороду. Здесь должна быть определенная температура. Так ведь? Масла много не нужно, техника приготовления непростая. В ресторане это блюдо очень дорогое. Почему? Потому что дорого стоит работа по приготовлению. Да. Раз продают дорого, значит и прибыль большая. Соответственно, жареные блюда должны быть самыми дешевыми. Жареный картофель тонкой соломкой дешевы. Видите? Мастер Ши макает рыбу в яйцо. Умеренная температура масла характеризуется звуком, который начинает исходить снизу. Да. Хорошо. Это говорит о том, что температура подходящая. Рыба поджаривается перед варкой. Мастер Ши, а до какой степени ее нужно прожарить? До золотистого цвета. Когда она слегка надуется, значит достаточно. До появления цвета с обеих сторон, да? Да. Я выключаю огонь, используя оставшееся тепло. Чтобы не чересчур. Да. Да, если огонь не выключили, еду не достаем. Может всякое случиться. Это означает, что нужен особый контроль над уровнем огня. Хорошо обжарили с обеих сторон. Смотрите, обе стороны одинаковые. Если цвет золотой, значит достаточно. Вот эта рыба хорошо пожарена. Хорошо прожарена. Да, хорошо. После прожарки следующий шаг. Варка на пару. Для этого нам нужно рисовое вино. Мастер Ши говорят, что обязательно нужно ждать, пока вода закипит. Да. А почему сейчас нельзя положить? Нельзя, нужно дождаться кипения. А если не дождаться и бросить, не сварится? Не то, что не сварится, а разварится. Трудно контролировать время. Да, верно. Немного сахара. На большом огне ждем, пока закипит вода. Кладем рыбу. Она варится на пару очень быстро, так ведь? Да, добавляем сахар, чтобы избавиться от запаха сырой рыбы. Теперь посыпаем сверху. Так, теперь берем молотый перец. Берем совсем-совсем немного. Вот так. Немножко, щепоточку. Чуть-чуть. Берем щепоткой. Да, щепоткой. Посыпали. Поэтому вы не сказали один или два грамма. Сказали щепотка. Щепотку соли. Почему нельзя было бросить соль вначале? Она легко пережарилась бы. Вы бросили лишь лук, имбирь. Да. Воду с желтодревесником и немного водки. После варки еще будут нужны другие специи? После варки нужно просто полить соевым соусом, влить немного масла и готово. Ясно. Этот соевый соус есть везде. Это рыба морская. Она сама по себе соленая. Да, ее солить не нужно. Она же морская, закипела хорошо. Ставим. Семь минут. Семь минут. От пяти до семи минут. От пяти до семи минут. Она уже наполовину готова. Да, закипела, поставили от пяти до семи минут. В это время мы берем... Еще что-то? Да. Да, нам еще нужно масло. Да, нарезаем зеленый лук. Потом все кладем сверху на рыбу. Должен быть аромат. Теперь имбирь. А зелено-красный перец не кладем. Да, я только что хотела сказать, что в ресторанах иногда для красоты добавляют зелено-красный перец. Это не только для красоты. Разве? Перец пахнет аромат, знаете? Я всегда считала, что это не играет особой роли. Помогает, но самое важное – лук и имбирь. Да, я тоже считаю, что зелено-красный перец лишь для красоты. Теперь немного кинзы. Кинза добавляет вкусу колорита. Да, да. После того, как рыба будет готова, кладем это сверху. Понюхайте, чувствуете аромат? Кинза, имбирь, лук – очень своеобразный аромат. Да. Как же мне описать это? Имбирь, лук, кинза. Мастер-ши, первое, что мне пришло в голову, под ними должна быть рыба. Но уже готовая рыба на пару. Должна быть очень вкусная рыба. Да. Сегодняшнюю рыбу можно же варить на пару, если она свежая. Можно варить, если свежая, да. Как объяснил мастер-ши, поскольку купленная на севере рыба не самая свежая, то мы ее немножко прожарили, чтобы избавиться от запаха сырой рыбы. Если мы хотим готовить свежую рыбу, то сейчас на севере ее можно купить на рынке морепродуктов. Там есть? Ее можно сразу варить, а сварив, добавить масло. С чешуей? С чешуей обязательно, с чешуей. Ни в коем случае не очищать, иначе масло испарится. Кроме того, какие способы можно использовать для улучшения вкуса? Некоторые добавляют пиво и куриный жир. Хорошо, время истекло. Хорошо. Можно снимать. Оказывается, что рыба явно отличается. Да, она разная. Совсем другая. Жареная и сырая, разве может быть одинаковым? Но почему после варки она стала больше? Она готова. Она сварилась. Хорошо, вот вынимаем имбирь. Вынимаем имбирь. Хорошо, это я могу. Готово. Очень вкусно. Прекрасно пахнет. Добавляем соевый соус, немного, а это кладем в центр. Вот так. Затем нам нужно масло. Да. Для аромата зажигаем огонь. Немного масла. Немного. Чтобы лук, имбирь и кинза выпустили аромат. Это масло обязательно нужно разогреть. Выше 190 градусов. Да. Можно полить или, как говорится, увлажнить, так ведь? Если температура низкая, то аромат не появится. Да, при помощи горячего масла эти ингредиенты станут почти готовыми. Аромат появился. Благодаря маслу рыба готова. Вы говорили, что также можно готовить и горбль. Да. Можно прожарить и варить. Но как же быть, если мясо рыбы не плотное? Нужно заранее замариновать ее, после чего белок сожмется, и она станет тверже. Солью нужно посыпать? Да, замариновать, иначе трудно будет готовить. Можно готовить разные блюда с дольками чеснока, например, памхус и так далее. Это означает, что только рыбу можно жарить и варить на пару? Можно также памхус. А кроме рыбы? Можно тофу. А я как раз подумала про тофу. Жарено-вареное тофу обмакнули в кляре и... Поджариваем. После поджарки варим, затем поливаем маслом. То есть таким же способом? Да, таким же. Это очень своеобразный вкус. Пожалуй, пора. Пошел дым, вот ложка. Вот, делаем вот так. Отлично, жарено-вареная рыба готова. Наша жарено-вареная рыба готовится следующим образом. Заливаем желтодревесник горячей водой, нарезаем рыбу, затем помещаем ее в маринад из перца, лука, имбиря и водки на 10 минут. Размешиваем яйцо в пиале. Обмакиваем рыбу в крахмал, затем в яйцо, после чего прожариваем до золотистого цвета и вынимаем. Сверху на рыбу кладем имбирь, посыпаем сахаром, молотым перцем, солью. Варим 7 минут, затем поливаем соевым соусом, посыпаем имбирем, луком, кинзой и поливаем маслом. Сегодня мы приготовили блюдо высокого уровня. Которое можно приготовить и дома. Это способ приготовления изысканного блюда по домашнему рецепту. Да. Сначала рыбу поджариваем, после чего варим на пару, как сказал мастер Ши. Таким образом можно готовить и разные виды рыбы с дольками чеснока. Все можно жарить. И жарить тоуфу. Да. Отлично. И едим, и учимся. Вкусное готовить не лень. Можно сказать, что кукуруза – это золотая пища. Она полезна для людей любого возраста, особенно для детей. А также является хорошим средством понижения давления у офисных работников. Сегодня мы научим вас готовить молочный суп со сладкой кукурузой. Нам понадобятся молоко, сахарная кукуруза, яйцо, нарезанный лук и соль. Наливаем в кастрюлю горячую воду, кладем кукурузу, добавляем молоко, соль и кипятим. Выливаем перемешанное яйцо и после закипания посыпаем луком. Испытание терпения. В КНДР подтвердили проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий. Борьба Ирана. Рухани призвал увеличить нефтяной экспорт и продолжить продажи нефти в ответ на санкции США. Майские праздники в Китае. За выходные жители страны поставили новый рекорд по объему внутреннего туризма. Здравствуйте. Вы смотрите новости в студии Игоря Злотников. На понятном языке в КНДР подтвердили, что накануне проводили стрельбы. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что учениями руководил лично Ким Чен Ын. Официальная цель – оценить и проверить умения военных обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием. Но что Пхеньян хотел сказать этим миру или конкретным странам и как эти страны отреагировали, об этом наш следующий материал. Что это летело, откуда и в каком количестве – непонятно. В Центральном телеграфном агентстве Кореи не сообщили. В том смысле, что да, ракеты, но какие из множества видов. Они были направлены в Японское море, но цель, по всей видимости, была в головах у политических партнеров, не спешащих делать ответные шаги, например,